Добрый день! Это, кажется, восьмая часть парагона, нового парагона от Ринса. И вчера был, на удивление, продуктивный день в плане стрима, большое количество сражений. Давайте коротко вспомним, что у нас произошло. Мы начали свое путешествие с мыслей, как разделить героев. Где-то минут 40, час я тыкался-мыкался, думал, как это лучше сделать. В результате выяснилось, что по пустыне имеет смысл идти двумя героями, потому что никто, кроме Магрейна, не смог бы справиться с человеком под землей с третьими перчатками всадника. Магрейн спокойно обскакал в северное направление, встретился с хранителем вопроса, который не открыть пока что. Встретился с еще одним тупиком. Здесь мы не открыли, но гарнизон сбьется, и тут все равно тупик. Это шорткат наверх, проход вот сюда. Сегодня надо будет его открыть. Захватил попутно замок, ничего там интересного вроде бы не было. Маскировка была. Ну ничего, обменяемся этими заклинаниями. Увидел палаточку красную стражи. Прошелся потом дальше, взял артефакты. Здесь вроде ничего больше мы не забыли. Ну вот один артефакт надо бы захватить. Это с рудой. Потом уперлись в светло-голубую страж границы. Увидели там сокровищницу. В общем, здесь не пройти. К сожалению, здесь не пройти вообще никак. Так же, как и здесь не пройти. Тоже светло-голубой страж границы. В результате у нас внизу не зачищена только сокровищница. Гномы не взят артефакт. По сути, все остальное, включая там университет, всеми посещено. По мелочи экспо, но не думаю, что рационально сюда возвращаться. После этого, точнее одновременно с этим, два других героя. О, Нью-Ньюс поддержал на 100 рублей, говорит, добрый день, желаю добить сегодня первый акт. Работы много, посмотрю записи. Спасибо, Нью-Ньюс. Дилайн, здравствуйте. Сегодня удивительная еще трансляция. Не знаю, как такое происходит, но тем не менее. Амнистия, там минус 15 забаненных за не так много, за 7 трансляций вообще. Какая-то демократия на Гудгиме настает. И сегодня я постараюсь не агриться на советы. То есть я не обещаю, что я буду читать и воспринимать их. Но, по крайней мере, советуйте. Вот, мы здесь двумя героями прошли. Один пробивал драконов, Хас пробивал, соответственно, Грандов. Уперлись внизу в красную палатку. Сейчас ее нет, потому что мы делали Ре. Увидели Клевер Лук. Прошли мимо сказочных дракончиков. Взяли Монков здесь в тупике. Взяли всеми университет еще плюс 2 ко всем статам. Собрали шахты, собрали ресурсы, открыли Монолитик. Пробили квестового героя, который позволит нам открыть вот этого стража. Клансима убили. Ну и, соответственно, сейчас задача какая? Во-первых, уже третий день и подклепа есть. Можно собирать абсолютно спокойно. Во-вторых, надо понять, кто и как будет пробивать вот этот гарнизон страшный. Потому что, по сути, это единственный такой адекватный сейчас проход. Нам нужно в течение двух с половиной недель штурмануть вот этот замок. Сордвинт. В котором 180 Монком, 300 Паладинов, 871 Арбалетчик, 370 Грифонов и 121... Ё-моё, просто игрок подарил 53 очков. Спасибо. Привет, Азарычин, Dream of Tale. Да вот я думаю, могу ли я как-то посмотреть? С сальтом даже нельзя посмотреть. Сейчас у нас 2-4-3. Все закончится. Ну, первый акт Парагона закончится из пяти, кажется. Прикиньте, из пяти на 3-3-1. То есть через две недели, четыре дня. Две недели, четыре дня. Это все, что у нас есть для того, чтобы штурмануть Сордвинт. Ну и там, соответственно, красная палаточка и так далее. Кроме штурма Сордвинта, я думаю, что надо воспользоваться моментом и подтянуть статы и захватить те артефакты, которые не были захвачены, менее приоритетными героями. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Хас должен взять вот здесь три стата на знание или спаллпауэр. Здесь еще один-один взять. Возможно, Дефенс ты брал, да? Да, этот брал тоже. Что еще он не брал? Астрахань брал. В Древо Знаний можно зайти уровень, повысить. Но у меня такое впечатление, что мы сюда еще можем возвращаться и Древо Знаний лучше оставить на более высокие левелы, когда будет сложно получать левел, а нужно будет. Вдруг тебе дадут там в конце, в самом-самом конце последний навык, и ты будешь мучиться, как эти три левела заполучить в конце. Поэтому сейчас плюс единичка статов не является определяющей, а потом... Что мы делаем сейчас? Сейчас надо понять, сколько нам людей понадобится для того, чтобы собрать ресурсы здесь. Мы пробили город. Тут пегасы, которые дают нам 13-ю скорость. Или 12-ю скорость? Но пока они доступны. 12-ю скорость, как ангелы, короче говоря. И пятая гильдия с водными элементарями, с палачом, с анлаком. То есть сюда, получается, мне нужно вообще экспертную грамотность отправлять, да? И тогда не нужно будет возвращаться Магрейном. То есть Хас и Вайль отправляются сюда ориентировочно. А Магрейн посещает школу войны, берет там атаку. Всем, наверное, атаку надо брать. У Хаса специализация, и вообще тут специфика такая, что ты, если принимаешь урон, то единичками. Единичками, то есть тебе, ты почти никогда не идешь в открытый обмен ударами. Поэтому атака приоритетна. Привет, латник. А, еще у нас Илариана определилась. Блин, точно, Илариана же есть. Илариана пробила себе спаги левитации, и теперь может пойти в монолит выхода. Как единый мог допустить такое? Почему он не вмешается? Вопросила Илариана. Все сущее, есть его замысел. Замысел непостижимый даже для меня. А значит, и Натаниэлю отведена в нем роль, ответил Ираникус. Взгляд его снова устремился к черкотогам единого. Четыре стихийные сферы мерцали над Хранителем. И еще одна истинно черная. Олвин, он придет, он сделает то, что должен. У вашего сына тоже есть своя роль. Будущее туманное, все переплетено. Возможно, предопределено. Когда придет время, ты явишься нам на помощь, когда этого? Ты явишься нам на помощь, когда этого? Ираникус молчал. Казалось, даже воздух звенел от мыслей Хранителя. Путь единого, порядок, произнес он наконец. Жизнь хаотична по своей природе. Я видел миры, нетронутые живыми существами. Миры, окутанные облаками из кислоты. Миры, где буря раскаленной материи бушуют в течение десяти тысяч лет. Каждый из них по-своему прекрасен. И для меня не очевидно, как жизнь сделала бы их лучше. Ведь ты спас ты не гор однажды. Я дал смертным новый шанс. Неясно, как они им воспользуются. Опа! Так, и у нас новый... Во-первых, она появляется, черт знает где. Смотрите, на поверхности, но в другой части карты. Тут белые стражи, через которых не пройти. И святая земля. И стоят гранды. Два-два-один-один-один-один. А, они хотят присоединиться к нам. Ваше Величество! Ил рядом с трудом открыла глаза. Она лежала на поляне в самом сердце закатного леса. Но что-то изменилось. Сверг померк. В воздухе висел едкий запах. Сколько меня не было? Долго? Недели, ответил воин. Вообще, если быть точным, два месяца, почти три месяца. Ваше Величество! Алмазный шпиль извергается, королева посмотрела на юг. Столб дыма и пепла был виден даже отсюда. И вновь пробудятся огненные недры, и черная тень затмит солнце, прошептала она. Где король? Его Величество вернулось с переговоров с вождем Ярагосом на юге. Илариана не успела даже удивиться, что ее муж ешкается с орками. Нужно было действовать. И к нам присоединяйте 10 грандов. 10 грандов, блин. Но это могучие. Вообще, Илариана, по сравнению с тремя нашими другими героями, это просто чемпион. Четыре стихии. Эксперт интеллект, мудрость, логистика, пэтфайндинг. Эликсир жизни. Заклинания уже нормальные такие. Золото валяется. Пятьсот. Но наверх я не могу пройти. Восемьсот. Нам только вниз к коням, видимо, идти. Дуб. Проверяю, не спрятаны ли артефакты. Королева с трудом переставляла ноги. Те были словно налиты свинцом, а голова окутана туманом. В саду Единого она видела тьму, какое не место в мире живых. И тьма показала ей куда больше, чем Илариана смогла понять. Она видела голову своего сына на пике на стене Золотого замка. Видела, как дочь рыдает, глядя вслед уходящему за горизонт к кораблю. Как муж стоит у могилы с венком в одной руке и черным мечом в другой. Вуаль тьмы. Так, мы... Ну, у нас другого варианта нет. Нам вниз надо идти. Главное не пропускать какие-то тайные тропы, проходы. Лес все еще был объят пожаром из-за извержения шпиля. Но Илариана не замечала этого. Видения продолжались. Два старика играли в кости за прогнившим столом. Третий молча наблюдал за игрой. А четвертое место пустовало. Это... Ну, это вряд ли, конечно, какая-то мега ценная информация. Два старика за прогнившим столом. Третий молча наблюдал за игрой. Вдруг мне потом загадки начнут загадывать. Крылатый воитель бился с черной тенью над огненным полем. Может, тут отсылки к будущим сражениям и как мне их проходить? Крылатый воитель бился с черной тенью над огненным полем. Меч его пылал светом самого солнца. Черная роза умирала среди шипов и камней. Молодой рыцарь островно сорвал ее, завернул в плащ. Горький пьяница валялся в грязи. Зеваки закидывали его геннилыми яблоками, не зная, что перед ними король. А вдруг это реально что-то очень важное? Белый страж границы. Обнаженная женщина... Не, вряд ли, тут просто набор. Обнаженная женщина выседала на троне из черепов, а змеи вились у ее ног. Сирота стучался в двери, надеясь получить пищу и кров. Но люди шарахались от него, как прокаженный, ведь он пах серой. Живой труп обрушил карточный домик, который возводил так долго и с таким чанием... Чанием? Чанием. Я не знал, что вообще такое слово есть. Чанием. Рвение стараний, устаревшее родище в путешествии из Петербурга в Москву. Типа тщательно, тщание. Карты тут же вспыхнули дьявольским огнем. Три короля преклонили колено перед статной женщиной с небесно-голубой кожей. Седой магистр пересчитывал монеты за скользким от крови столом. Кругом бушевало пламя, но он видел лишь золото. Девушка в синем плакала в башне посреди льдов. Но это то, что нам предстоит еще увидеть здесь. Огонь вился в ее волосах, огонь играл в ее руках, но сердце было холодным. Перчатки-всадник впереди. Вижу я. И золотых драконов. Королева попыталась взять себя в руки. Ее дар предвидения сыграл с ней злую шутку. Ведь она даже не могла понять, какую именно реальность видела. Нужно встретиться с Вандроем, разыскать Айлвин и Олвина. Ему пора занять трон и исполнить свое предназначение. Твоя дочь в опасности. Илариана вспомнила голос, что разбудил от черного сна в садах единого. И она видела лицо того, кто это сделал. Молодой человек. Гордый, решительный. Магрейн наш. Кто он? Как он смог преодолеть разлом? Навык защиты. Три золотых дракона. Пять сказочных. Потом титаны идут. Ну, похоже, другого пути у нас нет пока что. Блок, блок, блок. А вот тут никак. Дуб. Со снам. Хорошо. Давай тогда с нашими героями разбираться. Лежит тетива. Это, кажется, один из трех артефактов, которые влияют на стрельбу. Типа там 10%, бла-бла-бла, колчан, тетива, лучок. Они в снайперске вроде собираются. И так далее. Кучка золота на 25к лежит. Соответственно, Вайль должен возвращаться чисто для того, чтобы выучить заклинания. И, видимо, попутно помочь. Ну вот, меня беспокоит этот гарнизон. Я вчера потыкался, помыкался, посмотрите. Два отряда пегасов, 13-я скорость. Дракон красный, иммунный, соответственно, к 1-3 заклинаниям. 200 штук. И урон очень дикий, те там, 40-50. То есть это в минус стак сразу же. Я думал, сначала она решается через прожек. Типа ты через тактику подставляешь скорость плюс единичка амулет. Какой-нибудь с теми же самыми пегасами или ангелами стартуешь. Подставляешь. Но мне не получилось подставить. То есть я пробовал разные варианты установки юнита. Но дракон просто упорно не хотел бить своих. В принципе, мы можем собрать подкрепу. Она почти двухнедельная получится. Но даже с подкреплением из объединенной армии... Но если я делаю масс лоу, чтобы пегасы не долетели, и пытаюсь дракона убить в два хода, то мне даже близкого урона не хватает. Даже с учетом выданных заклинаний типа палача. Короче, этот гарнизон, он с какой-то хитринкой. Я пока его не понял, но думаю понять. Стоп, а у дракона скорость перемещения какая? 11, наверное, где-то, да? То есть в теории я могу с существами 13 кайтить этого дракона. По идее. То есть если мы возьмем стак опять же лучников, закроем единичками, встанем в углу, через тактику отстрелим пегасов, каким-то образом выиграем время, отстрелим пегасов, и дракона будем вводить существом со скоростью 13. Может быть, он и раскайтится. Надо посмотреть. А сколько у него хитов у дракона красного? 180, наверное, да, где-то. А красный это что? Красный это и черный, а зеленый и золотой. Красный это пещерный, да, или как он там называется. То есть у него типа 40-50 дамага где-то, по 18 статы плюс-минус, и где-то в около двух сотен, где-то 180, наверное, хп, а у черного 250 или 300 хп. Я пытаюсь понять вообще, какой урон мне нужно вносить, чтобы... Ну, допустим, у него 200. Это 40 тысяч. Да, там 36к, 36к хп. Нет, это в два хода никем не убивается. Там с бешенством... Ой, в смысле, с палачом, не палачом. Сейчас забей. Это нужно как-то раскачивать. Это нужно убивать там раундов 20. Потому что даже с экспертной там стрельбой, с хорошими артефактами, Магрейн будет сносить в лучшем случае по два с небольшим косаря за раунд. Мне нужно 20 раундов, чтобы бить красных драконов. Двумя паками стрелков. Ну, черный 300, это же классика со второй части. Неизвестно, говорит, в бою страдал Магрейн и после боя, когда пути искал и цитадели брал. Когда бежал от фродрагона в топе, и Стоунхелм родной он защищал. Страдал и Вайль, тот наивный путник, что императора сквозь топе ввел. Искал он продовольствие, нашел он горе. Мучение сотен, стены огня прошел. Пальто, говорит, да, 40-50 урон, 180 хп, 19 атак, 11 скорость, да. Там еще пипеги, 800 штук, чем мы бить, но они гораздо менее плотные. Их можно, во-первых, словить, их можно кайтить. Хас страдал в темнице без надежды, но на свободе встретил вос невзгод. Он от существования виданных им прежде был вынужден бежать поджавший хвост. Дошел сквозь ткани мира зов Магрейна до обреченной нежитью и стать. Вставая же, королева эльфов, настал и твой черед страдать. Илорианы у нас королева эльфов, да? Видящая королева эльфов закатного леса, одна из самых могучных волшебниц в мире. Наделено даром, предвидение, знала, что Антаниэль рано или поздно исполнил. Ага, совершенно сновить тьму. Короче, пипеги, они останавливаются, они словятся. размышляя о том, как брать этот гарнизон, я не могу не обратить внимание на новые заклинания, которые появились вот как раз накануне. То есть, по задумке Ринса, создателя карты, мы для того, чтобы убрать этого хранителя вопроса, должны захватить этот замок. Соответственно, после того, как мы захватываем этот замок, у нас другого пути, кроме как на север нет. И получается, что логично было бы предположить, что какое-то из присутствующих заклинаний, возможно, даже, кстати, элементали водные. А почему, кстати, не водные элементали? Ну, условно говоря, мы водянок успеваем призывать там 2-3 штуки, а потом начинаем их каждый раунд скармливать просто дракону, попутно его расстреливаем. Он у нас эксперт по воде. Он у нас сможет сделать слоу. может быть, кстати, и Вайль. Но у него маны не хватит. Лодянки даже экспертные там будут поскольку по 16-18-20. Я не знаю, сколько будет стоить вызов. Но смысл в том, что у нас просто монополы не хватит. хотя 20 раундов может и хватит. Возьмем артефакты на... что у нас есть? Кипарик возьмем знание на 3 балла. Опять же, экспертная стрельба есть. Слушайте, а может реально водянки. Просто водянки мы будем подставлять, а дракон их может быть с большим приоритетом будет убивать. Может быть, даже с большим, чем пробивать пытаться единички. То есть, надо выдать будет ему 100 корбов с монками. Восстановить ману в колодце. Взять атаку. перед тем, как идти... Ну, она погнали, чего? Давай, для начала передадим тебе артефакты, которые помогут, могут помочь. Атака не поможет. Все артефакты просто у Хаса на самом деле. А Магрейн, видимо, побежит, побежит за подкрепой, как-то ни странно. Хотя лучше Хаса отправить за подкрепой, потому что ему как раз выгодно статы еще подсобирать. Ну, Вайль, в любом случае, как минимум, должен добежать до этого замка. А после этого, видимо, бежать, пытаться пробивать. Но уже на следующий ход. Тетиву выдать. Ну, как минимум, армию можно выдать. То есть, вот тебя нужно дать Вайлю. Гарпии не нужны. Первый ход. Ангел тебе нужен будет. А жерель на скорость тоже забрать. Второй ангел не особо нужен, да? Можно просто оставить ангела. Можно весь мусор Хаса убрать. Если Магрейн побежит за подкрепой, ему бы разогнаться. Ну, то есть, вот так вот ему бы разогнаться. Но я исхожу из логики, что Хас должен, блин, или все-таки Магрейн тут соберет, а Хас пойдет за подкрепой и за статами. Хижина провидца. Нет артефакта одного. Кстати, у меня этого сундука этой машины как не было, так и нет, да? внизу я взять не могу, тетиво я сейчас возьму, а под горой все артефакты мы уже взяли из доступных. Как тебе больше нравится, Мегрейн или Бабрейн? Мегробас, как и Маги. Как это атака не поможет, атака нужна, чтобы эффективно сбивать драконов. Я не помню, к чему относилась атака не нужна. Так. Ринс писал, что главного героя зовут Могрейн. Ударение на О. Да ладно, Могрейн же. Могрейн. Конечно, Могрейн. Не верьте Ринсу. Просто Могрейн уже... Слушайте, а может я тогда попутно еще гарнизончик пробью и разведку под землю сделаю? Там тупик, понятное дело, просто гарнизон бы заранее разбить. Это может сделать кто в принципе угодно с конями, тактикой и паладином. Блин, как же тут вас... Ладно, ты побежал. Все, ты берешь заклинание. Ты взял заклинание. Молодец. В порт вряд ли. Хас. Конюшня. Да и не только Хас конюшня, ты тоже конюшня. Так, и смотрим, лачуга нам подсвечивает место. Несколько мест с героями. Ооо. Ё-моё. И тут Ринс решил дать нам немножко контента. Капец, я сейчас полчаса должен втыкать, чтобы понять, твою ж... Так, теперь помедленнее. Кони. Во-первых, стоит герой. Эйсидус. С ржавыми драконами. С оковами. Интеллект, волшебство, но это позже. Цепная. Забывчивость, слепота, воздушный щит. Йорогос. Триндец тут битвы будут. Просто. Почти без магии. Эксперт защиты, нападение, лидерство, удача. Ё-моё. Ну ладно, нам пока еще не сюда. Кстати, артефактов очень мало подсветило. То есть, вот здесь один. Здесь вообще ничего. Монолит, лава, вулкан. Где-то артефакта. То есть, он монолит подсвечивает как артефакт, что ли? Окей. Не, ну это буфер переполнен, называется. Вы что? Синее, красное, белое. Тем более, большинство мест мы в ближайшее время не доберемся. Можно посмотреть, что пооткрывалось вот в окрестностях, в окрестностях Сорнвиндом. В личку пишет Dead and Dance, говорит, 4 луча звезды, портал 5 лучей артефакта. Приятно, что с твича подходит товарищи. 21 рыцарь присоединится. Кстати, ну магов косарик надо пробивать. Не, ну это, это я даже боюсь сюда смотреть, если честно. 30 архидьяволов. Темно-синее наше. И тут собрать надо хранитель вопроса за 6 артефактов тебя только пропускает. причем один из артефактов находится в этих, как будто к нему залетать надо через левитацию. Так, ну ладно, ситуация, конечно, тяжелая. хас должен передавать. И что я в результате пытаюсь сделать? Пытаюсь увеличить знания максимально, пытаюсь скорость увеличить. Щиток получше, защита атака получше, кистень, слово обязательно. А что у них по морали? Там вообще мораль есть или нет? Какая у пегасов и у этих мораль? Правильно ведь? Тогда ставим себе лак и все остальное. Резисты не нужны. длительность может понадобиться. Передаем стрелков. Два стыка стрелков. Нам вообще-то больше-то и не нужно. Может быть, как раз взять остатки хасовских, там, крестоносцев коней и пойти тоже направо пробивать пробивать заставу пограничную. Ну а что мне реально здесь понадобится, кроме стрелков и самонов для проверки особо ничего. Ну, джины еще могут пригодиться, кстати. Джины хорошая идея. И джины под боком мы можем их взять довольно быстро. Ангел для первой стрелки для нанесения урона. Ну, такое впечатление, что надо чуть ли не двух героев направо отправлять, потому что нужно и подкрепы довозить, джинов доставлять, а вот это вот пробивать чуть позже. Но тратить время на... так, а что там тетива? Тетиву взял. Насколько она? На 10%. Ага. Так, тут я ничего не могу построить. Кузница есть. А в кузнице у нас что? Только герои-гости могут использовать. Я не помню, если честно, что в кузнице... Ой, зажал еще. Ой, дурак. Потерял немножко ходов. Ладно, Магрейн, видимо, побежал... Побежал за статами, побежал за подкрепой. Кланси был мертв, лез в руках Магрейна, но слова альфийского лорда глубоко обеспокоили рыцаря, особенно о заговоре Фродрагона с Кашизаном. Поэтому Магрейн вызвал к себе Хаса. Надеюсь, что кто не пил в последние дни, еще рыцарь даже... Пусть он даже и сам не знал, почему все сильнее переживало за принцессу. Это типа, когда мы сюда приходим, мы подходим к тупику, и нам Ринс говорит, что надо Хаса освобождать как можно быстрее. Но мы это сделали и без его подсказочек дешевеньких, правильно? Получается так. Ну что, поехали. Следующий день герои двигаются вражеским. блин, ну и чего Хас это делать? Бежать, собирать ресурсы? Ну, 25 косарей не особо определяющие на данный момент, но серная шахта очень нужна. Ну, видимо, да. А серная шахта нам позволит ангелов отстроить, правильно я говорю? Не, еще ртуть нужна. Погоди, а где склянка с ртутью была? Я до нее не мог добраться. Здесь мешок и и перстень с драгоценными камнями, кажется, лежит, да? Да, драгоценные и машна. Тут руда тоже надо взять. А, ртуть была за гидрами, кажется, да? Ртуть была здесь. Ага. Сетовый предмет, к сожалению, пока не взять, потому что такого мешка, насколько я помню, у нас нет. Ой, извините. Нет. Это сообщение о продвижении. Пишет, если ты убил уже эльфа, тут намек, видимо, то, что Хаса нужен дальше или с Хасом надо пробивать гарнизон. Почему? Я мог же... А, передано сообщение. Нужен дальше Хасом, надо пробивать гарнизон. Угу. О, 20 монков присоединится к нам. Мне нужно их взять до того, как я свалил отсюда. Фанатики присоединяются, страж границы. Маяк сразу захватим. Так, собираем еще двадцатку фанатиков. 50... 56 фанатиков. Это очень, очень сильно, очень приятно. Но у меня дикие сомнения относительно того, что я пробью. Ну, что я хочу? Я хочу прийти. Я хочу первым ходить. Поставить слоу на пипек. Восстановить сейчас ману по дороге. В первый ход, пока дракон летит. Как я, пока дракон летит? Мне нужно кого-то уже под дракона подставлять. Такое впечатление, что я должен был пегасом забирать. Я же не могу ангела подставлять. То есть, я должен вместо ангела вместо ангела брать грыжаного пегаса. У него такая же, по сути, скорость, но зато... Ну, мне же надо будет кого-то подставить под дракона в первый ход, правильно? Ладно. Принимаем фанатиков. Собираем. Это похоже, конечно, на правду, но меня, если честно, терзают смутные сомнения. 18 знаний. 80 лемов будет ваншотаться. Я смогу вызвать только 6... 9 раз. за 9 ходов я даже близко не убиваю драконов, понимаете? Даже близко. Ладно, давай сначала ты про это самое пройди, проверь. беру джина в конюшу, возвращаюсь сюда. А почему нам не использовать экспертную инту? Почему нам не использовать того же самого хаса? у него же маны больше будет. Плюс у него тактика. Он тогда уж магрейна, у него тоже экспертная вода. Только у него еще стрельба экспертная. Инты дохрена. Ладно, давай сначала проверим, как реально он реагирует на даже не буду здесь. Просто идем. Пофиг. Да любопытно, какой там будет урон и что вообще мы можем себе позволить. Мы реальным магрейном можем сделать там 300 маны. Заходим. У нас первый ход. А! Маслоу. Этого подставляем. закрываем. 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 Wait. Убегаем. А у нас не будет же первого хода. Или 11 будет первый ход. И у нас джин. А, у нас джин 12. Окей. Теперь мы якобы вызываем элементарем. Тут бешенство. дэв 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 дэв. Не, он полетит, пофиг. 9-14. Да, толк. Реально пегасов хрену бьешь. И прожиги идут. Что здесь от меня хотят? Было бы, конечно, изящно прожечь. Можно попробовать еще разок попробовать. Ну, в смысле, можно попробовать заставить дракона прожечь вражеских пегасов. Ну, я пытался это сделать. Прошлый раз у меня не получилось. Вот, а можно было рыбой ударить, чтобы дракон от ветка и дала в рыбу и в коня. Да, но все равно он следующий на следующий ход врывается в тебя. Палач только на одного восьмерка. Ну, нам, по сути, далее вот из принципиальных вещей это элементария. Забейте тут. Хочу посмотреть, сколько рыбы убивают. 14-33, 2-4 дракона. И ваншотаются, да, они? Там он шатается. Но самый большой вопрос это гарнизон. Пока по возможности не подсказывать, я подумаю еще, что я могу сделать с этим гарнизоном. Что я могу с ним сделать? я хотел попробовать использовать прожиг. Давайте еще разок попробуем. то есть мы делаем слоу для того, чтобы замедлить. Пегасы не летели, чтоб... А у меня слоу нет. Соответственно, пегасы полетят первыми. То есть, слоу на пегасов и как-то пытался выстраивать... То есть, ставить сюда, ставить сюда. Причем, одноклеточных и двухклеточных. И все равно дракон не сплэшил, что странно. Может, ему нужно как-то развернуть? То есть, может быть, угол важен. Я пока думаю, что все еще можно каким-то образом. А давай проверим. Мне кажется, подставил по дракону самое нормальное. Да-да-да, там слишком много просто их. С одним стеком драконов то как-то можно справиться. А вот еще 800 пегасов, которые там... Давай передадим тебе слоу. И просто посмотреть, проверить. Кстати, у тебя есть скорость не такая высокая, Потому что ты амулетик не передал. Но я так пробовал. Видите, пипек мы... Да, из-за того, что я амулет не передал. Вот я дурачок. Надо сохраниться нормально, чтобы не повторять одно и то же действие несколько раз. Мне же амулет еще стремительности нужен для того, чтобы к первому ходить не только слоу. Сохраниться. гарнизон 1. Может быть, даже присмотреться к анимации дракона, то есть, с какой стороны он залетает. Сейчас я проверю разок, каким образом... Видите, здесь у нас первая скорость, то есть, мы быстрее ходим, то есть, мы можем... Слушайте, а может быть, нам в первый ход нужно единичку сдать для того, чтобы сгруппировать пегасов и дракона, чтобы у него было больше возможности на прожиг. То есть, условно говоря, поставить единички таким образом, чтобы... Ну, у дракона не было другого возможности, то есть, вот чтобы здесь пегас стоял и здесь пегас стоял. И чтобы у дракона не было другой возможности, как прожечь... И тогда мы за три единички просто убиваем два стака пегасов. Он же ваншотнит их, он, скорее всего, их ваншотнит. Поэтому, вероятнее всего, Ринс тут хотел, чтобы мы не просто... Ну, смотрите, если я просто ставлю вот сюда вот какой-нибудь дух джинов, скажем, да, то... А, ну, так-так-то точно не получится. О, ледокол, привет. Здравствуйте, советы можно... Нужно, ледоколыч, привет. Предыстория какова? Мы... Какова? Какова? Смешное слово, какова? Мы точно пришли к гарнизону, вот к этому, с... Ну, вовремя, с нужной армией, с нужными артефактами, потому что, фактически, все уже исследовали в рамках первой части прогона. У нас есть самые разные существа, там, стреляющие, атакующие, там, вблизи, разные типы магии, но вот столкнувшись с таким количеством драконов и пегасов, мы понимаем, что, во-первых, нам нужно артефакт на скорость перемещения для того, чтобы замедлить пегасов. Второе, у нас недостаточно, мы не можем замедлять дракона, мы не можем его, судя по всему, никак кайтить нормально. Нам нужно где-то три-четыре полных хода при условии, что есть там все топовые у нас войска в армии для того, чтобы только одного дракона убить, не говоря уже о двух стаках пегасов. Исходя из этого, а, ну и дракона сплэш. Исходя из этого, возникла идея еще вчера заставить дракона протоковать своих пегасов таким образом, чтобы, ну, протоковать, типа, моих юнитов, но... Очень классно. То есть тут нужно подумать, как нужно разместить единички, и какое вообще количество единичек мне нужно для того, чтобы дракон прожег и похоже, как бы ты ни встал снизу, он все равно тебя бахает. Я подумал, а вдруг надо сделать это в два хода, то есть надо заставить, грубо говоря, дракона улететь наверх сначала, да? чтобы убить вот этого джина. Потом подставить единичку под пегаса, чтобы он никуда не улетал. А, нет! Подставить... Короче, нужно... Нужно сделать... Кто первый ходит? Сверхний первый ходит. То есть мы должны снизу что-то городить, правильно? Потому что мы тогда сможем поставить всего лишь две единички для того, чтобы одну убил джин, ко второй подлетел пегас, а третью пегас с места, чтобы он не перемещался, проатаковал. Вопрос заключается в том, как мне поставить... Мне нужно пегасов поставить друг над дружкой, и желательно, чтобы дракон... Да нет, не важно, как дракон. Главное, чтобы один пегас был над другим. И чтобы этот пегас не тратил ход на атаку. Ну, желательно, не обязательно, но желательно. То есть надо джина поставить куда-то сюда одного. Дракон его убьет. Не факт, как он его будет. Второй пегас полетит вот сюда, вот займет, а третий подойдет вот сюда, встанет, например. То есть один джин должен быть где-то условно вот тут, а второй, чтобы не было сплэша от дракона, должен стоять где-то вот здесь. Сейчас посмотрим, кого дракон будет убивать. Левого собака. А почему первым сходил этот? Какого лешего? И что, такое дело, когда советы запрещены, их очень хочется давать, чтобы пощекотать нервы тебе и себе как разрешено никакого адреналина. Ну что, сочувствую, сочувствую. Блин, ведь первым-то ходит верхний пегас, он что, через вейд это делал? Так, давай-ка так просто. Давай посмотрим, как они в принципе могут с толпицей. Так, хреново. Не, а я вообще непредсказуемо двигается для меня. Почему не... А, видимо, верхний полетит только в том случае, если он достанет до единички. Да. То есть, вероятнее всего, мне нужно подставлять пегаса, ой, в смысле, джина таким образом, чтобы верхний пегас по нему доставал, иначе... Ну, типа, ставить его вот сюда. Ладно, давай дракона уведем. Первый будет вверх не ходить, то есть, он подлетит сюда. Ну, и нижнего, только без сплэша. Капец, они вообще не хотят толпиться. И так, внимательно, Михаил. По какому принципу дракон выбирает цель. Здесь интересное место тоже. Возможно, надо уводить наверх. там меньше пространства для маневра. Да, тут точно. Ну, я уверен на 95%, что здесь через правильное позиционирование прожиг надо сделать. То есть, я должен подставить единички таким образом, чтобы пегас оказались на одной линии, а потом в начале следующего хода вынудить дракона проатаковать их обоих и прожечь. твою же дивизию. Ну, они до угла не успеют долететь. То есть, их нужно выстраивать как-то по-другому. и дракон выбирает любую из трех целей, которые находятся рядышком. То есть, мне нужно поставить три цели таким образом, чтобы один пегас, условно говоря, не двигался, второй пегас гарантированно подлетал и вставал под первого пегаса, ну, рядом с первым пегасом, и при этом, чтобы не было сплэшем. Раз, два. Этот первый ходит. Да первый, не первый, они там через вейт все делают. Ну что, прожечь обоих пегасов нужно, чтобы дракон ударил именно пегас и прожиг только всего на одну клетку же. Да, обоих не получится. Хорошо, давай отталкиваться тогда от того, как нам сделать так, чтобы дракон прожег такое впечатление, что реально нужно, чтобы этот пегас стоял здесь, этот пегас стоял, то есть, если я ставлю сюда, например, джина, и дракон даже если сверху бьет, он не прожигает его по какой-то причине, хрен его знает почему. Угол, наверное, может выбирать, и Ишка выбирает такой угол, что он не попадает, хотя тут две клетки ахз как это работает. И, возможно, если будет четыре клетки, да ну, ерунда какая. И это я не беру еще задачу потом убийства красного дракона. Михаил, мне кажется, нужно ставить, что между пегасом и драконом должна быть одна клетка, тогда можно будет дракон заставить между пегасом и драконом должна быть одна клетка. Попробую поставить единички одна за другой и исключить одна за другой это сплэш будет тогда. Так, попробовать. Он сбоку просто прожжет и все. Даже атаковать не стал. Пу-пу-пу-пу-м. Мне кажется, что в рамках первого хода не получится просто прожечь. Дракон выбирает место и единственный способ как-то их сгруппировать и поставить таким образом, чтобы у него не было выбора. чтобы ему хотелось ударить, но иного выбора кроме как сплэшить у него не было. Стоп. А, нет, мы пегасом отвечаем. Да я подумал, вдруг у него и есть какая-то тема, что он в любом случае не будет атаковать юнитов, если это будет гарантировать прожжиг. Я подумал, что если нам как-то его пегасов использовать для того, чтобы укрываться от дракона. Но это звучит как-то очень нереалистично. потому что даже если мы стэк уберем и будет мало юнитов, все равно на ответке это не как с мантикорами. Кто знает пегасов без слов выше, конечно, у него 12 скорости дракона 11. то есть может быть первый ход не слоу, да? Может быть первый ход не слоу, а как раз чтобы пегасы полетели на единичек проатаковали. с тактикой мы можем выбрать кого они будут атаковать, а потом уже подставлять дракона. Интересная мысль. Да, только ты, во-первых, отдаешь сразу две единички и какие непонятны. То есть мы реально можем поставить единицы таким образом, чтобы или не можем? Нет, что у них выбора, у них вся поляна открыта, они любую единичку могут поставить, в смысле убить. Нет, оно не так работает. И главное, какой бы подкрепку я не собрал, я все равно не смогу с этим справиться в рамках текущего, ну, вот в это время. То есть надо действительно здесь что-то придумывать такое хитрое. Допустим Маслоу, допустим. Допустим ты соберешься сгруппировать где-то наверху. То есть дракон летит наверх, убивает этого. Не факт, что он полетит туда. Ну, допустим. Этому мы должны одного подставить тоже как-то. И чтобы сплэша еще не было. а этим не мешать. Допустим. Так. Так. Ну, такое себе, да. Это должен был долетать по полной программе. То есть мне нужно ставить двух людей таким образом, чтобы пегас доставал в любом случае. Окей. Хорошо. Хорошо. Я человек такой. Я же буду искать. У нас есть два места, до которых достает вот этот пегас. Это без сплэша. Это это и это. как же он не хочет вставать так, как мне нужно. А дракон сейчас вообще на ангела пойдет. Более чем уверен, что здесь прожиг. Более чем уверен, что здесь прожиг. а если так, так. Ну, я отталкиваюсь от того, что угол плюс неровности это максимальная вероятность скучности. Я ставлю на расстояние в клетку, чтобы не было сплэша. Видите, они убивают тех ближних. Да, мне нужно второго подставлять туда. А если поставить единичку на четвертую клетку, бегает станет на пятую. Пятую, четвертую можно точнее? Здесь координаты двумерные. Тут нужно пятая клетка, тут как бы Е2, Е4. Тебе нужно пятая клетка. какая клетка? Даже мне не хочется разбирать и гадать. Так, но первым верхний пойдет. То есть в теории мы можем выбрать одну из этих четырех клеток для того, чтобы пегас пролетел наверх. Главное, чтобы там выжил человек. если раз-два-три на дракон может центральную бить, а этот убьет ближнего. в теории я могу перек... Нет, он его оставит и добьет, и тогда они кучковаться не будут. то есть раз-два и в идеале... А, погоди, я не могу раз-два сделать. Я должен делать раз-два вот эти вот две клетки должны быть. Сейчас не получится точно? Получилось точно! Раз-два-три Раз-два-три Второй ряд Первая, третья, шестая с разницей в единичку. Теперь задача вот здесь подставить единичку и здесь подставить единичку. Блин, вот дракон же про это самое про... Нет, он выберет, он слева будет сжечь. Он не будет сжечь так, как я думаю. Понимаете? Он не будет сжечь так, как я думаю. Хотя вот по ангелу он пробьет сверху. Давай так. Да, видите, он сбоку бьет. Ударит драконом? Почему действительно не ударит бы драконом? Посмотрите, мы раз, два, экспериментальным путем на твою же дивизию. Ты серьезно? Ты не будешь вот сейчас повторять так, как... Или я неправильно расставил? Да вроде правильно расставил. Там лампы джинов валялись после того, как... И может даже на одного пегаса забивать. с одного пегаса я могу раз... Нет, 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 нет. Я же так ставил? Раз, два и три. да, я так ставил. Вот. Видимо, расстановка джинов здесь влияет. Теперь попытаться ударить. вот. Ну, а где мне взять единичек-то еще на это все делаем? Такое впечатление, что тратить три первые единицы это абсолютно нерационально. мне, нужно... Ой, слушайте. А могу ли я благодаря тактике заставить... Короче, я могу благодаря расстановке товарищей и словно пегасов сделать так, что мы без единичек его подставим. Погодите, куда он долетает и куда... Да, это их беда, конечно. Вообще, не совсем беда. представьте, представьте, что здесь будут у нас благодаря тактике арбалетчики с монками закрытые тремя джинами раз, два, три, четыре, пять и еще две единицы. Но он не полетит к единице внизу. Может, и полетит. И я тогда дракона могу... Вот здесь был бы дракон уже или здесь был бы дракон. Да я не достаю. Мне кажется, можно всех пегасов зажать сверху у клевера теоретически. Всех пегасов зажать у клевера. Конечно, всех можно зажать. Теоретически можно все что угодно сделать. Пегасов зажать. Зажать. Но так не хочется выжигать, блин, за четыре... За четыре единички? За четыре единички. Выжигать одного пегаса это звучит расточительно. То есть, скорее всего, мне надо оптимизировать отдать, короче говоря, только одну единичку, чтобы дракон полетел, потому что у дракона нет выбора целей. Поставить ее таким образом, чтобы он прилетел туда, куда потом подойдет пегас таким образом, чтобы мы потом следующей единичкой, второй по счету, смогли его прожечь. Вот и все. Ну, то есть, условно говоря, мы ставим... Мы ставим только одну единицу. Только одну единицу. Мы делаем слоу. Все, пегасы у нас фиксированы, да? Мы знаем, мы знаем, что пегас максимум долетит либо сюда, либо сюда. Мы знаем, что дракон будет лететь на ту цель, которую он достает. Собственно, мы сами определяем эту цель, ее позицию. Соответственно, мы можем... Мы можем поставить его таким образом. Мне кажется, вот это вот рисунок надо использовать. Может, там меньше вариантов, что он тебе сбоку... Ооооооооо! Серьезно? Вот это вот реально он специально сделал, потому что для некоторых целей, вот которые здесь стоят, здесь стоят или здесь стоят наши, дракон не имеет возможность сбоку, как он любит прожечь. То есть, он в любом случае будет либо сверху либо снизу если мы условно поставим джина сюда то дракон подлетит его убьет а пегас дойдет до смежные клетки да почему ах ты а мне нужно чтобы он долетел вы досюда как он мог долететь ладно возможно возможно пегас не полетел потому что не было приоритетной цели если мы в моему в теории поставим цель поближе сверху ты собака с утолом ну ладно давай попробуем с верхним что такое сделать то есть тут явно прожиг мы тремя единичками избавляемся от от двух стаков пегасов это почти уже гарантированно там за механику и хотят пояснить надо там я понял я понял что рин сделал 8 лет с учетом того что я вижу первом акте достаточно быстро скажу вам да нам так так ну давай попробуем тогда что если он летит сюда попробуем найти просто позицию с какую-то вот такую например да только выше поднять и все я попробуем ладно пегаса не убивают 80 водянок с удары если держать дракона внизу справа заблочить своих лукерах и всем водянка может поднастрелять пегаса не убивает 80 водянок если держать дракона внизу справа как ты его будешь держать внизу справа таким образом ты будешь его держать внизу справа единичками 5 ходов то есть ты считаешь что проблема в пегасах они в 200 драконах и водянки это опция потому что водянок нам как раз накануне дали водянок 80 дракон их шо тает почему ты думаешь что драконы как-то будешь держать я не понимаю во первых как разделить по-твоему пегасов и драконов как скармливать конкретно водянок смысле ну да как разделить потом если вы столов хватит и маны то можно заспамить смысле как ты за пять ходов драконов убьешь держа единичками мы считали нам нужно где-то порядка 20 ходов я на этот вопрос еще пока и сам ответить не могу к сожалению но кроме кроме того что передавать магрейну пополнять ману выдавать ему все на сп экспертная мудрость у него есть вот реально как нам драконов потом убивать вот допустим от пегасов избавимся допустим допустим блин у прожиг такой красивый но непонятный попробуй ближе поставить тогда вот сюда попробую поставить нет надо его поставить так чтобы следующий раз ты про атаковал на пегасы полетят и ничку бивать а можно убить бегать или вновь с боем не таверно нет ниже на единичку вот запомнили значит две клетки права любопытно он проживет а он не прожжет надо еще правее кажется я понял как по крайней мере первого джина поставить так чтобы то есть вот таким образом надо его ставить ну и потом вот так пробивать дракона то есть мы за две единички убиваем стак пипек ну да получается тут комбинация тут единички против пегасов и сам он водных элемов каждый ход чтобы и расстрел драконов то есть ты на тактике выстраиваешь два стека стрелков или даже один стек стрелков надо посмотреть что получается блокируешь вот так вот водянкой ставишь как-то еще условно их в шахматном порядке чтобы сплэша не было и перекрываешь сверху водянкой и каждый ход в из подвызываешь их но до этого тратишь еще там три единички или четыре единички четыре не можешь только три можешь а как 3 не можешь 3 не можешь привет славка а если пегасы не у нас не может вообще без прожига так тому что не выдержит ли не дракон ходит первым ладно допустим у тебя вот тут стоит лучник у тебя тут стоит монг это пол полсотни этих фанатиков ты там заход успеваешь до единички тебе еще что важно понадобится но нужны для того чтобы ты успел вызвать там два два хода скорее всего так то есть вот первый ход издаешь первые единички убиваешь один стек у тебя остается 5 2 стрелковых стака но плюс-минус не знаю мне кажется не хватит ни одного стрелкового стека и три единицы и вот здесь из вызываешь уже сейчас водянку ставишь ее тут вызываешь водянку ставишь ее тут ну и убеждаешься в том чтобы там сплэша не было и чтоб да а 3 единицы сейчас багриваешь для того чтобы спозиционировать правильно и убить еще пипек но тебе для этого нужно сп водные элементали полная мана так ну запоминай клетку первая клетка это шестая сверху да ну короче правее клевера на две клетки хорошо как мы сейчас будем пытаться мне мне нужно еще сейчас двумя единичками по сути желательно двумя не тремя желательно двумя не тремя стоп а я не могу взять единичку которая будет ходить между драконом такое впечатление что мне нужны более медленные товарищи чтобы я в рамках одного хода точнее ну да чтобы я мог сначала быстрым товарищем спровоцировать дракона условно говоря это джин с плюс 1 скорости а потом человеком у которого условно 7 скорости про атаковать до того как пипеги сходят их понимаете да так что у нас там из седьмой скорости есть грифон грейджи с девяткой джин не грейджи никакой 7 и они как раз под боком неужели ринс такой вот псих ненормальный аспирант говорит передай привет моей дочке еве ева привет привет слушай папу андрея аспиранта он много знает он с такой вообще красавчик спортивные привет в общем я ева так чё я хочу я хочу проверить я передаю слоу я передаю кулон я даю ему sp вообще все надо было передавать просто и все тут гораздо круче заклинание тетива обязательно лак обязательно мораль обязательно просто надо было передавать реально птица удачи стрелки ангел не нужен стрелок 1 стрелок 2 мне только один джин нужен с низкой скоростью да для того чтобы второй пак убрать это типа первая скорость это первая скорость это минус 1 стак вражеских пегасов это подводы дракона это минус второй стак вражеских пегасов и единичка остается имана восполнить надо по-хорошему ладно я все равно хочу сначала проверить эту тему а потом уже потом уже лезть 280 маны а стопы ты же пуп выучился нет а почему мы водяна к не взяли а мы не можем водяна к передавать знания по водянкам дэн класс я хочу проверить тут слишком много подготовки и так что у нас есть у нас есть джин это второй ход это первый ход сюда пока нет пока нет пока нет слову первый ход соответственно тебя ставим вот сюда просто нам не нужно а ну да это 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 с этого стрелы ждать медлительность раз теперь два по одному кстати видите тут такое количество драконов которые еле-еле пробегает это точно через прожек это вот не случайно это не случайно это точно играется через прожек по задумке ринса видите я чуть-чуть чуть-чуть драконов поубивал но в рамках рандома они выжигают теперь наша задача сделать так чтобы дракон ну выбрать точку короче говоря нужно чтобы дракон пробил дракон пробил нас таким образом таким образом она ставлю так к сожалению к сожалению нет то есть надо его на клетку выше ставить и надеяться что он сбоку он он по по идее ну так я смотрю по по вариантам он прожигает сбоку он стремится прожигать сбоку всегда а не получается тут очень хорошее сражение такое прям продуманное на грани на грани фола и очень много всего должно сойтись у тебя чтобы ну давай так почему нет так это первый пошел первая пипега раз дальше мы ставим таким вот образом ах ты собака с меня еще задачка как поставить ах ты собака и с с и 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 надо ближе вставать чтобы достал до начала вызова рыб мы должны избавиться от второго пака фегасов блин не туда встал раз до вас попробуем за жопку поставить реально но нет надо проверять нижние точки у него там типа меньше свободы а да вот она вот он же снизу не может обойти так далеко все 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 понятно . понятно 2 . там одна из трех максимум то есть это так это ориентировочно вот так нет вот так он не может его снизу как прошлый раз убил то есть она либо сбоку убьет а либо сверху бьет черт сверху нас тоже не устраивает ну тогда левее попробовать вы выйти не левее как-то тоже хреново получается а может если будет как это какая-то вот такая . что вот такая вот что он не сможет долететь да вроде станции хватает ему посмотреть да мне кажется даже вот какая-то такая . должна быть или даже крайняя но совсем крайне могу вот либо это либо этом ну так он сверху просто прожигает так он сбоку скорее всего придет и здесь точки не будет если про подойду вот сюда вот сюда вот подойду уже меня достать может только да как угодно ладно проверяем вот она да и вот он джин который вместо охренеть все это победа ну потому что у нас первая скорость здесь позиция уже вторую рыбу мы сейчас вызываем запомним ну раз два это понятно пятая второй ряд снизу погнали теперь вторая фаза убит 200 драконов мой батл надо было загрузить и тут не грейжен и джин и понимаете на тактике разделяем народ может сразу пегаса поставить таким образом чтобы чтобы был блок еще чуть заранее кстати возможно этот пегас у нас и останется если мы будем подставлять жирный стак рыб вот здесь вот он прожигает два будет сразу же ладно с рыбами это уже следующий вопрос так словом стал неважно не стреляем потому что штраф пробиваем раз дальше встаем 5 второй ряд вот сюда уже можно рыбу вызов нет рыбы в конце своего хода пожалуйста а ну да ладно хорошо допустим элементарий 60 ну типа и на элементариях мы там выигрываем да просто правильно расставить чтобы у дракона не было других других интересов других целей первым первым шестой это второй не надо стрелять а что-то не то почему он не туда полетел я вроде все по клеточкам сделал 5 2 на границе вот он 5 2 на границе и вот он летел вставал сюда да не что-то не то сделать что раз просто сейчас мы типа вызываем водного элементария убиваем этого и встаем каким-то образом блочим желательно блочить так чтобы не было сплэшем а он внутри может залететь да он внутри залетает же на клеточку такое впечатление что здесь ангел какой-то должен стоять интересно как он там сплэшит будет как нам рыбу поставить куда нам точнее от рыбы поставить людей чтобы не было сплэшем сейчас уже поздновато на самом деле он залетает убивает простился да но не сюда видимо то есть тут должен стоять условно ангел то должен стоять монг и рыб мы когда вызываем он сюда прилетает мы рыб когда вызываем подводим наверх и так повторяем каждый ход мне что-то мне не нравится я не успею может я все-таки могу разместить наверху стрелков таким образом чтобы рыба прикрывала только этом а стрелки там стояли сверху раз-два но мне нет смысла отгораживать такое большое количество места понимаете давай-ка найдем более удачно он ну типа вот вот пока пока так но этот перелетит ты сюда ты сюда ну это плюс-минус ангел раз в давай деф 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 минус 1 деф дальше встаем сюда а ну да да естественно ну мы не должны давать цели дополнительно ему и возможно кстати здесь как раз и должен быть именно поэтому ангел чтобы чтобы не занимать лишнего места ведь я тут не могу ушел подошел вызвал рыбу сразу не надо стрелять убиваем второго вот рыба условно встает вот здесь ангел должен стоять а рыба условно встает посерединке так блин а я не смогу обогнать его по хосте да то есть возможно я если вот здесь вот рыба постоянно будет стоять здесь будет стоять единичка ангел с той же скоростью дракон не будет сплэшить если монг будет стоять в другом месте да ладно я проверю конечно хасту но да тут десятка соглашаемся надо перепроверить то же самое только с ангелом чувствуете уровень подготовки тут какой веселенький все вместо пегаса мы даем ангела та же самая скорость по сути ставим сразу раз он не достает ангел потом может встать как на дом ты вниз ты сюда на самом деле у монков монка было было время для того чтобы перри передвинуться как надо то есть даже сейчас он не должен стрелять не по пегасам потому что они шо тут с одного выстрела не по драконам потому что тогда драконы не смогут шотнуть с одного выстрела провокация раз а ведь как драконерс да мне нужно будет переставить монков мне нужно переставить монков ладно давай привет тимяс всем здравствуйте добрый день товарищам скользко анимации повышен 2 и вот сейчас можно уже во первых вызывать рыб и сдвигать монков на правом стрелять пока нельзя стрелять пока нельзя убиваем второй стак пегасов и рыб ставим ориентировочно так ну и все если я правильно понимаю он будет с приоритетом бить рыб и шотать каждый ход но не будет сплэшить и мы каждый раз вызываем рыб и они подходят они блин да все правильно у нас же первый ход все готово охренеть я справился без подсказок ребят охренеть жей хочешь битву посмотреть интересное смотри он уже победная уже победная смотри сколько нас и сколько там вот из смотри к чему мы пришли не просто просто они долетают эти долетают вообще все всем всем все пофиг смотри раз джин не грейжен и специально под скорость эти наверху потому что будет будущий блок смотрим докуда долетает дракон дракон долетает до ни до кого не долетает старт комбат делаем у нас есть масло действует только на этих делаем вейт ставим джина вот сюда для того чтобы дракон подлетел сюда этот вейт здесь пропускаем ход дракон полетает ничего не делаем ходят пегасы пегасы подходят мы атакуем драконов дракон убегает убивает первый стак дальше мы вейт смотрим докуда летают драконы подставляем их под и видишь мы взяли джин и седьмой скорости чтоб он сходил до того как сходил между первым джином после дракона и спегасом соответственно здесь мы от сплэша а здесь мы уже начинаем вызывать рыб здесь отходим от сплэша не атакуем джин атакуем с меньшей скоростью убивать 2 стак тут ставим чтобы не было сплэша по нам пустая клетка дракон с приоритетом будет бить рыб здесь тоже чтобы не было сплэша и погнали и все и каждый ход ты вызываешь там рыбка подставляешь убиваешь последнего дракона часть к полтора битвы да часть к полтора на так ребят теперь нам вместе с подготовкой к этому сражению надо ну совершить потом еще 4-4 ходом но зато мы проверили проверили что гипотеза работает проверили точки проверили выжигание проверили рыб 245 наверное так а с какого места мы будем тогда тут все захватили тут есть негрей жены джины а подожди 2424 5 это я уже пропустил ход или нет 244 да я уже пропустил ход вот видимо 244 и мы тут как раз еще пока или нет перед локальная запись да идет локальная запись все хорошо что легкая карта дорога если рыбы приз в самый низ что тогда делать ретрайз и они вроде по центру призываются в нейтральном если нет так давай смотреть я не уверен что 244 это это у нас хороший хороший сейф до 244 это мы типа не не пропускали ходы 244 сейчас у нас активизируется илриана боевой дух до следующей битвы но видение продолжалось илриана видела горечь и страдания отвагу и доблесть видела как смертные сражаются за земли золото славы и власти а в это время тень тлена и смерти сгущалась над всем миром и у этой тени на пути стоял лишь один воин гордый упорный решительный и несгибаемый совершенный илриана не видела его лица но и так знала кто это илриан очка сейчас полезет на 3 будьте неладны золотых драконов сейчас будет еще сражение такие прям прям интересные хочу золотые драконы вообще умеют 1 4 этот 230 полтинник 20 плюс наверно статы давай посмотрим следующий раз будете думать вас такуют и блин ринс опять со своими загадками вы посмотрите ну у меня такая от армия другой не может быть и такой вот противник другого не может быть 10 эльфов против 34 драконов но есть палач бешенство у нас не работает погоди дэд трындец давай какие у тебя есть точность лак а что по все по нулям да а бешенство это на тебя точно бешенство этаж у нас просто атака минус защита x2 атаки с на экспертным на 34 дракона 10 грандами есть небольшая нычечка какая-то такая странная ну драконы ваншотают это первое утверждение драконы летают медленней чем пегасы но быстрее ходят чем гранды слов нет касты нет гипноз гипноз энтов о них прикопают гипноз энтов 30 урона то есть надо грандами было отступать а насколько это прикапывают по касток не убьется да ты считай тентами выигрываешь только один ход зубочие пески не работает преграды по преграды вообще тут нужно устранять или не нужно могу я поставить просто озеро убрать да ли не раз говорит я так и не понял сообщение дали пожалуйста телефона да да так и не понял я тоже а давай попробуем гипноз и попробуем все-таки уйти грандами да ты не уйдешь грандами просто не успеем мы выйти грандами если бы мы вытащили драконов наверх скажем пегасами то есть если по ну вот так сработал он но нет они идут по-другому так окей то есть нам гипноз нужен тогда когда что как мы можем их за это самое замедлить может какая-то механика зубочими песками мне неизвестная из серии что они не будут наступать или еще что-то плевать да спрятать их не получается посмотрите чтобы убить 34 34 зеленых дракона нужно так разбафать разбафать эльфов и чтоб они еще там 4 5 6 ходов проатаковали ну то есть смотрите бешенство мы кидаем что из этого получается ну не 30 урона будет на там 70 одного убиваем и дрейц так она на всякий случай давай может быть с этого может есть тут опция сапогами левит левитации мимо них пройти справа кстати гранды есть да нет нет мимо не пройти то есть эта битва выигрывается понимаете это и битва выигрывается вот конкретно эта битва выигрывается еще разок после двухсот красных выглядит как видим ну ты видишь армия какая у нас про я же еще есть провер может дать нам возможность отступить на первый ход это же скорость в конце концов до провер нас нам позволит по крайней мере убежать грандами да еще ему плевать он все перекрывает он просто все перекрывает может тогда он будет бить да он не должен бить за гипнозе но капец как так подожди какие какие тут могут быть еще механики щиты камни кожи то все лесом урон такое что мы не сам не сможем мораль хил защиты нет палач позже что тут за механика может быть мне надо сдавать пегасов убирая от ветку с дракона но он все равно на следующий ход андроидов пробьет я очень не знаю а хватит вообще выстрелов убить палачом с бешенством но у них 24 выстрелом там еще блэс блэс хорошо апнет тоже почти в два раза что свет вам без понятия а он не будет бить под андроидом да ладно он не будет бить под андроидом типа не загиб ножен они свои он не будет их атаковать в этом фишка а хренишко фишка а хренишко сша вытащить мы их не можем наверх все-таки немножечко чтобы единички спасти надо проверим как гипноз работает то есть мы гипнозим атакуем так здесь вейт убегаем в угол он идет и мы бьем и все он стоит прикопанный на 254 ходом и че он не будет бить его если мы его не будем бить он не будет бить он не бьет он не бьет андроида под гипнозом охренеть ну и все мы сейчас бафаемся там и убиваем его так давай теперь подумаем сможем ли мы спасти пегаса 1 мы сможем спасти пегаса если только если только он сдвинется наверх сдвинуться наверх он скорее всего сможет если мы лучников поставим наверх потому что он явно летит к ним хренеть просто ну я не знал я не знал что она так работает в этой игре и не бьет никогда сплэшем своих юнитов это основа чем здесь сплэш сейчас речь не о сплэшем а мораль когда еще побежали полетели вот вейт тут снимаем делаем гипноз ответка на в любом случае нужно снять поэтому минус пегас но этого отдавать нам не обязательно реально мы бьем завязываем ну дальше раскастовываем нам тут нужно все и блес и и палач и бешенством дэв 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 палач и бешенством ну и по два дракона как раз у нас они не хватает 17 погоди а что еще рер на тебе висит висит а лак же еще есть еще же лакерок у нас есть да нужно было масла к сделать и скорее всего радость мораль то есть надо прям на кастовывать на кастовывать все потому что стрел тебе не хватает без дополнительных без дополнительного урона ты нужен и прейр это и свое пятое-десятое ну погнали жажда крови насколько я помню не работает блэс уэйт дальше точность же еще блин совсем про точно забыл удача радость палач бешенство все ну и бешенство надо перекастовывать каждый ход мораль цена мне особо помогает все равно не хватает уронер сам может потом типа дендройда нам помогают же все еще вот был акс работал хотя бы раз у меня осталось всего четыре выстрела ну то есть два а их там до хрена 7 драконов я не пробьем блэс точно спрейр лак не одни раз ни разу лак не сработал андроиды быстро развалится я могу раскастовать еще там всякие защитные штуки щит камни кожи и попробуйте его потыкать через вейт ручками она щит не работает на этих камни кожи еще плюс 6 к таки будет от камни кожи плюс 6 к таки будет интересно драконов гипнозом драконов гипнозом может быть кстати но нет видимо слишком много хп ну и потом долбить его просто с руки а мне кажется если бы сработало один-два раза лак почему лакнули у меня подожди ты не там смотришь я лак не к стану да к стану а почему лака нет плюс а 97 а событием сабы событием убрали лак то есть тут не может быть да что ладно хорошо как мы добавить драконов можем как мы вообще 7 драконов можем дебафнуть что у нас есть камни кожи не поможет слабость не работает пластик кстати если я реально смогу бешенство кастовать им драконом если правильно помню я же могу ему снимать защиту я не могу молитву мы с молитвой начали без молитвы мы тут не уходим гипноз такое впечатление что ринс опять все рассчитал я все рассчитываю что bloodlust будет работать он все не работает и не работает а если мы на спамим зубочек песков заканчивая движение подразделения делать видим там урона нет в зубочек песках да у нас фикс урон у нас благодаря блесу и всем вот этим вот статам у нас фиксированный урон мы больше не снесем у него так и так останется вот рандомный был благ другая история была бы вот так что урона мне нужно думать о том каким образом мы 7 драконов будем убивать потом заканчивает ход может через удар энтами и лечение энтов я еще на 7 драконов энтов будут они выжгут просто за 2 за 2 хода максимум каменная кожа а каменная кожа под бешенством же урон вот она в секрет в точно да действительно ты же бешенством точно абсолютно правильно вот он ответ на действительно повышая защиту то через бешенство увеличиваешь атаку на 12 она 12 на 60 процентов поэтому да это правда она именно так и сработать должно то есть мы собираем товарища делаем дф делаем камни кожу не забываем про точность не забываем про палача и проверяем что действительно больше ничего кроме бешенства нам ну да и погнали 480 у нас еще 10 выстрелов но выглядит все равно как как очень близко немного урона дала дала камни кожи но вот это уже реальный и последний выстрел а вот два грифона ой два дракона это уже попроще значительно проще будем ли мы раскастовываться да надо все же надо подумать как потом энтов убивать сперва драконерсов потом энтов щит бладла спрейер что еще чип бладла спрейер минус мораль слабость не сработает нашел что кастовать курса не сработает так что у нас есть щит камни кожи блэспрейер печаль сработает только а палач можно сделать давай печаль уэйт уэйт удар 11 скорость лучниками нельзя удар интересно сколько он пробьет 32 защиты 22 атаки у нас на 13 больше защиты плюс щит тридцатка такое впечатление что два дракона все равно пегаса убьют не хочу проверять если честным так а дракон то в эльфа будет врываться эльфа будет убивать даже когда один дракон останется он эльфа то убьет а у меня скорость эльфа была выше чем у дракона то есть я вполне мог тыкать его на окей хорошо получается что он получается что нам нужно вместе с энтами как можно более эффективно пробить гипноз на дракона нет лечение на энтов не будет действовать сегодня удивительный день сегодня советы до любовь пока разрешены погнали всем бешенство просто и все на просто бешенство 480 просто бешенство может заранее начать раскастовываться ты не можешь ты должен бешенство постоянно делать шельфы пока что скидывают все выстрелы которые у них есть остается еще два и последний с эти два дракона то есть это рассчитано это все рассчитано после этого мы разбафаем что этого мы не можем бафать по дефу и все равно мы бьем с руки соответственно нам нужны вещи которые увеличивают урон а именно жажда крови бешенство на пипек то есть мы делаем пока что вейт я пока что ждем просто то еще тебе может пригодиться это пока работает этот искастовал хил тени поможет камни кожа щит щит вряд ли поможет но лишним не будет все равно на 48 ходов точность уже не поможет слабость не сработает удача не работает преграды нет забудьте нет гипноз не сработает радость 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 ну радости палач и на следующий ход мы пробиваем драконом а по кому мы кем мы бешенство делаем наверное лучником надо делать бешенство все равно но с руки надо пробивать мы делаем бешенство на лучников тут пропуск пропуск удар удар соответственно минус дракон безответно и еще удар здесь у нас плюс скорость мы сможем отойти спокойно от него ну и смотри кто там чё там как там как тут рассчитать таким образом чтобы чтобы сначала умер дракон а потом не осталось особо хп а там 2 н то останется от энтов ты убежишь на следующий ход и спокойно пегасами добьешь поэтому просто пробей получи ответку и наверно следующий ход я бы тоже пробил получил ответку даже 7 отступил ну а чего пусть лучше он убивается сама драконом дракона остается 48 хитов у этого 22 дракон до нас не долетит я можно так сделать сам долетит хах ты сычок 41 хит никак я не сниму но это минус эльф то есть надо было чуть-чуть дендроидам помочь бешенство на пипегу 14 повреждений он не удвоит свой урон давай 41 один хит ой ринс ой ринс ой ринс можно же было еще раз вернуться в дракона всеми можно было но я думал что мы не хватит урона и не хотел оставаться с большим количеством пипег конечно можно было так то задним числом ты трындец какой умный блэк конечно так блэс камни кожа точность палач бешенством 1 2 3 4 и последний выстрел вот они два дракона стоит остающиеся поможет фонтемплар говорит сегодня ословил самый неожиданный поворот сюжета в игре во вторых ксенонавта вторых полетел на базу пришельцев теряя солдаты нервы захотел там местного эфириала избив дубинками когда вернул на свою базу получил сообщение это весь пока сюжет игры а да да обидненько так что я тут могу сделать еще только бешенство причем бешенство на эльфов да удар сколько у него остается 116 надо его ковырять причем ковырять эльфами эльфами давай добьем его по добру к здоровому и свалим отсюда нафиг но этого товарища видимо пегасами он же пегасов не пробьет никак не пробьет ну вот и все готова статов набрали и 21 навык защиты и лариана учится перчатки всадника а но там эликсир жизни кстати а дальше пара золотых драконов 3 в скобочках защита 33 она такая психованная роман говорит жести бахаешь ну да потихонечку потихонечку золотые драконы золотые золотые три штуки так стоп золотые драконы у нас что они же а как золотых драконов то я вообще убивать собираюсь ну у них первый ход это все на понапал умер что произошло казалось лишь теперь и лариана окончательно пришла в себя но почему дендроиды они твои тимура говорит блин как же вы достались все-таки со спойлерами вот хочу быть зачем я же об этом все равно узнаю я буду думать потом обрадуюсь а сейчас ты вот тут вот пес а тоги мура запомнил что произошло казалось лишь теперь и лариана окончательно пришла в себя на почему дендроиды напали на нее а уж тем более драконы неужели тергрон он не поможет тебе ваша связь была ошибкой за которой предстоит расплачиваться всему миру он но он видел то что видела я и то что вы видели вы уже не изменить да драконы присоединяются к нам три золотых дракона black dragon говорит добрый день вечер только начинается а герой радует тебя уже вы сидите на крыше будь здоров будь сильным позитива если будет негатив утопи его в сортире и тогда придет опять придет наш веселый позитив спасибо black dragon спасибо ты сам только он драконов и был написан и что ну я не прочитал и что он так сказочные дракончики пять штук и титаны дальше так сказочные дракончики я них вообще ничего не знаю ну кроме там того что 500 хпс разный сплэн атакующие кастуют такое впечатление что посмотрим нам нельзя никого терять вот чем делом и скорее всего здесь нужно что-то придумывать либо с блоками либо с какой-то хитрой расстановкой а гипноз на них работает и о-моё на них работает гипноз до бешенство сейчас как как начнется то есть как мне сделать так чтобы интересно они могут атаковать если оставать если они будут заблочены он давай сначала посмотрим что они вообще умеют центральным гипнозом здесь пока не бьем метеор метеор до свидос сразу надо колдует магию а и магия и магия у нас случайная да скорость пятнашка ходит быстрее но если проверка может быть и не быстрее давай посмотрим что нам проверка дает мне даже не близко 12 15 может зеркало волшебное зеркало кстати отражает русские заклинания случайно выбранное множество в 40 процентах случаев но во первых это 40 процентов во вторых пегаста не спасти на на просто по лицу так погодим что еще есть у нас и выше нет зачем тебе 33 золотых дракона ну вообще три золотых такое пчельня что мне здесь пегас пегаса можно сдавать то есть надо только эльфов сохранять ну а какой смысл в пегасе если у тебя уже золо золотые драконы есть вообще нет смысла никакого то есть пытается резистить эльфами но она просто не потом как конечно золотые убивают спокойно просто а вдруг кто-то пегаса надо спасти типа чтоб единичка у тебя было такое впечатление что здесь должен быть какой-то принцип поведения дракош может быть если я буду например толпиться они выберут приоритетной целью именно меня ну именно драконов не они все равно стреляют по ним что в поведении их такого шахте спрятать до шахты сапога клевитация потом вроде не пройти никуда ну то есть я про вроде тыкала туда не пройти а после золотых может быть меня сюда не пройти я даже заходил фонтан молодости думаю что туда можно ну где-то есть скрытый проход идти только драконами в бой говорит андрей да спасибо большое это очень грамотные советы я можно минимизировать потерян через единички попытаться но почему-то мне кажется что у дракончиков есть есть какая-то особенность поведения который приводит к тому что они не атакуют не кастуют понимаете я могу закрепнуть сможет мне грипп носить не центрального а верхнего тогда может быть я первым буду ходить из дракончиков как вариант да я первым хожу и чем inferno inferno еще им плевать конечно а какой урон от inferno 90 так строке снизу написано будет да 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 я я в курсе только если забывчивость так всегда каст да ладно может быть у них разные типы заклинаний а есть вероятность что разные дракончики с разными заклинаниями то есть не то сделал то есть вдруг те вещи которые летят в эльфа они вдруг там только один человек с молниями дайка посмотрим что они там к стоит два удара молнии огненный шар ну и либо рандомная что за версия героев а я скачал там сборку вот товарищ приходил собираешься происходить мне пока не пока не не собираюсь ничего про проходить мы играем в героев bloodfess сейчас проверю гипотезу с этим с inferno не огненный шар то есть реально случайный каст идет случайный каст идет а может задача этого боя типа избавить меня от от этого от этих двух стаков не ну тогда б тебе не светились усадьбы спереди что лучники будут еще а какой следующий бой можно увидеть там титаны и герой стоит какой-то я могу подразделить немножечко станем единичек потом выдадут вот эти усадьбы меня немножко сбили а герой эти надолго я так понял но компания большая но я не знаю насколько конкретным поэтому так чё делать чё делать драконами мы на автобой там справляемся в этом нет никакой никакой сложности но подозрение что 10 эльфов надо спасать каким-то образом мишна намекли на приложение смарт-тв как и что почему нет ну потому что финансы в первую очередь тут нужна разработку полноценную плюс когда у нас было уже прототип у нас не пустили в пару сторов из-за политики твича что об этом много раз говорил проще волшебное зеркало мне кажется что да но нас не особо спасает если они все равно раскастовываются и убивают меня можно типа смириться и подсмотреть а вдруг она ну может и не нужно реально их спасать ставишь в тобой улыбаешься и все так вот становится штрафа ближнем бою не отдам потому что блокировать их смысла нет что у нас есть хорошего для защиты не есть смысл блокировать ну как бы ты же можешь сократить получаемый урон из-за щита блайнд на титанов наконец-то будем кидать сейчас я сомневаюсь у меня на гипноз на титанов все проигрыш а так тут у нас земля которая не дает вообще никакую магию кастовать да мы просто драконов не можем кастовать потому что у них резисты соответственно 4 уровня что у нас может быть из высокоуровневого но но экспертный палач по титанам бонусный урон наносит но он тоже типа 4 и драконы не могут а тут вообще ничего работать не будет да про их тоже 4 ну просто ничего не работает стартовые заклинания низкоуровневые драконы ничего не могут сделать гипноз не сработает потому что титаны как бы иммунны к заклинаниям разума на воздушный щит не получится все пока склоняюсь к тому что слабость слабость кстати может быть слабость может а у них разброс очень хороший 40 60 реально слабость и возможно какие-то фокусы со сплэшем реально кроме слабость и ничего не курса еще курса работает подожди я слабость слабость понижает атаку курса минимальный урон ну понятно то есть они якобы не пробьет здесь уже ну правильно разместить чтобы не было чтобы не атаковала там 4 до 3 плюс и все но чем дальше с иду тем больше убеждаюсь в том что я эльфов там должен был оставлять ну а прикиньте каким образом вообще выживают да похоже что я должен был оставлять ну делить на 3 для того чтобы дамаг распределять посмотреть куда вставать и кстати курса здесь значительно лучше чем это место нравится по какой-то причине не знаю по какой ну типа его не может атаковать большое количество врагов это неплохое убить могут час и не убивают курса и слабость и через д не слушай давай попробуем хотя бы как же нам разделить может наверху поставить еще одного наверху если одного поставим то что ну то много нижних будет стрелять много нижних будет стрелять тебе нужно поставить дракона второго таким образом чтобы скорее всего второго так вот как-то а третьего сюда дабы они друг по другу не сплэш или с одной стороны блин 200 270 260 ну вроде норм дожди этот не будет сплэш и чисто случайно по-своему поглянем сплэш и надо убирать так на том запасом там с хорошим запасом давайте через д ждем 40 ходов это похуже все равно хватает ну и на ответке драконы рано или поздно убьют их раз перепроверяем до 40 ходов один бьет 2 дам сверху 150 это в 300 хитов а там сверху один умрет уже будет попроще потом двойки не нравится мне этот сплэш так минус 1 140 да чуть вправо наверное почему я не могу 2 дракона сюда поставить там же не будет никогда сплэш но им надо бить можно же помогать на самом деле опасненько сто шесть сто сорок шо минус один да можно можно ой как же тебя от сплэш что убрать 280 237 давай двойку убьем подальше встанем тоже чтобы разошлись флэша не было 125 30 ходов и и и и и и и и и 100 230 минус еще один титан хорошо вернулся спасибо тебе за это да уже не убьют то есть тут могут убить если только я начну начну бездумно друг по своим пробивать а так не должны ну что-то мне подсказывает что я как бы должен терять было дальше мне дают единичек тут я набираю моральку и дополнительную скорость хотя блин шахта вот в шахте теоретически я мог оставить лучников присажать я каким-то образом мог пробить и титанов ну ладно титанов то я мог пробить блокируя драконами каким-то образом я мог сказочных драконов пробить не потеряв 10 лучников ё-моё а там впереди натаниэль самый сильный юнит в игре лазурные драконы насколько я помню 4 штуки 120 тридцать рыцарей смерти ты че с ума сошел что ли ну как бы берем пять пегасов о воскрешение нет нет это невозможно ты уничтожен но тебя не должно быть здесь выкрикнула илариана неужели это тоже видение натаниэль легендарный некромант здесь в закатном лесу ты тоже побывала там где тебя не должно было быть и ты вернешься со мной назад за разлом хоть ты и королева ты будешь служить мне грядет буря погибнет десятки сотни тысяч и каждая смерть шаг к осуществлению моего плана нам дают резурект такое ощущение что стак драконов нужен и вот это вот и 1 единички не хватает ее мое я никогда не буду служить себе закричала королева все еще не знаю видение это или реальность что же ни одна ты наделена даром возможно мне поможет твоя дочь королева в гневе сжила руки не смей изверг не смей даже думать о моей дочери а чё такого даже подумать нельзя ребят но это вообще это о ха ха тут сразу смотрите тут какая-то фишка может быть с гипнозом прятать драконов тройку на кого-то подействует гипноз или нет 1040 маны ни на кого не подействует а может быть мы должны делать волшебное зеркало и он будет нас бить магией и мы будем отражать в него заклинания и резуректиться что-то волшебное зеркало вообще на драконов то не подействует подействует погнали раз давай бей меня не хочет до собака окей а он не может стрелку использовать на драконов то есть я драконов должен был оставить в шахте взять сюда пегасов пять пегасов как раз он убивает четырех я пятым залетаю внутрь такой ты псих ненормальный а просто о и тут я кажется понял блин ты не сохранился что ли и опроса ты у тебя целых вот михаил ладно проверь гипотезу про про пегасов блин и не сохранился там же 20 только там 40 только пробуем раз два три 4 но дракона мы типа оставляем пегасом сюда на пегаса волшебное зеркало смысле а каким образом он же тебя будет что-то там там 2000 урона типа если не пить не понимаю подожди все не так просто но серьезно мне рандомить по 40 процентов волшебное зеркало крайне маловероятно это раз выкинуть по 40 тут тут сейчас подождите у нас еще резурект а что у него может у него какие-то нет у него ничего не сверки ничего нет а резать резать типа через вейд пегаса что ли как нашли как как 40 процентов как ну то есть смотрите у него у него есть книжка в книжке хаста и удар молнии удар молнии сносит почти три косаря три косаря то есть там за четыре хода убивает рыцари я к сожалению он не может он не может к ставать на драконов но даже если мог оставать он все равно бы его шотал смесь магическое зеркало которое с 40 процентов шансов отражает заклинание во вражеское существо но но это 40 процентов а у меня только один человек возможно а все понял мы сажаем драконов чтобы нас он не достал и потом через уэйд резаем пегаса и накладываем на него зеркало и ждем момент когда когда сработает у нас же первая скорость не у меня не первая скорость погоди подожди здесь мне нужно сделать так чтобы пегас находился в недоступном хрен себе вот там лазурки с 19 скоростью а 17 19 ну у него первая скорость вот в чем дело я не могу резнуть и и сделать волшебное зеркало так а погоди а ты не можешь случайно убить всю мелочевку чтобы остался только рыцарь и он не будет добегать да просто то есть мы сейчас должны типа золотыми драконами убить 4 лазурок через вейт соответственно вейт атака хотя хреново ну да 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 видимо убить лазурок тогда у меня будет первая скорость и тогда я смогу делать рез и зеркало и убить последних 120 потому что рыцари я не смогу убить драконами они мне ответят и сразу убьют всех капец так что там у нас станет крайне рыцарь сейчас не в рыцарях дело ходят первые четыре дракона не все перри 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 это самое и об одном там оба другом а что-нибудь действует на лазурок вообще что-нибудь действует на лазурок или нет шами жган через жопу все сделал геритму утомат такой-то конечно тоже паскудный слабость только на рыцари да печально драконов проклятье не действует гипнозер с не действует даже до крови погоди давай посмотрим что у нас в принципе есть я так могу затыкать просто палач вы с низкоуровневый сравнительно рейр тоже просто летать через вейд мочить косарь хп с уроном 30 38 ну можно встать на самом деле здесь раз его не убили втроем то они отубили до втроем в даем его не убили мне нужно место где меня такую двое вот это вот место похоже сюда на будет прилететь но после каких-то какого-то уровня дебафов слабость нет то есть только печаль минус мораль прям только печаль нет 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 а видимо а как мне увести ты его почему угол не сработает углу же сработает ну да так так не так сработает до пенек удалить можно кстати так это тоже хороший вариант на там же пропуск хода меня могут я в двоих переживаю но если я пропускаю ход меня убивают мне реально нужно пенек удалять на пенек удалять это значит рыцарь подойдет это может быть не очень хорошая идея давай сначала залетим посмотрим как так давай сюда два человека бьют не убивают притык на убивают ну рыцаря можно кайтить даже когда пенька не будет это понятно просто это значительно у удлинит ну типа вот так когда умрет первый дракон его место займет 2 так так 3 4 до конца мы убиваем за счет эликсира жизни лечение первого лазурного нельзя атаковать причем через деф надо это делать я думал я посмотрел больше половины вроде остается но хрен он себе давай-ка немножко анимацию ускорим я по 40 из 1000 снимаю чтобы понимали смена одного дракона нужно там 25 ходов а и при этом даже при этом при всем иногда срабатывает сочетание страха которая приводит к тому что у тебя дракон убивают миша точно хорошие мысли защищать советы ну я в качестве эксперимента это делаю на самом деле то есть вот сейчас конечно болен неправильный дом сейчас конечно я бы попытался сам помучиться но ну и тут можно может быть есть опция какая-то с дебафами убить тех четырех драконов не убирая ну мало вероятно нам похоже тут печаль нужно а ты первый пойдешь с мне при этом нужно еще каким-то образом чего он первым пойдет он не может первым пойти может а меня расстраивает наличием рыцаря рядышком ну то есть мне нужно будет выскочить а уже новый подошел хорошо 2 пошел и следующий ну сейчас правильный какой-то порядок я не знаю они сами они должны были на самом деле там видимо рыцарь как-то заблокировал дракона и тот не смог пройти типа или сейчас будет вторая фаза если да нам нужно добить последнего так подожди я сейчас сейчас уже должен поднимать а не так что он не побежит сюда сразу же драконом а если побежит будет плохо я не побежал а он первый ходит я же не могу запустить последовательность пока он первых ходит поэтому нам надо добить этого дракона получить первую скорость и потом уже через ну вот сейчас мы делаем воскрешение мы уходим сюда сука у него еще шкаста ой блин а хаста что 14 дэн 14 ему не особо поможет ну посчитаем тогда как вам такие бои в героях максимальная скорость все равно ты минут 5-7 жмешь кнопку ну как писал ринс в самом начале редкие бои больше пяти пяти сотен ходов как бы тут мы только пятьдесят шестой проводим чем не жаловаться правильно а и пробили все таки 1 но все равно проверим последовательность да печаль на каждую пару драконов а а ее мая не понимаю я не понимаю как я от рыцаря могу уходить а зыбучие пески мать их зыбучие мать их пески твою налево это просто наркоманом чертов все рыцарь теперь не будет так ну хорошо ну драконы перелетают через зыбучие а этот а этот нет здесь ходов ждем перекастовываем печаль пробиваем последних трех драконов через д и он не прорвется ко мне то есть вот он не видит он он хотел он пошел но застрял я до сих пор как бы не могу поверить это вот о чем же надо в жизни думать что вот такие бои создают причем у него всем один на другой бой не похож так мы подходим уже к смерти дракона лазурного я имею ввиду я бы на еще зыбучих песков поставил они трупы могут прикрывать кажется не могут на ведь трупы в последнюю очередь все а трупы не прикрывает этого перекрывает последний ход так теперь давай все равно сюда хаста пошла дальше мы через вейт восстанавливаем пипегу и у нас первый ход и мы на пипегу делаем волшебное зеркало и надеемся на то что он отразит не отразил снова пипегу восстанавливаем делаем волшебное зеркало не отразил еще разок не отразил не отразил да ты достал не отразил снова нет есть попал 96 то есть мне нужно попасть еще четыре раза не попал не попал не попал не попал до какого лешего ринс говорит вам не придется перри о попал попал давай сюда еще попал и все пошло да этот бой ну кроме убирания препятствий я додумался честно честно вам признаться сам манта заканчивается да да нет ну ну да у меня сейчас мана закончится уже да да есть конь тащи горит да да не резнул пегасов переигрываем да а единички то мне могут пригодиться дальше кир сосиска сосичка это сыр косичка видимо дарит 10 примачков да и оффу на гудгейме ван гал пупсику ариоху спасибо айтестеру норейну хопсолу сохранить да вот не факт что надо сохраняться может действительно мне мне надо пегасов ты хочешь еще один наркоманский бое посмотреть показать там к там каратенечка просмотри приходим в общем вот раз у нас 33 драконьер сэн золотых тут лазурки 150 рыцарей а а а 17 19 15 мы во первых делаем печаль единственное что работает нам всех убивают потом мы убираем препятствия эти и убиваем за несколько ходов лазурок потом мы делаем зубучие пески это потом поймешь зубучие пески на всю эту зубучие пески зубучие пески и после того как мы убиваем четырех лазурок и все запамим зубучими песками мы поднимаем пегаса на свой ход за счет первой скорости у него молния на пегаса вешаем волшебное зеркало и в пять ходов убиваем рыцарей которые в зубучих песках пытаются до нас дойти сейчас мы нет чтобы он отражает заклинание с вероятностью 40 процентов то есть мы на свой ход поднимаем пегаса сейчас мы этого сделать нормально не можем потому что его сразу убивают у него первая скорость а так мы его поднимаем вешаем этот и убиваем ну вот как то как то так так ладно зеркало вроде висит больше одного хода после резиста а окей тогда можно пипе агрессы да да а вот реально возможно мне надо было перри переиграть обязательно пегаса по единички ну нет вообще нет тем если золотой переживет первый ход то пофиг переиграть сохранить пипе гумана а ты уверен что она потом при пригодится или ты так следующем бою знаю на давайте посмотрим на следующий бой ой тут мы сдаем все наши артефакты что пройти дальше 300 крестьян не такое впечатление что здесь вообще пипега не решает абсолютно он остается только перчатки всадника что блин что блин что блин что блин а она здесь скорее да иди к жопу здесь надо через озеро видимо его как-то проводить сейчас мы прочитаем это все то есть мы заходим сдаем все такое впечатление что она здесь тупо застревает ну во первых внизу по граничке я все равно не смогу ничего сделать во вторых это армия никаким образом просто никаким образом мною не убивается я могу попробовать типа проскочить то есть поставить его завести его на это озеро как то но скорее без красного стража без красного стража я дальше не пройду а потом делать следующим образом типа открываясь стража границы как-то подходишь чтобы он наступил на озеро теряет ход и ты проскакиваешь дальше так а тут мы никак не сможем белая палатка белая палатка сбежать да сбежать то можем просто мне есть там куда ходить другими понимаете у меня еще левитация не не включена была на самом деле то есть конце хода можно ее включить может здесь какие-то штуки есть может как-то пройти надо но вроде все а и это тоже было лишь видение но такой реальный натаниэль набра набирался сил а олвин сможешь ли ты его остановить стать совершенным илариана вновь увидела воителя что готовится встретить наступающую тьму но теперь она смотрела она смогла рассмотреть его лицо это был не ее сын это был рыцарь по имени магрейн стон хелм то есть может сейчас в тексте что-то будет блин а зачем здесь тогда хранитель вопроса стоит если это тупик с красной этой а да ладно это значит когда я типа красную палатку возьму я здесь могу открыть блин а как его заставить сюда встать а да смотрите это тупик для нее мы этого товарища убить не можем но когда у нас появится красная палатка мы заставим его мы откроем вот эту вот палатку он возьмет эльфов и наступит на пруд а мы в теории через красную палатку мимо него можем пройти но это не точно читай историю там все расскажет прошу тебя возьми сапоги левитации защищи человека по имени магрейн стон хелм ради моих детей ради но даже живой обратился к золотому дракону предмет создан драконом владеющими этот предмет был создан драконами владеющие сапогами может пройти через разлом сада единого и да и без них совершенно не сможет использовать предназначение прошу сделать ничего не понятно все сдали арты ну и дальше пройти не могу пока красной палатки не будет хотя подождите а почему этот не выходит как мне этого заставить ход потерять может быть мне не надо было все таки открывать эту штуку а дай посмотрим как он будет действовать на следующий ход он случайно сейчас не пойдет прямо на меня не идет а почему он не идет ты в пруд может зайти и чего наконец лириана встретил своего мужа король лучник в андрой а еще сюжет ждал ее во главе огромного отряда послушай начала королева хотя и язык ее заплетался ужасные вещи вот-вот произойдут на ты не или некромант набирается сил пророчество вот-вот исполнится мы должны дорогая голос в андроя звучал глухо и отстраненно ты безумно так не может больше продолжаться мы мы должны послать банк под горой за моим завещанием королем будет олвин и тогда я не желаю ничего слышать об олвине и лириану ужаснули его слова но затем она увидела король держал в руке черный меч да это видение которое у нее было проклятое оружие творение на тене или полное злоба и обладающая собственной волей арта сразу вспоминается мне очень жаль холодно продолжил в андрой но я делаю это ради нашего народа ты не скроешься от меня не убежишь от смерти послышался вдруг королеве голос некроманта стрелки натянули луки последнее мгновение и лириана еще раз подумала о детях то есть она все она здесь по сюжету умирает да проклятие утр но она типа какому-то стражу золотому дракону сказала передать магрейну левитацию да то есть все мы реально не можем ничего здесь делать давайте еще разок я посмотрю нет ли у меня не пропустил ли я там лишку ход вот мы пробили лазурки да ход я не пропустил возьми сапоги левитации и разыщи человека по имени магрейн ради моих детей эликсир жизни все отдаем а если не согласиться и здесь бежать все мы можем сломать игру таким образом но таверна нет таверна есть таверна есть и она даже доступна для найма подожди подожди а зачем мне тогда здесь разбиваться зачем мне вообще открываться я могу дождаться доступа к таверне своей и и она здесь то есть мне не надо ее убивать скорее всего не надо ее убивать мне нужно встать и разбиться тогда когда у нас будет доступ к таверне давай месяцок на сломанной карте поиграем откатимся на сейв а я не знаю как задумал ринс может быть это хитрая жопа не ну вообще по идее я должен сдать я должен сдать все но жалко сдавать ее понимаете я же я же могу убежать ладно сдаем ее сдаем все сдали так и теперь вообще у нас гарнизон еще надо взять но я спецом перепроверил сначала что у нас там по гарнизону прежде чем там илриана идти дальше гарнизон я взять могу для этого требуется конечно специальная подготовка но так то я готов нам нужен один игрой жены джин сейчас пойдут вообще если вы пропустили начало трансляции понравится грядущее сражение а я не хочу магрейну артефакты передавать нам хватит 220 а хватит 220 маны нам нужны стрелки немножко грейжных джинов да возьми сразу чтобы не единички джин сейчас что будет так магрейн ты же брал дам брал статы то есть магрейн у нас идет пробивать эту штуку ты ему передаешь арты погоди и у магрейна же нет этих ёпы рэс и м м магрейн нет водянок болиин нет обменяться я не могу нет и я без тактики справлюсь просто я не хочу магрена лишать может тогда пробить вайлим соответственно она не хватает да ёпар с а те у меня же грамотность то там ограничение по уровню насколько я помню грамотности до 4 уровня но первый вариант это загрузиться на ход 2 раньше но для этого придется перепройти эти вот все сражения увлекательные второй вариант это попробовать вайлим пробить но ему как минимум нужно заманой вернуться но это ладно ну вайлим типа если мы пробьем то по крайней мере хочу чему теряем в конце концов максимум одним один ход одним героем максимум валь тут все собрал оваль заходил но не мог не заходить просто он не мудрый да да поэтому не мудрый погодите то есть мне нужно одного героя скорее всего отправить за подкрепкой но есть свободные люди условно можно собрать еще хасом справа статы но была наводочка что здесь нужен хас то есть я бы либо магрейна после пробития либо вайлим после пробития побежал бы собирать подкрепление а хасом плюс еще было бы неплохо сбегать вниз собрать последний артефакт и там гномиков убить чтобы не оставалось тут ничего но для этого нужно понять кто наверх пойдет кто на пойдет наверх кто пойдет вниз если мы верим ринсу то хас идет наверх хас идет наверх хас на баз но здесь была наводка что типа хас тебе нужен окей в таком случае нас принципе устраивает что магрейн там тратится не особо мне это устраивает конечно посетил этими тоже конечно посетил так ладно давай так давай так давай так 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 один джин единички пегаса вместо ангела точнее ангела вместо пегаса слоу есть да расставить сможешь оставить вроде сможешь мне мне кажется что магрейн должен в латерос зайти заклинание выучить по крайней мере элементарий он без по-другому он не сможет их плюс четвертый уровень мне тоже не передали тот же самой радости у него нет давить меня есть то есть грамотность четвертый уровень включительным получается не написано включить не включить на видимо вплоть до 4 до 245 гарнизон пробуем пробить вайлем погнали моча сражение будет классными если в сегодня в первой половине пропустили ща охренеете просто маслоу для того чтобы пепеги не улетели тут пока уэйт тут ставим джина на провокацию тут пока уэйт тут деф тут уходим пока что так тут деф он убил мне джином пролетел пегасами на ее уже неправильная расстановка хорошо что сохранился блин хорошо сохранился ангела надо с джином пора поменять местами иначе джин не долетает без тактики раз деф 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 2 атакуем дракона сплэшем умирает этот деф деф дефт ставим сюда дальше проходим дальше вызываем водного элементарем убираем от сплэшем уже стреляем по драконам атакуем дракона чтобы он пегаса ударил этими сюда и этими сюда далее уэйт он убивает и перевызываем элементарий выстрел 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 а реально нет ну во первых мне не хватает маны мне не хватает маны и похоже что именно ма грейнс ну по старой схеме должен господи штатную подвиде да кстати может быть может быть вот так вот у него будет приоритет повыше хрен себе но мне не хватит 6 6 ходов понимаете чтобы в виде весь драконов тогда возникают вопросики тогда возникают вопросики если это делает ма грейнс большим количеством маны то надо этих двух героев посылать одну видимо под землю за артефактами хаса пока что за статами пока там ма грейн да видимо я соберу тогда вайлем подкрепление успею его подтащить как раз два дня остается хас нубас пока ма грейн идет в замок и берет водянок и восстанавливает ману собирает здесь плюс три стата раз два три и возвращается ладно давай поехали чем обмениваемся артефактами здесь ангел чисто для скорости пегаса для скорости не ангела валь поскакал ма грейн тоже поскакал может хаса тоже чем-то придумать такое я про про одного ангела в этом надо поскакали хас идет за статами перекрыл ма грейну путь как же вы мне дороги на это убивают ты бежишь шестой день собираешь на седьмой из нычек хас сюда сложно сказать шестой седьмой день ой подождите я же не скорее всего хасом еще не зашел в плюс один атаку да не посещено овалим зашел не посещено ну вот мишу ну я тебя я тебя прошу 144 это где ну и разницы нет на самом деле есть на самом деле есть 144 погнали заходишь раз навык атаки ма грейн готовится и надо перехватить вовремя вещи у других товарищей все артефакты стрелков пегаса снова оставляем правильно правильно теперь ты идешь вот через этот криво но косо ну ладно дальше так ты отдаешься отдаешься совета приветствуется нет не приветствуется никогда просто просто крайних мер не будет обязательно атаку берем так а у хаса нам нужно кто-то вообще или что там наверное нет я бы джиноп лишних отдал если честно 20 джиноп терять как-то не хочется так да один 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 раз два три четыре смогрейн берет берет себе каст не буду ждать тратить день конюшню восстанавливаю ману ты посетил ты идешь за статами знание и суда скорость перемещения грифонов можно взять на самом деле косарик не лишний и вот на следующий ход на седьмой мы собираем вот из этих четырех нычек вещи и они на следующий ход обновляются макрейн в этот момент пополняет ману 300 маны у него идет гарнизону перепроверяя вещи берет ориентировочно гарнизон хаса восполняет ману собирает статы потому что непонятно чем ему еще заниматься на следующий ход конюшится дэм ты собираешь коней раз собираешь все не успеешь собрать арбов два и наверное коней три смотрю кого в порталах можно под вызывать такое никого ну и выходит что макрейн должен должен брать гарнизон этот подруга доставит двойную подкрепу получается хас ориентировочно пойдет потом на север по наводке по наводке по наводке а вот эта подруга который доставит гарнизон подруга блин подруга я все подругой называю вайли он мужик просто ему не повезло со стенкой огня у меня сразу с луной ассоциация идет он пойдет собирать под просто последний артефакт вот это вот не истощимую повозку с рудой да может уже стек мантикор собрать там 50 может может быть 32 45 нам эти коры пожалуй это и один из немногих стаков которые тут хорошо заходят ну который можно построить там что-то сделать чем огран попробуешь пробить давай вот она сражением есть возможность расставиться чуть-чуть получше масло у вейт ставим правильно вейт дэв не атакуем или атакуем не надо атаковать было первый стак минус дэв вейт идем первая рыба вейт вейт джин с правильной скоростью об не встал ты правильно монахом ошибка грубым заканчиваем битву раз нельзя просто проходить направо потому что дракона следующий ход полетит к монкам тогда как долго есть точки искал но еще ангел не там встаем сюда пока не стреляем убиваем вторых пипек вызываем рыб бьем этого рыбу ставим сюда ангелом летом сюда дальше вейт он без плаша бьет я перевызываю рыб черт их остановить рыб не получится дэн а а если б здесь был хас с экспертным воздухом вот почему видимо ринс здесь рассказывал про хаса что именно он должен пробивать потому что хас хотя нет ты же не можешь пропускать ход те каждый ход нужно рыб вызывать не сходится вот я думаю могу ли я как-то забыл заблочить или не могу рыбам даже если я раньше рыбы сделаю чтобы она типа успела он не успеет так то есть рыбы вызывается на в рандомном месте она должна успевать блин добежать наверх увеличить скорость рыб я не могу я могу попытаться расстановку поменять но это мало вероятно вообще-то рассчитывать на то что там 5-6 раз подряд рыбы вызовутся так что они успеют про закрыть но это конечно очень наивно единичка мне не остается неправильно поставим слоу отдача удар минус пегасы слоу отдача Субтитры сделал DimaTorzok Да, опять не добежит Ё-моё Танюшка, привет Да мне и хаста не поможет Хотя нет, подожди, если хаста не сделает Случайно девятка, одиннадцать хаста Мне сделает первую скорость после И толку Какой толк? Я же не могу два раз гастовать Ё-моё, серьёзно? То есть у нас ещё бой Не закончен получается, да? Вообще не закончен бой О, неправильно встал А может ли как-то хаста вообще этому воспрепятствовать? Миша, а может пофиг на расположение рыб Раздраконы триггерятся на открытого ангела сверху? В смысле? Они на лучников пойдут, если я не закроюсь Понимаешь? То есть я должен уйти в угол А здесь вот клетку оставить для того, чтобы место было Я должен медленным джинном убить второй стак Этих поставить, чтобы не зашли к драконам Ангела поставить, чтобы сюда не пришли Всё А рыба не даёт подлететь сюда драконам Она блокирует Четыре клетки, она две забирает То есть тут нужно сделать так, чтобы вот так вот рыбы вызывались Понимаете? Несколько ходов подряд Хорошо Понимаешь? Хорошо Морали отлично Ну и всё, и проигрыш Хотя нет, какой проигрыш Вот здесь вот хаста должна идти Хасовская Моя-то не поможет То есть у меня есть два шанса вызвать Всё нормально Здесь больше шансов Здесь больше шансов Больше шансов Ну похоже, хас там Хас реально там спасает Хотя, блин, он только один раз тебя спасает Только один раз он тебя спасает Там я мог вот конкретно в той ситуации Я мог лучше сыграть уже Проверенная точка раз Уводим ангелом Проверенная точка два Рыба вызванная Уже плохо рыба вызванная Уходим Вейт Пробиваем Плывём Ставим Дефаем Вызываем ещё рыбу А, ну нет Она же не первая ходит Всё, минус так То есть вот вторая рыба Третья Там уже есть Есть шансы на На выживание Понимаешь? Спасибо за лак Ну всё, уже не могу Такое впечатление, что я могу снизу Если у тебя рыба снизу вызвалась Не, там же ещё одно место есть Ты якобы в рамках этого же хода Должен внизу и оставить Чтобы уменьшить вероятность появления Второй рыбы Именно на том же самом месте Ё-моё Да не, я не верю, что Тут просто иногда идут такие Уже Механики Прикольные Что вряд ли Ринц бы смог Это всё Продумать Продолжение следует... Уже не доходит А у меня же рыба не первый ходит Я не могу ничего сделать Уже Не, это огромное количество совпадений Должно быть Прям огромное количество совпадений Тут либо нужно что-то придумывать с хастой С масс хастой И скорее всего так и предполагалось Что именно здесь хаст должен сражаться Потому что когда случается так Что ты рыбу вызываешь хреново Тебе нужно сделать Увести всех трёх товарищей А с экспертной хастой Ты всех уводишь быстрее дракона В другое место Понимаете? Да, ты теряешь ход Но зато тебя не прожигают То есть по задумке Именно хаст должен Именно поэтому здесь хаст должен сражаться Первым С единицами ты Ничего придумать не можешь У тебя они все Ну четвёрка уходит Остаётся Нужный стэк У него та же стамы Аааа А нет А у него же мудрости вообще нет У хаста же мудрости нет Как он там справится? Хаст никак не справляется Манга, привет Блин, а чё мне остаётся Рандомить что ли эту хрень? Может я что-то упускаю? У меня есть возможность Расположиться по-другому О, тут очень удачное место Если бы я смог прикрыть Ся Где-то по центру То мне было бы пофиг Где появляются рыбы Они успели бы пройти Может быть есть какой-то Способ Да какой способ У тебя лучники открыты, Алёша? Ой, да, подставил Кажется, я скипнул ход Да, я скипнул ход Не тем джином Можно попробовать поразбахивать Пока этим смысла нет Ну, смысл есть на самом деле У нас буквально один каст На этом я уже Тепор и должен вызывать И закрываться Ну, я уже не закрылся Может я не успею сюда зайти Как-то надо выиграть Еще один ход И все Может одна единичка Места монаха Ну, выстрела Нам вроде хватает Хотя сколько-то мы там сносили Интересно Как-то выиграть Еще один ход Да, возможно Плюс один ход Было бы неплохо Да, давай проверим А что проверять-то У тебя автосейв Автосейв уже Не можешь Сейчас немножко Хасам подтащим Часто ради проверки Может действительно Может действительно Здесь дополнительный Этот сыграет роль Посмотрим Там и плюс один баф Получается И плюс один ход На дракона получается Хотя как А плюс один ход Он же не прикрывает Джин же не прикрывает На тебя пегас Был бы Другое дело А джин-то тут Причем Как он мне там Ход выигрывает Точно с хорошо Да и как я перекрываться Буду А, погоди Есть ли тут опция Сейчас-то уже нет Получается Есть, окей По 12 драконов мы убиваем 12-12-44 Нет, у нас не хватает урона Без бафов У нас не хватает дамага Чтобы драконов убить Плюс сплэш Все уже Девушки отдыхают О, вершинство Бестолковое Окей Блэс хорошо Бешенство Бешенство Отлично А, он прожигает Таким образом А почему? Короче Давайте попробуем Именно таким составом Тут слишком много Вопросов возникает Я пока не совсем понимаю Что с этим Ну, какие тут возможности В целом в битве есть То есть так мы убиваем Окей Отходить ближе Не можем пока Хорошо Сбагриваем Бешенство Хорошо Точность Отлично Через вейд Только надо вызвать Сейчас Лемов И нас 20 Вот таким образом Что ли Ставить Он не будет Прожигать Будет То есть Миарбок Надо направо Поставить В такой Позиции Продолжение следует Похоже Что так Да как там Поставить У него что Нашли как раз На дракон Без слэш Я все пропустил Да, сегодня начинали Но тут уже Сложность В другом В другом моменте Во-первых Без бафов Без бафов Арбалетчику Вроде как Не хватает Просто дамага Для того Чтобы дракона Убить Плюс Не совсем Понятно Как его Ставить Чтобы То есть Когда мы Ставим Здесь рыбу И ставим Вот сюда Арбалетчики Сюда Монка Дракон Пробивает Без сплэша По какой-то причине Не знаю А если я Ставлю Только одного Арбалетчика Либо сюда Либо сюда Дракон Всегда пробивает Где бы он не стоял По рыбе Со сплэшем А если мы берем Старый вариант С Ну с монками Короче говоря То есть Вот такой вот состав То там Слишком рандомный Самон рыб Получается Сколько Арбасимает Дракон Чистую Я думаю Человек Десять Будут снимать То есть По косарику Два По пять Как-то так Вот я Этой Здесь я думал Что 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 Выигрываю На самом деле На самом деле Нет Не могу стрелять Потому что Должен Должны драконы Убивать Стаки пегасов Через прожиг Здесь я должен Поставляться Второй раз Мы клеточки Уже обнаружили И тут я должен Первую рыбу вызывать Но вот Первая же рыба Вызывается не там Ну я могу Единичку Конечно Там поставить Ниже Чтобы уменьшить Еще вероятность Вызова Рыб не там А Погодите Я могу Ангелом Через Уэйд Летать В ту точку И перекрывать Место Где Можно Может быть Вызвано Рыбам Охренеть Нет Нет Не может Такого быть Нет 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 Ну и Ринс Не может Быть Таким Отбитым Просто не может Быть Таким Отбитым Это невозможно Это просто Невозможно То есть Первая точка Костой Костой Сплэшем Убиваем Пегасов Тут Стоим Тобой Вейтим Вставляем С поддраконом И вот Сейчас Мы вызываем Рыбу Она не может Появиться Внизу Извините Ставим Так Чтобы Сплэша Не было Тут Пока Вейтим Тут Убиваем Второго Пегас И ставим Рыбу Сюда И Стреляем И у нас Дальше Следующий Ход Понимаете То есть Я делаю Деф И Ангелом Когда здесь Он находится Вызываю Вторую Рыбу А То есть Ты получишь Правда Два Сплэша Да Это Нехорошо Вот Это Было Нехорошо Возвращаешься Сюда Что Там Рыба Не Вызвалась Вызываешь Другую Но Уже Блока Нет Минал Привет Здравствуйте Здравствуйте В этом Что-то Есть Пока Не знаю Что Ну это Неплохо Раз Деф Вейд Вейд Встал Рыбу Вызвал Первую Встал Убил Рыбу Поставил Стреляешь Деф Вторую рыбу Вызываем Хорошо Блочим Сверху Стреляем Стреляем Рыба Встает Здесь Уэйд Стреляем А может мне Тогда Этим Не он Не ходит Быстрее А Я не могу Ангелом Подблочить Уже Сейчас Да Что Ангела Последний Ход А если Я сейчас Делал бы Хасту Нет И там Не мог Оставлять Место Короче Ну уже Рандом И рандом Уже Не в мою Пользу Рыба А не рыба Успевает Дойти Сарямба Еще Живем А нет Я не могу Единичку Убирать Погодите Да Незабав Строю Ну я 130 Драконов Не убью Никак Да Нет Смыслом О Рыба Идеально Появилась И сейчас Я могу Заблочить Снизу В начале Этого Хода И вызвать Рыбу Вторую Чтоб Она Но она Вызывается Не совсем Там И не Успевает А Ну Не получится Все равно Может Сплэш На Мы Больше Половины Убили Но Я Если Честно Офигеваю Просто От 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 Идеи Просто Просто Офигеваю От Идеи Что Тебя Там Надо Блочить Чтобы Блэн Продолжение следует... Да вы же плохо. И тут не встать. А Пегас как-то меняет ситуацию. Но Пегас тебе один ход выиграет только. Может, есть какая-то фишка, чтобы Симон был там, где надо? Но у тебя там должны юниты стоять. А тут как бы все... Все юниты нас... Ну, кто-то вынужденно отдается. Вот я ангела ставлю типа в самый низ, чтобы там не появился он. Миш, может, ты не там, Архом, встаешь, рыбки вроде не в самых крайних тайтлах Симонец. Ну, вроде Симонец в крайних. У меня были сомнены там... Да, под Блессом вообще 17 человек убиваем сразу. Давайте проверим. Может, реально в самом низу не надо вставать. Ну, даже так уже плохо. Я рыбами не успею. Так мне тоже не устраивает. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Надо проверить, действительно. Вдруг они не могут в самом-самом низу резаться. И тогда мы немножко повысим вероятность. Не, они внизу появляются. Спасибо, эксперт, что тут скажешь. Все. А есть ли способ, чтобы драконы подлетели на эту точку? Но я единичку спас. Джинов. Может быть, мне не надо подставлять конкретно джину туда? Может быть, драконер... Но он, скорее всего, наверх полетит. Вот в чем дело. Он, скорее всего, наверх полетит. Тут у него масса просто мест, куда можно полететь. И он будет лететь к лучникам. И только так я его провоцирую на правильную позицию в одной из многих. Да я не могу вызывать. вот с такой позиции она повезло с лаком повезло на чем могу сделать я вот в такой ситуации же ничего не могу сделать только надеяться на то что рыбы будут вызываться над нереальным везлом повезло не повезло уже то есть меня не устраивает вот эти вот три клетки внизу а если ход кинуть печаль да нет конечно нам и зачем печаль в общем надеяться на еще меньшее количество процентов дизмораль первый ход масло чтобы пегасов расставить этот будет атаковать этот может не может стрелять потому что нужно сохранить стак живой здесь мы бьем дракона чтобы он убил этот стак единичкой мы можем внизу пока стоять тут мы ставим вот мы вызываем на второй ход элему вот мы встаем от сплэша раньше не могли этого сделать удар сплэш ставим так стреляем д вызываем второго вынуждены закрывать уже ангелом сверху иначе он бы подлетел может рыба не закрывать в начале а ты не можешь не закрывать рыбу в начале кода потому что скорость у тебя ниже пока везет пока везет не повезло все уже не закрываю но вот см а и здесь уже он не убивает вот до этого момента бы дожить и даже 50 не надо убивать а он уже стак не будет пробивать рыб маша это будет победа я был сейчас в одном ходу от победы не так нашли рыбы засамонится в огненной стене так мне нет времени на огненную стену я не эксперт по огню неправильно так ты сюда на неправильно то что не долетал неплохо-плохо да проигрыш охренеть я точно не мне не могу там стать глаз хорошо если же наставить не перед пегасом чтобы дракон подлетел прожигал газ он если ты его не поставишь так как как-то конкретно мы поставляем он не будет своих прожигать мы его прожигаем на своей атаке если ты заметил так это второй ход третьих вот нет михаил правильно понимаю что дракон атакует максимальный жирный стак по возможности не всегда если дотягивается то наверно там и у лучников какие-то какие-то особые прелесть это есть то есть я пока расставляю таким образом чтобы он атаковал тех когда кого достает именно поэтому у нас пегасы слоу именно поэтому мы пропускаем ход встаем ставим ему цель которую он может протоковать который нас устраивает именно поэтому точность он встает правильно с пегаса моего такой он пробегая пробивает стэк соответственно именно поэтому же я ставлю джина на точку с которой который прилетит дракон и подставит под прожиг второго пегасом мистер lightning ball гри чимандер скажи плюс икс хом 1 и 2 соответственно лонгбора и 1 и 2 или 2 и почему а ох слушай это это сложно спасибо во первых за саппорт они в разные у разного поколения даже игры там большая разница по времени там типа лет восемь поэтому 2 x ком на мой если просто сравнивать x ком 1 и 2 x ком 2 практически по всем параметрам лучше там и музыка и графика и story tell и разнообразие и long war практически сразу из коробки был и да он хороший тоже но между ними там не знаю семь-восемь лет разницы на скидочку все сразу минус моральный мораль нас уже это не нам же это не поможет если бы рыба появилась наверху он то помогла бы таком случае не надо рыбу снизу убирать вот вот что что важно вот поэтому если ты не играл ни разу не в одну из частей я бы рекомендовал сразу же начать со второй слушай а мы кажется успеваем одну воздушку сделать если мы сделаем может действительно стенку сделать но ты не эксперт и только две вот если бы он был экспертом он три бы закрыл бы можно было бы успеть и то это будет всего на два хода может там есть у меня кажется есть еще один дополнительный каст может быть за счет этого каста что-то хорошее умудрится сделать то есть есть один каст слово без вариантов бешенство не поможет мне сейчас один каст 1 каст 1 каст может быть мне тогда просто не убирать ангела я должен убирать я могу одних водных снизу не убирать попытаться и надеяться на то что он полетел водянок сверху бить понимаете сейчас водянку вызвать раз гарантированно из-за того что мы стоим на этих точках потом начали следующего хода вызвать погоди не справа я не могу блочиться никак кроме ангелов да я думаю может вот эту водянку спустите на самый низ и попытаться но я тогда на треть убираю вероятность а нет я же не могу там же скорость опять не хватает не или нет тут вариантов нет тут вариантов нет то есть у тебя нет дополнительного хода но пока что я вижу только с вариант рандомить то есть если тебе повезет пять ходов подряд не оказаться на трех нижних локациях или все таки есть позиция при которой дракон к тебе не подходит но ты вызываешь так что они могут они вызываются все слева тебе по центру как размещать забей он прожигать будет отовсюду тяжаться в угол нужно бой безусловно интересный блэс топовая штука хочет два топовых каста дали мне я за счет этого наверное два хода выиграем эфемера говорит миш привет безумие повторение одного того же действия в надежде получить другой результат но тебя же получается ага спасибо большое эфемерия много беляков на трансляции я заметил всем всем особенно товарищем который на гудгейм заходит а вот этот товарищ зашел большой респект подсчетом где-то семь из драконов не убьют водянку да уж по двадцатке как он такое уже плохая водянка да да уже все если только в начале хода наверху не вызовет он не вызывает дракон умеет через винт перелетать драконы да если есть место куда прилетать конечно может перелетать через юнитов лак удар от ветка дэв вайт стал ушел вызвал выезд дэв вызвал хорошо закрыл стреляем мораль хорошо стал есть возможность не всю армию брать привет блайчик не совсем понимаю вопрос есть возможность выбирать его абсолютно любую армию конкретно этот бой чуть-чуть придется переиграть но но нам не хватает урона если если мы не берем с собой монков то нам не хватает урона чтобы пробить драконерсов чё водяночки уже все закончились закончились только арбов силовой да нет силового у нас то что силовым здесь другая бы история была совсем такое силовое не было раньше водянка вызывать а я не встал до с работой только пришел как продвижение по пути к совершенству 13 на цены или пенали видел последний раз справились там до конца дошли вот этой вот подругой то есть она скриптова умерла к сожалению но были классные бои в ее исполнении я прям порадовался сейчас мы пытаемся пробить гарнизон и 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 это это и моралька давай а еще пару хал ходе ков пожалуйста нет а тут один ход уже я уже неважно один ход одного хода не хватило чтобы выиграть да если у вас есть советы пожелания предложения пишите звоните часики на джейм точка ру один из лучших чатиков вообще в мире если не лучший моралюшка родная давай хорошо с собаком стенка миша частинка миша ты можешь как-то развернуть и просто рассказывать в какой ход куда ставить провод не прожигать вторую пипега чтобы она мешала драконам там все равно ваншот какая разница смысле беляк на гуд геймс 2009 года говорит эфемерал даже залогинился за тобой смотрел когда тысячу гайды на варкрафт 3 дело хороший вечер спасибо эфемерал вот все и залогинился сразу сразу другим человеком стал блес это очень хорошо ставим не стреляем вызываем неправильно вызывать надо было до того как мы 400 пипег не убьют водянок слушая может быть реально не убьют может я зря тогда единичку отдаю это хает хорошая идея это хорошая идея дракона все равно первым будут ходить они убьют пипе о да да это победная правда они пролетят тогда и ангелов сожгут сразу же блин какой смысл не они будут вызов они будут бить элементали с приоритетом скорее всего о а семён семёныч все это победное смотрите и Игнор нижних пипек. У меня собака наверх побежит. Так, мне нужно единичку, видимо, сбагрить направо куда-нибудь. Чтобы пегас сначала... Да, чтобы ход выиграл. Тут будет блок ангелом, которого будет игнорить. То есть тут будут стоять рыбы, которые пегасы не смогут убивать. Тут будет стоять пегасы, которые блокируют драконов. Да, вот оно. Охренеть. Так, ну он же первым полетит. Не, у меня 12-я скорость, Алеш. Вейд, короче, тебя сюда. Дракон его убивает. Тут мы выстраиваемся. Вызываем пегасов. Ой, в смысле элементарий. Начинаем пегасов мурыжить. Единичку пока что... Не, мне нужно, чтобы пегас наверх ушел, да? Нахрен ему? Так и так. Все. Все, единички сюда. То есть эти будут более приоритетными? Ну и все. А, нет, сучок. Он бьет все-таки единицу. А он бьет единицу, потому что достает единицу. Не потому, что он бил бы что-то другое. А потому что, да, это... Здесь... Вот это вот, это стабильное. Это стабильное. Капец. Это действительно стабильное. Понимаете? То есть, да, первый стаб мы убираем. Пегасов убиваем. Ну так частично. Первый стаб убираем. Дальше наверх. Драконы уводим. Надо было рыб вызвать только. Ну ладно, повезло с вызовом рыб. То есть тут уэйд. Надо было дальше драконерсов ввести. Плохой, плохой ход. Да. Неправильно я вызвал. Рыб надо уводить после того, как мы... Все-таки дракон улетит, а то он перекрывает большую часть. Подожди, я разве так не могу... Я вот так вот могу сразу встать. Я смогу еще... Выстрелить лишний раз. Джинов неправильно поставил. Может, пипегу вообще нельзя прожигать? Вставлять их шотными? Ну а какой смысл? Тебе... Одна пачка стабильно будет... Кого-то тебе убивать. Как ты собираешься держаться против двух стаков? С учетом того, что у тебя только один нормальный. И только... Ну только один может танковать. Блин, даже сейчас я не уверен, что это правильный этот. Ну ладно. Хастам. А, он долетает. Вот в чем дело. С этой позиции он долетает и долетит. Так что нельзя здесь было так делать. К сожалению. То есть вот таким образом, да? Дальше мы сначала джином летим. Уводим тебя по драконам. Дальше вызываем рыб и надеемся, что они не внизу будут. Хорошо. Выставляем тебя сюда. Раз. Два. Подожди, ну следующий это ход будет драконерский. Пегасы-то тебя не убили. Драконерс не долетает. Уэйд пока что. Хорошо. Теперь уже можно вызывать новых рыб. И стрелять по драконам получается. Ангел убивает все-таки. Вот почему Пегас не побежал на эту рыбу? Ну ладно. Мы могли на самом деле Пегаса чуть ли не в ноль спустить. Раз выстрел пропускали. Более того, мы по нему могли пробить даже. Но мне это не нужно. Почему вот Пегас не пошел сюда убиваться? Потому что он не дурак от рыбы получать лещам. Раз совета можно, я просто спрошу. Так понимаю, за скорость единички грифонов не подойдут. Ну, во-первых, бафов нет. Во-вторых, у тебя джинов много. Я не знаю, почему тебе джинов жалко. Там два с половиной десятка джинов. Плюс сейчас прирост будет. Короче, здесь варианты, конечно, есть. Вот конкретно с неубиванием второго стека Пегасов через Прожиг. Такое впечатление, что у нас появляется дополнительное время для того, чтобы лучше подготовиться. Сейл Ласс говорит, получается, можно советовать. Прямой совет, не прямой совет. Дракон выбирай между убийством рыбы. Двух единичек выберет рыб. Угу. Это понятно. Блин, опять я... Ну ладно, давай. С наверх затычка сделать не из ангела, а из джина. А что-то единичка, что-то единичка, какая разница. А ангела прятать некуда. Тут выигрываю один ход Пегаса на самом деле. Но нужно ли мне это? Ангелом я закроюсь. Надо как-то единицу подставить. Он выберет, кстати, бить единицу ангела, если я не убью. То есть мне нужно все равно здесь сделать блок такой. Здесь такой блок. И ангелом сваливать. Пусть даже временно, но куда-то сюда. Блин, ну как-то хреново на самом деле все равно. Ну, потому что драконы все равно заблочат, и я не успею ничего сделать. Понимаете, у них первый ход. У меня плюс единичка на самом деле. Я могу сейчас начинать потихонечку мурыжий драконов. Максимально уводить направо. Какой смысл? Ну, драконов надо уводить. Отступать я не могу. Могу только закрыться. Типа дракон в джиннов должен. Шопенчик говорит. Привет, хорошо покатать коняшек. Подскажи на ютубе не все трансляции по Балдурс Гейт. Есть ли остальные записи или все кануло в небытие. Не знаю, но я не допрошел Балдурс Гейт, если в этом вопрос. Ой, плохо сейчас обоих прожгут. А жаль. Рыбу он вызвал именно в том месте, в котором... Ну, единственное место, в котором меня не устраивало, если честно. Ну, тут уже масса возможностей. То есть, вот реально для кайта тут масса возможностей уже. Открывается. Надо было джиннов местами поменять. Пошла рыба, блок. У меня не грейжен и джинн особо тоже не нужен, получается. Капец, как же они плохо стоят уже. И рыба это не исправит никогда. Не, ну почему мы можем единичку сюда, рыбу поставить сюда и надеяться, что... Ай, ну да, да, там пробивает. Че-то, что-то фигня, что-то фигня. Я не вижу, каким образом вот этот вот неполный стак пегасов мне помогает. Типа покатить можно было бы получше. Я на него ходы трачу. Понимаете, мне этот пегас нужен только в том случае, если он успевает вот сюда встать. И тогда он якобы не пробивает рыб. И тогда у нас ангел стоит здесь, а дракон выбирает новую цель. Понимаете? Ну это ж, сволочь, пойдет не рыб убивать, она пойдет ангел убивать. А могу ли я двух рыб поставить там уже? Скорее всего, нет. Не, почему? Могу. Сложно, но можно, да? Двух рыб наверх. А толку? А потом ты опять одну рыбу против дракона будешь менять. А можем ли мы пегасов все-таки убить до того момента, как они им... Вот, вот, вот поэтому. Вот. Вот оно. 30 пегасов убьют. 630-180, ангела не убьют уже. Ну что же, так поставить единичку тебе, шпофик уже. Давай так. Все? Да не все. Вообще, ни хрена не все. Он же так же будет лететь, блин. Капец, а в чем разница? Ну, разница в том, что, типа, у тебя плюс единичка, плюс один ход. Это вот единственное, что из плюсов. Пока я только это вижу. Или все-таки попробовать рыб справа поставить. Что, если закрываться не рыбами? Да, мы, кстати, закрываемся тремя единичками, получается. Но он прожигать должен, по идее. Ну, данди же, он проходил это, он же знает, он же советует уже с подтекстом. То есть, фактически, это подсказка такая уже. Ну, давай попробуем. У нас вроде единички есть, чтобы закрываться. Посмотрим, как они себя ведут. Раз. Блин, я не успею закрыться, что ли? С помню, что у него приоритет на атаку будет. Не, он прожигает. Он прожигает, потому что достает. Давай посмотрим, как у нас там встают единички, чтобы... Сюда одну, да? Сюда одну, сюда одну. Нет, тогда две прожжет. Погодим. Так, ну, допустим. Допустим, раз. Допустим, два. Допустим, три. Будет он две единички прожигать? Не факт вообще, что будет. Может, и не будет. Давай проверим. Ну, не, ты сделал. Смотри. Можно посоветовать состав армии, которая пробивает, дольше сам разбираясь. Да можешь советовать все, что угодно. Сегодня у нас банов за это нет. Не обещаю, что прочитаю. А, он же долетает. Он же долетает до этих. Мне нужно ему более жирный стак поставить. И мочить не драконов и пипек. Так, погоди. Он не долетает. Стало быть... Стало быть, мы жмемся. Жмемся, жмемся. Здесь минус стэк. Жмемся, жмемся. Но на следующий ход. Раз. Это вейт. Это... Надо было, конечно, скастовать что-нибудь, Михаил. Так, сразу встаем. А, ты первый же пойдешь, да? То есть, надо убрать с этой клетки тебя будет. Ты первым ходишь. Из-за негрейжного джина я не могу себе позволить уже разместиться. Вот отсюда не доставал, да? Наверное. Не помню точно. Да, ангела достает, но вот это неважно. Тут сразу элементалем, а он до него не достает. Вейт. Вейт. Ага. Пегаса. Пегаса не надо было стрелять. Пытаемся закрыться единицами. Так вот. И в теории он будет бить... Ну да. Единичка выжила. Хорошо. Значит, он будет теперь бить постоянно нижнего. Все понятно. Ну вот оно. И тогда нет рандома по вызову. Офигенский бой, конечно. Все, это победа. Опять же, мне посоветовали, подспойлерили, помогли. Я бы либо душил бы рандом, чтобы там пять-шесть раз в нужном месте вызывались. Готово. Готово. Твой метод тоже рабочий, просто много трав, да? Итак, Магрэйн у нас пробивает. Непонятно, кто идет наверх. 2-4-7. 2-4-7. Пробили. Гарнизон. Коль прошел, тут в разы проще взять шесть пегасов и фанатиков. Смотри на рельеф-карты, лучники не нужны. А как тебе хватит 20 фанатиков для того, чтобы... Для того, чтобы хотя бы 200 драконов убить? Пакета, ты уверен, что это проходится так? Не прожигая, получается? Ну тогда тем более урона не хватает. Хватает урона? А как? А как? Шестью пегасами. Шестьдесят плюс монков и прожиг пегасов. Седьмой день. Седьмой день принадлежит синему игроку. Собираем кавалеристов. Собираем арбов. Собираем еще кавалеристов. На следующий ход. Хаснебас собирает себе моралечку. Потом заходит, видимо, к коням. Не, грифон уберет. И остается у коней. Магрейн. Идти ли вперед, или не идти? Ну, во-первых, ему должны подтащить подкрепление. Плюс не факт, что именно Магрейн должен идти наверх. Но иману бы восстановить, кстати. Ну, либо с Хасом поменяться. Хас должен был, кстати, взять. Наверное, надо Хасом. Я сохранился, надеюсь. Пробили гарнизон, да? Да, надо в этот колодец зайти. А то... Возможно, Хасу потом не взять. Ну, сложно будет что-то сделать. Открываем. Подкрепа раз. Арбы подкрепа два. Кони подкрепа три. Хотелось бы еще наконюшить Магрейн, на самом деле, перед тем, как идти. И у меня тут в одном ходе конюшня, на самом деле. Плюс я буду ближе к народу. Ну, дай попробуем. Там впереди какой-то герой. Надо посмотреть. О, у этого белая палатка. И он продвинулся. Опасно. Берем кавалеристов раз. Берем перемещение два. В каком здесь порядке, интересно? Зайти подкрепу и сразу наверх? Или дособирать все-таки остатки? Магрейн до конюшни добежит. Может себе взять новых джинов и пойти дальше. Ладно, давай. Хас за статами. Магрейн по дороге джинов берет. Дает... Дает не грейженок. Нет, не так. Я не знаю. Мне вроде как просто единички нужны, не больше. На свободных мест нет. Оставь как есть. Уходишь. Хас собирает... Статы раз. Статы два. Ну и, наверное, выстраиваться надо. Выстраиваться надо под донос. Можно гарнизон пока пробить. Наверное, самый удачный момент сейчас для пробития гарнизона. Не знаю, кем, правда. Наконюшись чуть пораньше. Закуплю тут подкрепление. 51 арб. 21 фанатик. Два десятка паладинов. Плюс еще с жилищ. Плюс еще с прошлой недели. Даже 100 грифонов можно взять. Пегасуса оставить. Брать грифонов или не брать? Еще же есть два места. Тут самон копейщиков несчастный. Тут самон грифонов несчастный. Кони арбы. Кони грейд коней. А что так мало? 20 коней всего лишь. Ну что-то хотел. И арбов грейд. Так, теперь смотрим. Ради 9 арбов не очень хочется возвращаться, если честно. Это дурак, конечно. Места свободного не было. Нам нужно штурмануть этот замок, да? Вот этот замок. И у меня осталось на это где-то дней 12 всего лишь. Такое впечатление, что надо грифонов брать. А что бы и нет. Кто будет гарнизон пробивать? 60... 60 и 120. 60 и 120. 60 и 120. Без масла как-то не очень хорошо выходит. Магрэ не единичками джинами может. Заблочит расстрелять фанатиков. Вообще тут через тактику, через масло выигрывается, но... Давай, чтобы мы не теряли время. Хас... Вскроет это... Ну, похоже, что так. Даже, наверное, вот так. А, взяли, да, слома? Погнали. А как ты собираешься фанатиков? А мы их не расстреляем, чисто случайно, сразу же. Не, не расстреляем. Я хотел единички взять для того, чтобы заблочить, а потом на следующий ход ворваться, но не взял. Кто тебе здесь нужен? Два стака коней разделенных, а не шотнут этих. Ну и стак лучников, больше ничего не нужно. Ну, стак лучников, кстати, ставится сюда и расстреливает коней. Да, ну давай, давай сделаем по-другому. Ауто сейв. Магрейна, маны нет. Что нам нужно? Хас два стака коней. Условно, там, грифончик. Стак лучников, эти грифоны не нужны. Паладины тоже не нужны. Не, давай ангела убери. Кони убьют раз, кони убьют два. Две единицы заблочат три. Паладины тебе тоже не нужны особо. Почему бы не взять этих фанатиков? Может, там место только под одних, под хостой завести. Ладно, давай, под хостой сможешь свалить, если что. Погнали. Наша задача поставить коней на врыв. Сделать масс хаст. У нас же первая скорость. У нас первая скорость арбалетов. Внутрь завести. Этих сюда можно поставить. Мистер принципиально. Хаста, короче говоря. Ты уэйт. А, не, погоди. Я же должен врываться. Хорошо, что кони успеют уйти. Здесь я заблочу. Повезло с моралькой. Блок. Второй блок. Маслоу. Стреливаем этот стэк. Тут можно грифонами отдавать. Минус кони. Окей. Войха сможет спуститься вниз, но там тупик, насколько я помню. Просто мы заходили, поняли, что пока нечего ловить. Но разведать-то было бы неплохо. И возникает вопрос, а кто дальше-то идет все-таки наверх? Хаст, потому что у него маны больше. Или магрейн. Ману магрейном я могу восстановить, в принципе, не сильно делая крюк. Это зависит от того, что нас там ждет. 3-1-2. Неясно. Хас идет. Или магрейн. Да, тут просто тупик. Извините. Давайте пока магрейна отправим. Что тебе нужно? Стэк кони пригодится. Лучники пригодятся. Лучники пригодятся. Ангел для первой скорости пригодится. Кони. Паладины. Ну, я пока все, короче, передаю. Типа первая скорость. Там ударный стэк один. Ударный стэк второй. Снизу подкрепление еще. На следующий ход нам придет. То есть Хас. Может немножечко встать. Так, чтобы помочь дотащить. А, подожди. Ты же должен был восстановить ману. Хорошо. Поехали. Собираем грифонерсов. Скорее на будущем. Передаем подкрепление. Хас дотаскивает подкрепом. 227 арбов. 77 монков. 80. Ну, крутой, крутой Магрейн, конечно. И заходим дальше. Пара рыцарей впереди. Хас явно выглядел куда лучше, чем в лагере наемников. Блин, надо было сюда Хаса везти. Он вымылся, побрился и, судя по всему, давно не пил. Однако едва Магрейн рассказала сговоре Фордрагона с Кхашризаном, мечник помрачнел. Этот Фордрагон безумец, если думает, что может контролировать Хашри. Она ненавидит империю всем сердцем и больше всего мечтает утопить его в крови. Даже если для этого придется спалить Хашризан дотлан. Стало быть, ты хорошо знаешь ее величеством. Предпочел бы никогда не узнать, мрачно отозвался Хас. Однако теперь ясно, мне пора вернуться в Хашризан. Рыцарь с удивлением посмотрел на Хаса. Почему-то эта идея не кажется мне мудрой. Мечник невесело рассмеялся. С мудростью у меня всегда были проблемы, но рад, что вы за меня переживаете. Однако взгляните правде в глаза. Ваши шансы одолеть Фордрагона тоже ничтожны. Попытаться я обязан ради империи. Понимаю, ответил Хас. Но даже если вы победите, войны с Хашризаном не избежать. А когда она начнется, будет очень полезно иметь своего человека в болотной стране. И откуда же мне знать, что ты не отправишься прямиком к Хиашри и не расскажешь ей все, что узнал об империи за годы службы? Глаза Хаса грозно блеснули. Я ненавижу Хиашри, решительно ответил он. Магрейн смирил мечника долгим взглядом. Едва ли тот врал. Как ты собираешься добираться до Кашизана? К северу отсюда есть логово контрабандистов. Капитан задолжал. Полагаем, мы можем договориться, милорд. Короче, Хаса мы отправляем вслед за ним. А Вайли ведем, видимо, вниз для того, чтобы... Так, а ты на конюшен, кстати? Что-то я не посмотрел. Не на конюшен. Не очень хорошо. Мягко говоря. Или уж не переигрывать последние. Но я бы Вайли отправил вниз, собрать последний артефакт, который мы не взяли. Повозка с родовой. Как-то не до нее было. А вот... Давай пока не будем конюшиться. Посмотрим, что дальше. Так, нас впереди ждет сильнара. Сильнара. Эксперт, стрельба, тактика доспехи, нападение, рыцарь, специализация. Лак. Лак, эксперт, удача. Сразу же мы... Удачу у нее убираем. Что она умеет? Кастовать она не умеет. Скорости у меня тоже нет. Я не понимаю, что она хочет вообще. Как она вообще здесь что-то может сделать? Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, тут все расстреливается. Тут масло и все расстреливается. Какие вопросы? Хастать себе на, а и моралька на. И паладины такие, а мы вообще не согласны. С тем, что он... Мда-а-а-а. Хастата точечная у него есть. И он ворвется, в любом случае ворвется. Единичкой. Ну, если бы была единичка, я бы снял. Но все равно даже... Даже грифонов мне не пробить. Успеть подсамонить. Десятая скорость. Забраться. Я уже не успею. Уже не успею. Нормально так врывается. Та-ра-ра-рам-пам-пам. И не расставить, да, никого? То есть на Слоун реагирует хостой. Дрейк говорит, какая все-таки божественная музыка? Да. Согласен. Паладины опасные. Они... Отчаянно идут. Возможно, даже морально было понижать ему. Может, мы успеем закрыться? Воздушный щит. Любопытно. Охрен его знает. Я еще добежать к коням не могу. Поменять местами. Ворваться. Так, единичек не хватает. Тут много лишних вообще юнитов у меня. Вместо паладинов, крестоносцев своих, сделают по единицу. Ворвались бы в конце своего хода. Как нам не подпустить его? Тут тоже похоже на блок. Тут тоже похоже на то, что 200 калучников. Там перекрывание с ОМОНы. И сверху одна какая-то штука, которая... Которой типа не жалко. Там, или две единицы. Такое впечатление, что... Вот, неясно, Хас идет или Магрейн. Я хочу проконюшиться. Хочу сдать лишних. Там реально, там единички какие-нибудь грифончиков для блока. Давай глянем. Ой. Ой-ой-ой. Я не ту кнопку нажал. Такой лопух просто. Так, Хас должен передать все. Мне армию нужно было все передать. Какие единички? Ну, крестоносцы, скорее всего, не нужны. Лучников мы оставляем. Стэк мы оставляем. Грифоны могут и в единички, и место занимать. Но на самом деле, мне кажется, что даже... Даже вот как-то так. Так, меняемся. Пока меняемся. Пам-пам-пам. Магрейн. Сразу минус мораль, минус лак, чтобы не добегали. Слово оставляем. Ну, что там, дырки есть какие-то? У нас первая скорость есть? Есть. Раз закрылся, два закрылся. Грифоны летят, да? Грифоны летят. Грифоны мне самые-самые не очень... А точно жирных? Может, простых? Нет, там нужно вроде как двойка такая, скорее, и двойка такая. Хотя, какая разница? Ты двойка и так, и так можешь закрываться. Ладно, глянь. Да вроде норм. Это потом захватим за нами. Все равно Хас пойдет. Хас же пойдет, пойдет. Поехали. То есть, видите, здесь блок. Если бы тактика была, могли бы собраться получше. Попробуем. Ну, давай подождем, что он там скастует. Ничего не кастует, что странно. В первую очередь, мне грифонов надо убивать. Наверное. Потому что они могут залететь внутрь. Я бы коней реализовал. Ну, типа, проатаковать тех же самых грифонов или паладинов. Потому что не знаю. Преер. Очень странный ход, конечно. А мы можем сделать Блэссу, успеть закрыться. Девятка скорости грифонов. Маска стоит, а все равно нет. Давай Блэсс. Та-2. Блок сюда. Снимаем ответку для коней. А куда ты коней собираешься спрятать, Михаил? Коней ты никуда не спрячешь. Ну, то есть, только внутрь заводить. В начале следующего хода. А как тогда нам закрыться с седьмой скоростью? Вообще никак. А я даже и не ворвусь. Просто урона не хватает. Да там девятая скорость просто, понимаете? Я не успею подставить. Я успею там коня вправо увести. И то хаста и досвидос. Орбов наверх поменять местами с фанатиками. Сделать так, чтобы ты закрывался. А кем ты закрываешься? Ну, в конце прошлого хода вот этим вот закрываешься просто. Да не, можно. Там какой-то странный состав. Я не умею просчитывать. Так сильно ходы. Чего не замедла начать? Ну, ответит хастой. И все. А так он кидает прейер на непонятно кого. Я и думаю, что не нужно начинать. Вот он делает прейер. И сейчас мы можем уже что-то сделать. Ну, во-первых, можем мечников убить, которого он за прейл. Перекрыться наверху. Снять ответку. Да фанатики не успеют уйти. А вы что, честное слово. Хотя в начале следующего хода я же могу бахнуть хостом. Или маслоу бахнуть. Маслоу. Не поможет. Ну, я закроюсь, но не полностью. Вот в чем дело. Плюс он отвечает хостой сейчас. Чтобы единичку не пробили. И закрываюсь. Хурса. И может так и получится. Грифон мы сможем убить? Сможем за раунд убить грифонов. Почему не сможем? Я бы даже единичку ему поставил, чтобы он не хостился. Спецом. И еще грифон отдать. Что, фаербол что ли? Ах ты, пес, а! И под конец обязательно тебе надо было фаерболами мочить меня, да? Собака сутулая. Ладно, мы можем здесь разрулить. Ну, он странно реагирует. Я не совсем понимаю. Такое впечатление, что он не хочет... Ждем прейер, в общем. А, курса. Ну, блесс. Ну, со штрафом. Потому что он под прейером не подошел. Не, это какие-то... Тут есть элемент роддома, и ты не можешь... Давай, ладно, маслоу. Может, ты не будешь сейчас хостить ничего? Курой вообще действует. Ну, курой так курой, ладно. До грифонов не достаю. Давай, ответку снимем, окей. Наверх блок. Уходим, уходим. Так. Успею ли я поставить грифону до того, как он сходит? Не успею. Либо мне нужно обновлять... Либо мне нужно хастить рыцарей. Скорее всего, хастить рыцарей даже вот так, точечно. А вот и вторая хастан. Охренеть. Ладно, давай так. Как-то все равно слишком... Слишком жестенько, не? Опять под фаерболл подставляю. Просто дичайший хоста, хоста, да. Так, вспоминай. В прошлый раз ты провоцировал его на прейер. Давай попробуем так же. В прошлый раз все было хорошо. Просто... Вот он, прейер. Теперь маслоум. Теперь мы без штрафа стреляем. Снимаем ответку. Закрываем вверх. Бежим сюда пока. Летим сюда пока. Бежим сюда против фаербола. Хотя фаербол все равно пробьет там. Далее валим конем. Вопросики. Давай блэс. А, не добили, да? Курсам. Такое впечатление, что надо разбегаться уже. Как-то слишком опасно. Грифон опасный. Ладно, снимем ответку. Меткость, не меткость. А он первый сейчас пройдет. Варианты. Пять скоростей, при этом... А почему я хожу... Почему он ходит быстрее, чем кони? Это ошибка отображения? Ошибка отображения. Скорее всего, да? Он же не может ходить быстрее, чем кони. Или он... Или он завейтил. Он не мог завейтить. Не, мог завейтить. Как там насчет бешенства какого-нибудь? Хрен его знают. Не твой уровень. Но рыбов не помогут. Может, и помогут. Как-то надо заблочить. Но если кони реально как нарисованы работают после грифонов, то не поможет. Но я не верю в то, что они... Они не могут просто. Не, могут. Они реально сейчас будут идти. И фаербол еще по лицу тебе на... Как они? Они реально скастовали прейер и нажали wait? Похоже, что так. Зачем тебе сейчас... Если он прейер делает... Не делай слоу, делай блесс. Ты все равно первым ходишь. Так, ты колоссально увеличишь урон по нему. И все равно будешь на следующий ход первым ходить. Здесь уже делай слоу, какой хочешь. Пожалуйста. Меня беспокоит все равно фаербол. Понимаете? Я вроде как должен вставать так, чтобы грифонов внутрь не залетели. Иначе... А грифонов за один ход не убьем. Ай, первые 12 меня пробьет. Значит, минус. Да, и до коней добегает. Тут так много... Слишком много для меня неопределенностей. Я вот реально не знаю, какие тут варианты. То есть, какая логика? Он разные касты делает? Иногда. То прейер, то курса, то хрен его знает. То хоста. Давай расставимся, благодаря маслу. Опять же, я не застрахован от... От фаерболла не застрахован. Остався, минус кони. Такое впечатление, что да, надо единички подставлять просто в определенный момент. Есть вариант не вставать рядом, чтобы скрипт на фаер не сработал. Ну да, а как ты задержишь-то их тогда? Там хейст, минус так сразу. Конечно, есть вариант не вставать. Такое впечатление, что да, надо единички подставлять. Есть вариант. Может, с маслоу начинать? Может быть, маслоу. Погнали, коры, и вперед. И без... Со штрафом, и без блесса мы стреляем по первый раз. Не, мне кажется, надо... Блин, ну неправильно сделал. Да надо как-то, видимо, единички подставлять. А он идет к лучникам сразу же. Какая разница, долетит все равно. Все равно долетит. Ну, он единичку убил. Пожалуйста. Вот, это уже хороший вариант. Осталось только от фаера было... Не пострадать, и все. Ну, вроде... Да, отащибельно. Может, подхостить Грифоном. И попробовать за ход его убить. Сколько? 45. Да, за ход убьем. То есть, хоста на Грифона, чтобы единичку снять. Здесь... Ну, почти. Десятка остается. Он успевает скинуть... Окей. Раз. Два. Пока вниз. Пока убили. Пока ушли. А, там надо было масло делать. Ответку можно с рыцарей не снимать, если их два остается. Так я что, снимал ответку с рыцарей, когда их два оставалось? И за фаера... Беда получается. Ну, он более защищен, стак остается просто. Сейчас штрафы не будет. Точнее, штраф будет у меня. Сейчас не будет уже. А, с этих рыцарей. Да, ты прав. Ты прав. Нас будет плюс единичка. Тогда... Здесь их останется больше. Вместо хостена гриппона можно было коней бафнуть. Глядишь, добил бы. А какую... Что там конем настолько поможет, чтобы... Ну, хотя мы... Возможно, да. Да, наверное, да. Надо попробовать посмотреть, сколько там останется их. Смотри. Хреново. Маслоу, уходишь, стреляешь. Стреляешь, пытаешься прикрыть, но ты не прикроешь, на самом деле. Ни черта тут. Дырка осталась. Но он не стал атаковать, что странно, конечно же. Пум-пум-пум. 180 паладинов за раунд убить. Стрелки есть, единички есть. Если мы немножечко, хотя бы немножечко сможем его раскатить. А, надо было единицу подставить. Сейчас подставим единицу. Что может еще помочь? То есть, если я сейчас не буду... Водный элементарь, может. Почему нет? Снимаем ответку. Бьем. Воздушный щит. Дев. Дев. Блин, воздушный щит вообще его так защищает хорошо. Может реально водными элементарями его кормить? И подставлять единицы. Не, он выстрелил фаербластом. Ну, в смысле, фаерболом. Так, то есть, мне нужно каким-то образом... Каким-то образом, каким-то образом... снижать. Какие? Какие? Я не буду. Я не хотел. но сопротивляемся заклинанию сопротивляемся заклинанию заход мы его не убиваем да ну давай попробуем водный элементарь выстрел даже уэйт наверное ответ к вейт удар не он фэрбол покидает просто и все и 20 стрелков погибает тот момент когда я должен врываться в него последний стек я должен грубо говоря убивать его за один ход то есть получается так далеко рыцаря отвел ой забыл слов сделать торопись михаил да и да да я я очень часто сейчас уже ошибаюсь и и хорошо что у нас кроме точности 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 можем вообще в водяна к нас память и побить побить ими точно слабенькая дам радость хорош вообще тут радость а я мораль у всех убираю дам на мораль у меня нейтральная слабость не поможет я такое впечатление что действительно водянками водянки можно нас память и по улыбаться только не атаковать час его ни в коем случае желательно прикрыть единички да вот и вот он врывается с курой ну и не подставляться чтобы даже под под это самое 2 хитам 2 хитам 2 хитам 2 хитам 2 хитам потому что врестерчишь проклятием аж борс ходи лечь но что я не достаю без штрафа со стрельбой по первым мечникам стрелочка такая сломанная идет значит что урон сокращается 5 масло он не сделал отвлекся на объяснение для вот этот вот это хостом не очень сильно беспокоит подставить водянок на расход этаж не панацея все равно тут проблема сейчас не в том что мы не доживаем до водянок один чемпион погибает а в том что надо найти место чтобы спрятаться от паладина что паладин не ворвался в тебя видимо надо сюда уходить слова забыл скастовать блин миша 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 но я начинаю скисать уже начинаю торопиться сейчас буду уже злиться не могу я бы поставил грифонов против этих на не закрыл я полностью водяных и без скоро я его не но без без блесса я его не пробьем чё поманим до хрена маны мне нужно каким-то образом нас память водянок но уходить от него при этом до этого 37 водянки бьют что-то вообще мне не нравится но потом фаербол начнется потом блин начнется фаербол давай попробуем с него снять ответку и заход добиться слоу 50 мне они не добью никак уже никак не набью почему 77 сначала рыцарь будет ходить до 30 почему не добью почему ты решил что не добьешь то бежим особенно если снимешь слово туда бешу и тебе нужно слово снимать когда не можешь что снять слово то есть я хочу выстрелить двумя товарищами но так можно сделать 64 сейчас нужно снимать словом и добивать как же он не задушил но мы никого кроме денежки не потеряли так тут нужно убить 4000 эльфов хранитель вопроса говорит что будем делать теперь спросил вайль дорога на север закрыта остается еще один путь к столице через дикие земли задумал самогрейн вопрос лишь в том смогу ли я пересечь реку о этот проход нужно тщательно спланировать а для битвы своего драгона мне понадобятся все доступные силы включая грифонов и крестоносцев где-то далеко на западе королева ил илриана продолжала пробираться через объятый пожарами лес она мертва уже магрейн смотри увидел вайль что-то в небе на западе похоже магрейна зрение было не таким острым однако вскоре он увидел в облаках разгорелась настоящее сражение это драконы крикнул спутник магрейна черные напали на золото и что только они здесь делают и проход есть и видимо нас здесь пропускает так как илриана открыла да видимо видимо здесь короба с опытом тут с хасом как раз мы проходим но впереди красный страж границы через которого не пройти и монолит выхода его мое алини ворл привет как бы нам тут хорошо бы я вайлим хотел все-таки взять плюс мы сказали крестоносцы грифоны понадобятся то есть надо будет с нычек собирать грифонов как минимум с одной собралась другой не собрал и обход а закончится все на 3 3 1 до меньше чем через полторы недели светилища что здесь еще кроме золота коробки опыта за заброшенная шахта охраняемая татар гладитами ну хас а зачем вообще хасу ай убежище воров и и моё 3 1 4 непонятно куда хорошо что два героя это 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 понятно что хорошо кентавров мы пробьем просто армию передаем золото это можем собрать и тогда мы можем еще здесь высадится только и вся сейчас я вернусь да а дорога в обход идет понимаете дорога в обход это золото возможно что-то вроде хрен его знает шортката на лодке не верится вообще в шорткат потому что что справа бежать если убежать одна фигня чине одного дня светилище монолит давай хасом пробьем трогалов тогда и кентов меняемся раз-два фактически не глядя до пробиваем кентавров хаша заговорил что надо в гильзи ворота воров эти да ладно и а а а а а в гильдии воров обязательно зайдем хас получает статы драконы единственные истинно бессмертные живые существа тело их может быть уничтожено однако дух вечно будет находиться в саду единого ожидая перерождения в искаженном мире драконы даже великие хранители оказались подвержены тем же грехам что и смертные вместо того чтобы наставлять детей единого они пожелали ими править вместо того чтобы вместе об оберегать мир они боролись за власть и превыше всего жаждали силы и могущества одни открыто делали желали править смертными другие принимали человеческий облик и сели распри и раздор в висчисленных войнах ритуальных поединках многие драконы погибли эпоха их рано или поздно должна была завершиться зная этого это ангар лазар черный вступил в сговор с некромантом натаниэлем чтобы уничтожить мир и сотворить его заново таким где эпоха драконов не закончится никогда ящик пандорки открыли но толку до артефактов спрятанных я вроде здесь не вижу гора гора берем шахту для золота вы перебили троглодит может работать а это серная шахта да но толком ладно хас тогда у нас пойдет потом гильдия воров а целая стая черных драконов ждала отряд магрейна на берегу реки тебе не стоило вмешиваться произнес один из них а твоему отцу пора забыть о старых обидах вдруг магрейн понял что змей обращался не к нему и посмотрел на вайля вам не место в империи сказал маг и непривычно мощным голосом эти земли свободны от власти драконов до поры и последовал ответ и тогда вальсом обернулся драконом не черным и не золотым чешу его было небесно-голубой лазурный лазурный дракон у нас в отряде 20 скорости здравствуйте спаги левитации впереди хранитель вопроса вообще вали здесь у меня какого лешего у него еще задачи другие ему нужно руду собрать непривычно мощным голосом да не вали вообще не сюда ребят я вы там точно говорю магрейн идет дальше впереди пачка черных драконов так похоже это и было логово контрабандистов которым говорил хас думаешь наемнику можно доверять спросил вайли полагаю что он что-то скрывает от меня но порой мне кажется что это справедливо и насчет себя волшебник растерянно посмотрел на магрейн прости сказал тот мне все до мерещатся предатели и шпионы фродрагона если хас говорит правду он действительно сослужил мне хорошую службу но если он лжет если он придаст меня империю которая его приютила клянусь своей смертью он не умрет опачки тебе что-нибудь нужно в дорогу спросил магрейн вот х задумался разве что пара перчаток топор до щит я отправлюсь один ваши люди в хашри за не привлекут слишком много внимания у меня и так на счету он каждый человек то есть все он идет без армии мы ему выдаем только перчатки скорости топорик один до щит видимо двойку знаете милорд я произнес мечник я так и не отблагодарил вас за то что вытащили меня и вам должен не забуду даю слово поможет вам хаша еще покажите фродрагона чего стоите не пойму а отчета остался-то подожди а куда он должен идти логово воров моралька и закрыта я не понимаю я не понимаю ну вот мне мне говорят что мне должны быть там перчатки щит не должно быть армии должна быть секира но это мы с видимо отсюда должны секира кентавра топор хашизан большими буквами да но но у нас красная палатка то есть мы должны ха составлять здесь и только когда мы откроем типа красную палатку вот это вот он должен без армии идет лицо болотникам бить почему в а болотникам может вообще как куда-то сюда и и опрос это черт герой мир и в армии должны быть вора а контрабандистов точно так ладно допустим допустим мы у него ему там передадим вот и как опять же вот он мы тут вайли на прошлый ход должен был короче 314 нихрена венка но на 313 да вот непонятно куда идем видимо я еще не пробил на 313 кентавров имеется ввиду она 314 я уже начал вайлим уходить и уносить соответственно секиру топор кентавра который я должен у хаса оставить перчатки щит то есть надо все убрать у него ладно придется перепробитом не так не такое сложное 313 а погоди я же еще этого не убил да ты издеваешься вот 314 непонятно куда идем вот соответственно у него забираем мы ему даем секиру оставляем перчатки убираем так убираем так так убираем сяк убираем так 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 и так да всю армию скидываем воров даем но надо еще магрейном понять как мы будем пробивать черных драконов плюс хас должен пробить вот этих вот товарищей тоже он давай сначала так хас на бас разве мечницы ты секирный снимал нет а и а и и и и и и и сейчас перечитаем еще разок что-то манхасы хотят Продолжение следует... Так. Хас перемещение раз. Сам наверх. Вайль берет у него артефакты всем. Убеждаются, что у Хаса... Ой, какая жесть. Не, надо прям все собирать. С Магрейном правильно перей. Это самое. Секиры, перчатки, кулон не нужен. Это не нужно, это не нужно. Это не нужно, правильно? Еще по Юне там нихрена не помещается. Нужно Вайлем отдать. Как мне драконов-то убивать? Типа стрелок-стрелок-кони. Дальше, скорее всего, лазурка-единички. Реально, как там убивать? Там же 100 черных драконов. У меня первый ход. Вообще, надо посмотреть на рельеф. Для начала. Для начала надо было посмотреть на рельеф, Михаил. Вот она, дырка. Вот она, дырка, куда ты можешь забежать лучниками и закрыть лазурным драконом. Лазурка вытанкует 14. 14, 45. Вытанковывает, да? Лазурка вытанковывает, лучники всех расстреливают. А как завести? Как завести, учитывая скорость 15? Без экспертной хосты. Закрыть единичками его для начала. Перекрыть где-то здесь его. Чтоб он забежал потом. Единичками какими? О-о-о! Или уничтожение преграды использовать. Тебе нужно с двух сторон прикрываться. Драконы туда пролезут. Ну, лазурку нам дают для первого хода, это раз. Второе, тут одного стака лучников, если ты его сюда поставишь, поставишь дракона, не будет прожига. Дракон танкует вражеских драконов, лучники всех расстреливают. Выглядит неплохо. Более того, у меня даже два помещается сюда. Если вдруг нам не хватит дамага. Сколько здесь дамага нужно? Четыре с половиной тысячи, да? Четыре с половиной, два, тридцать. Тридцать они где-то. Ну, лучников вроде хватает вообще с запасом. Они где-то по полторашке будут снимать. Еще раз бафать можно хорошо. Меня больше интересует, каким образом я должен завести арбов вот сюда. Не трогая преграду, учитывая, что у Магрейна... А может, это Хас? Может, вообще Хас должен сюда бежать? Я вот не знаю, что это значит. Что это значит? Что это значит? Ну, вот это вот воры, вот это вот вся вот хрень. Я не понимаю, каким образом ты тут выиграть должен. Они все на поле ходят. Нет, там Иезава. Хасом она выигрывается через Масхаст. Ну и какое-то количество единичек для первичного блока. А, подожди. А может, там вообще одну лазурку и надо выигрывать. Но она не лечится. У тебя же лексира нет. Еще артефакты Магрейна мне это самое Хасу не отдал. Ладно. Все равно я не понимаю. А давайте еще разок посмотрим подсказкам. Тебе что-то нужно в дорогу? Спросил Магрейн. Пара перчаток, топор до щит. Отправлюсь один. Ваши люди в Хашизане привлекут много внимания. А Хашизан-то что? Это же болотная вот эта вот хрень, да? Что такое Хашизан? Это болотные враги, правильно? И Хашизан-то собирается отправляться. А, это болотники на севере. То есть он идет все-таки через красную палатку. Понял. Которая пока закрыта. И которую мы должны открыть, когда мы штурманем замок. То есть Хас здесь останавливается. Зачем я по валям возвращался? О, у меня интернет упал. Интернет упал. Интернет упал. Так, подключаю второй интернет. Но локальная запись хорошо делается, восстановлена. Так, друзья, это интернет один у меня подвел. Но переподключение есть. И локальная запись тоже есть. Так что все ок. Да я на том же самом месте, не переживайте. Мы вроде как выяснили, что Хас должен идти на север с определенным набором предметов. И практически без армии, по сути. При этом... При этом Магрейн должен каким-то образом пробиваться через драконов. Брать спаги левитации и что-то куда-то бежать. Ну, ладно, давай тогда... А. Ну нет же. Мне сначала надо... Так, что нужно Магрейну? Стаг лучников. Может быть, стаг фанатиков. Хаса нужно оставить... Поменяемся предметами. Хаса нужно оставить секиру, перчатки. И щит. И щит. Все. Ну, он сказал, что это все, что ему нужно. А-пам... Ну, как-то юнитов надо вытащить. По крайней мере, так. Все. Хас... Вальп отшел передавать армию. Здесь нужны предположители, но... Давай посмотрим, что там будет. Артефакты, которые у нас после Хаса остались, мы передаем второму герою. Резисты вроде не нужны. Передвижение по морю. Дух уныния. Слово работать не будет. О! Аспирант пригласил Леопарда Маэстро. Спасибо большое за то, что пригласил аспиранту. И спасибо Леопарду Маэстро за то, что приджойнился на гудгейм. Топорик и щит передали. Да, передали. Передали же. Топорик, щит, перчатки. Давай посмотрим Магрейн. Что тут пол... А, мне же нужно было, скорее всего, еще единички сделать. Я за счет тактики могу, типа, попытаться прикрыть... Ся. Потом на Хасте забежать, но... А, я не могу прикрыть Ся. Только так. Прожигает. Ага. Надо найти место. Можем ли мы арбами встать таким образом? Что их не будут... Сжечь. Не можем, да? Скорость восьмерка. Восьмерка, шестерка, 14. А тут скорость 15. Все равно один дракон вылетает. Сюда встать не могу. Сюда добежать не могу. Точно прожигают? Точно не добегаешь? Это же первый ход. Раз, два, три. С экспертной Хастой я бы добегал. А так прожиг. Ага. Но я не должен это делать Хасом, насколько я понимаю. Все равно. Восемь, шесть, 14. Ну, напрашиваются единички, которые якобы заблочат. Якобы. Моя задача арбов поставить сюда, дракона поставить сюда. Арбы расстреляют, их никто трогать не будет, когда они зайдут туда. Дракон будет вытанковывать. Какое-то время. Но такое впечатление, что мне нужно и арбов, и монков туда. Потому что этого дракона будет убивать довольно быстро. А разницы нет, что у тебя 11, так что 2. Потому что дракона все равно будет бить 1. Вот отсюда. Тогда возникает вопрос следующего толком. Блин, опять я не передался. Твою же дивизию. Не, попробуй пока что так, попробуй. Вот. Допустим, мы добавляем фанатиков. Допустим, мы добавляем условно ненужные единички. Условно ненужные единички. Чтобы попытаться закрыться. Я даже грифонов жалко, если честно. Вот. И нам надо сейчас как-то заблочить. А, нам нужны единички в блоках. Понимаете? Чтобы, например, дракон, который подошел сюда, пробивать эту единичку. Он встал сюда и помешал бы проходить другим. Ё-ма-й-о. Не так. А есть ли у меня единички, которых не жалко? Вот такой вопрос. Или нет? Крисоносов жалко. Джины есть. Не грей, жены. Как раз четыре штуки. Но меня беспокоит реально вопрос. Могу ли я прикрыться так, чтобы меня не прожгли? То есть один джин сюда. Потом нужно ставить таким образом, чтобы сплэша не было. А как ты пройдешь там вообще? Как ты пройдешь? Ты можешь сделать хосту и сразу пробежать одним. Но нет. Может, это на фанатиках проходится? Может, мы через 77 фанатиков справимся? Они-то успеют забежать через хейст. Не, не успеют. Гарпи не справится. Арчами может быть. Ну, у Гарпи нет глухого этого. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, тут уже сейчас пробивают. Сплэш, 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 сплэш. Сплэш. Плюс полный блок. Поставь их ближе. А, толком. А, типа Монков поставить ближе. Они первыми ходить не будут. Вот в чем дело. То есть у него хоста будет 12 скорость, а в этих 15 скорость. Какая разница, ближе, не ближе. И даже на следующий ход я же не успею их завести. Хотя через вейд я успею их завести. Если их не заблокируют. Может, забудьте пески против летающих, забудьте скастовать. Можно Гарпи их затрыться, лишь бы дракон танчил. А у них не хватит урона, чтобы пока дракон танчил. Хотя мы его хилять можем. А у Гарпи ведьм. Какая скорость? Девятка? Если девятка, тоже маловато. Девятка. То есть первая скорость у нас семерка-восьмерка. Да мне кажется, тут хас должен просто смаз хастой убивать и все. Да нет, он не сможет. Даже если ты фанатиков с плюс один, это будет 15. Все равно один дракон прилетит. Ну один-то не страшно. Одна Гарпия и дракон. Причем, есть одна Гарпия. Дракон с реценциалью залезает в лесной нычки. Да, все верно. Какие-то говорят, опять подсказали всем Мишкиру, что ты расстраиваешься. Что ж, советы давал. А, лазурки хилять нельзя. А, там дырка на четыре клетки, ты займешь все враги, не пролетят вообще. Ну да, четыре клетки. Кем я займу? И как я займу? Сейчас вот я прям с экспертами. Сегодня у нас такая трансляция исключительная. А, вот оно. Они же до меня не долетают, да? Я понял. То есть, если дракон так встает, в эту клетку и до него не долетают, это не долетают. То есть, остается понять, кто у нас занимает эту клетку и как. И все. И бесконечно он... Я понял. Ну да, действительно. Ну, явно лишний... Явно лишний второй стэк. Блин. Как же тут все криво там. Стрелков. Может, кстати, и гарпии здесь, действительно. Гарпии же бесконечно будет убивать. Вот просто только долететь ими, и все. А гарпии я как раз у Хаса ношу. Хорошо. Ну, если гарпии успевают до точки долететь, то это все. Десятая скорость, 14, не успевают. Ну, Хаса успевают, так не успевают. Ладно, попробуем, агрень так. Неизвестный, ты не пройдешь, голосила толпа. Там сотен драконов, тебя ждет беда. Пойду не милите, чепухой ерунду. Скажите мне лучше, куда я иду. Это прямо в точку. Спасибо большое. Так, как мне будет подсохранить гарпию? Все драконы будут атаковать. Хаста, не хаста, пофиг. А проэр нас не вытащит? Вообще, кстати, у меня проэра нет. А почему у меня проэра нет? Не, ну хаста не успеет он. 13 скорость, но какая хаста? Все минус гарпия. Соответственно, здесь... А! Ага. Интересно. Так, если хаст не проходит, пока я буду топить, не возьму красную палатку, может им пробить? Да, ну ты видел, как он стоит криво. Да, гарпи жалко. Народной странички. Да вроде листал. Элементарий есть, радость есть. проэра нет. Проэр, видимо, только у вас, у другого, у какого-то конкретного героя, да? У кого, интересно, проэр, извините. Серьезно? У Вайля? И он им не... А, нет, проэр же был у этой подруги, точно. У меня же проэра-то и не было, в принципе. Ну и как мне тебя поставить, чтобы тебя не сожгли? Прикрыть массой единичек, да не получится. Засажгут, конечно. А, подожди, я могу сделать так, могу сделать так. Тогда вот вниз не уйдут, а гарпи будет прикрыта. Тогда ее сплэшем не убьет. Вот так вот может быть. Раз, два, три, четыре... Ай, пять, ага. Один дракон пролетает. Он только один, один из последних. Нет, я не могу этого сделать, к сожалению. Уже достаточно, ну... Так, закрыли. Прости, Нед. Чтобы не прошел. Давай вот таким образом, может быть. О, да. Охрененно. Ай! Сука. А как? Извините. Не ходил вот этот дракон. И он доходит. И я не могу через вейт пройти. И я не могу через хосту пройти. Блин, серьезно? Может там стенку какую-то поставить. Или вызвать элементали. Может вызвать элементали. Тогда он... Какая разница, у тебя первый ход будет с другой стороны. Вверх и каст. У тебя следующий ход. Они первыми ходят, тебя выдувают. Хаст тебе не дает 15-ю скорость. Уже сто раз об этом, блин, сказал. Но что-то... А внутри места не так, чтобы занять и то, и другое. Да, гг. Может лазурного дракона так поставить, чтобы его все атаковали? Да, может быть. Может быть, но они же стремятся сплэшить. Вот таким вот образом плюс один будет по дракону атаковать. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс мораль. Ну все, да. Теперь уже все. Теперь уже все. Залетаем. Тут отдаемся джиннами, неважно. Тут блочим и начинаем. Блэс. И по 300 здоровьем. Можно палача, чтобы чуть побыстрее все было. Уже 480. Да. Ну не зря мы гарпий тег с собой возили. То есть у нас три героя и все при делах. Даже гарпии пригодились. Да, мутка, конечно, вообще дикая. И ты должен смотреть там, что по рельефу. Смотреть, что по врагам. И исходя из этого там меняться. Ставить нужную армию. И тут на автомате ты не можешь пройти. То есть все ручками, все ручками. Ну а если бы мы пошли с основной армией, понятное дело, были бы... Мисклик, сука. Мринс, я тебя так ненавижу. Просто. Ну мисклик там не атака, а полет было. Просто не атака, а полет. И наша песня хороша, начиная с началом. Главное не промахнуться. Главное не промахнуться. но более менее понятно вот в принципе игры этого сражения которые проходятся должны проходиться с минимальнейшими потерями все артефакты нужны все юниты особенно на которых делаются акценты тоже важны то есть гарпи мимо например пробивали драконов с гарпи мы там с кем-то внизу сражались в подземелье имеется ввиду не хочу я тратить много маны только блэс буду кастовать что второй проказ в 3 раз дороже и и последний стек лазурок 30 хитов прикиньте там рассчитаны все по количеству драконов что он может типа 400 к вытанковать ой какой он псих ненормальный просто о просто титаническая работа по балансировки сражений говорит нет наличие артефактов юнитов это грандиозно колоссально тем нынешним близок стоит поучиться да да склонен согласиться лазурку сдаем что все это значит ошламленно спросил макгрейн когда бой стих золотые драконы черные лазурные что черт побери происходит я и есть тут самые лазурный принц что о котором говорится в сказке смущенный улыбнулся вайль прости что скрывал это мне запрещено принимать мой истинный облик но появление черных драконов все поменяло ты спрашиваешь что происходит в империи я знаю не больше твоего однако слова кланте появление магов и этой ирианы тревожные слухи запада и многое другое все это говорит о том что огонь войны разгорается во всем известном мире остальное мир меня не интересует ответил макгрейн моя цель фродрагон однако похоже сталь остальной мир интересуется тобой впрочем ты прав наша задача неизменно скажи только ты простишь меня за то что я не открылся открылся тебе сразу ой открылся ладно прощаем открылся две с половиной тысячи камни и один золотой дракон рухи но у нас спаги левитации же появляются да спаги левитации появляются а с чем не левитировать мне же возможно понадобится какая-то так как мне левитация поможет но я здесь могу пройти он там палатка закрыта сапоги левитации мне помогут добраться до фордрагона получается может отсюда сюда но там же вроде как не пройти ну плыть вот 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 таким вот образом наверное не совсем мудрое решение то есть сапоги левитации нам должны помочь палатку не пробить красный не пробить гарнизон пробить но не пройти вот тут не пройти в тюрьме где там тюрьма была не пройти вот здесь так давай сохранимся во первых 315 315 левитация и просто возьмем может нам расскажут магрейн думает что после внезапного появления драконов его уже ничем не удивить однако он ошибся сапоги левитации те самые которые говорили маги и ариана лежали на поляне королева и лири она велела отдать их тебе произнес золотой дракон похоже что в бою он не пострадал быть может ей действительно ведомо будущее или ведомо будущее а может она просто обезумела и сапоги левитации сапоги левитации сапоги левитации сапоги левитации позволяют ходить по воде с причалой рыбачил апостол андреем а бобер ходил по воде хранитель вопросом выяснить светло-голубая тоже не пройдем светло-голубая тоже не пройдем у нас остается 9 дней для того чтобы спланировать атаку на сорт винт 9 дней 9 карл я очень сомневаюсь что должен типа с левитации как-то вот 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 так вот про проходить там слишком много палаток и прочего то есть сапоги левитации мне должны были отдать ой кстати я же сапогами левитации могу хотя не факт что я там могу зайти с берега туда там вроде огорожено все то есть только один герой может быть отсюда все таки и на поляну вот тут как как нельзя кстати вода и ни один другой герой не может пройти но перед тем как идти финалится ну в далекое путешествие явно далекое путешествие при этом красная палатка не я здесь не пройду скорее всего я тут скорее всего не пройду можете через горы могу пройти хрен его знает ладно давай сделаем следующим образом мы идем идем смотрим смотрим откуда мы можем куда мы в принципе можем спаги левитации надеты тут ни черта не видно обзорки у нас нет даже если сюда высажусь каким-то макаром я не пройду через вот этот вот куст тюремный нет это слишком далеко может подсветить разыточку сделать уже отсюда на следующий ход я проверим просто не здесь ничего не сделать то есть не отсюда на спаги левитации используются есть тоже вроде горы охранитель вопроса блин там хас оказывается что что блин там какая-то лодка типа мы хаса здесь оставляем надо с армией разобраться будет хас в розыске дародом но ничего не происходит при этом так окей корабль готовится к отплыть и капитан собрался попасть каждому вопросу кашизанском уда хаши in шагище хитризаны хас выркнул ты меня знаешь так что давай без этих глупостей капитан смеялся хасты старый ты пьяница какими судьбами ты и в кашизан ветер меняется задумчиво ответил мечник а может и весь мир что везешь самый лучший товар сам понимаешь хас мрачно посмотрел на капитана ты знаешь что я думаю про работорговлю да что то я везу вино из погреба какого-то проигравшегося лорда рабами я не занимаюсь но больше не занимаюсь как лилиан попалась выпить хочешь да конечно в другой раз окей и хас поплыл верно империи воины ушли в дикие земли они будут служить всякому кто бросит вызов фордрагону предатель поможет нам единый и он подсвечивает ее пары с этой и айловин впереди короче понятно хаса нубаса надо сажать в лодку убирать у него все что не нужно левитация вот она оставить ему какую-нибудь условную не знаю пегаса не пегаса блин еще прогрейдить этих ангелос у меня жаба давит ему оставлять 10 грифонов тоже не хочется оставлять ладно возьми тогда основную армию себе что она может помочь дух карты перемещение по морю может хаса перемещение по морю об этом ничего не сказали кстати но ему логично раз он на лодке летит но ринста не стал бы врать правильно он перечислил три артефакта которые остаются у хаса все это сики сикира это перчатки это щит гномов все и он пошел на следующий ход сюда ты берешь левитацию ты думаешь о будущем вообще-то похоже ему и мантия нужна и сапоги могут пригодиться это нужно успеть сделать вернуться на юг тиснуть последнюю подкрепу если конечно вообще я успею жалко грифонов не прогрейдом что может пригодится это хуже и то есть это хуже это хуже и то есть нет не есть может пригодится все поехали ангелов можешь нанимать мне не могу по крайней мере теперь я смогу пересечь реку задумался могли вот она оказывается где хотя с твоими крыльями это было бы проще мне запрещено принимать истинную форму напомнил вайль я не должен был этого делать да да значит путь через дикие земли простым не будет пора подготовиться к битве с фрадрагоном у меня терзает сомнение смутное что возможно мне стоит успеть дотащить вайлем еще одну подкрепу то есть с хасом все понятно нам дали наводочку мы хасу скинули артефакты хас садится в лодочку и и плывет и плывет и плывет и плывет и плывет на 331 заканчивается то есть у нас еще есть девять дней для того чтобы не подкрепу дотащить во первых я не знаю сколько времени займет путь до короче это точно это отдельный сейф просто отдельный сейф перед вылетом мы скинули всю основную армию магрейну ну плюс там джин и еще какие-то непонятные хотя полезнее наверняка был бы пак мантикор грейжиных чем какие-нибудь не знаю там два ангела условно пусть они дают первую скорость а что нас там ждет она все равно первая скорость будет на вместо двух ангелов было бы неплохо взять там 40-50 грейжных мантикор ну деньги есть но за ними бежать далеко ладно к чертам так берем перемещение идем через этот садимся в спрятанную лодку поскакалим на грейн тратит еще один ход к сожалению хас бежит плывет точнее у него-то путь 1 стоп а а магрейн почему не может я же мог а я не надел левитацию дурачок привидение напуганные отступают спасибо что отогнал его услышал вдруг магрейн высокий женский голос рыцарь обернулся перед ним стояла эльфика стройная изящная о ребята должно быть она долго странствовала черные волосы и обуви спутанные а высокие дорожные сапоги заляпаны грязью отогнал кого миледи спросил магрейн завороженно глядя в ее огромные темные глаза призрака я вижу их порой должно быть это и есть дара которым говорила мама а это то а но не будем об этом и прошу зови зовите меня айловин так это наша бывшая или нет или будучи айловин навигация ее мое логистика маневренная она разведчица типа да я магрейн стон хелм подкатываем и что вы здесь делаете миледи собирают цветы такие же росли у меня дома магрейн не мог не улыбнуться подумать толки только в империи объятой войной и у кого-то есть время собирать цветы у вас ищут а нет вас это я говорю вас ищут эльфиска закатила глаза конечно моему дяде взберло в голову выдать меня замуж за хромого старика разумеется я сбежал я знаю эти земли и езжу верхом лучше любого в империи не сомневаюсь миледи ездят на верхом лучше всех я лишь думал что эльфийская принцесса попала в беду и никто кроме храброго рыцаря и не поможет улыбнулась айловин но похоже что это вам сейчас нужна помощь магрейн нехотя кивнул так что у нас есть коричневый страж границы 20 страхов которые хотят присоединиться мне нужно попасть сорт винт чем скорее тем лучше сказал магрейн но в столице засел лорд продрагон со всей своей армии ахнула айловин неужели вы собираетесь с ним сражаться я собираюсь его привить победить он убил моего брата и императора и фиг к сожалению посмотрел на рыцаря я помогу вам дорога будет непростой так что отдохните пока есть возможность типа как в конюшне отдохнуть седьмой день четко пришли а это крик чудики циклопы рухи а мешок золото у так починяясь непонятному импульсу вы врываете за местную тюрьму и с нами элвин ребята добрый вечера я бон флетчер нам добавляют героев о ее ее легион гоблинов если на подозрение что а биографии мадам а вот так вот элвин и закатного леса дочь королевы илларианы и короля лучника в андрое много лет не была дома и не видела родителей предвидя грядущее бедствие мать перемать отправила ее на восток не зная о вероломности князя кланси но своевольная элвин не пожелала выходить замуж по его указке и сбежала она унаследовала дар видения но в действительности мечтала путешествиях приключениях по крайней мере так элвин думала короче вот эти вот так у меня кува или проблема то есть да он там седьмой седьмой день да там мы в конюшню возможно да возможно подкрепа но возможно мы уже не успеем а может успеем может мы успеем красную палатку открыть до того как будем штурмовать и типа там подтащим каким-то хитрым способом сапоги скороходы тут столько всего что элвин видимо на гоблинах будет будет учиться погнали мы еще советом кажется бегемотиков нычку забыли там стадель по дороге и пресса тасс ланидзе что началось на 5 кстати у меня не масс нет жима массового слов ой чё я делаю а у меня книги нет я думаю чё не дают кастовать так забыли говорят книгу ладно погоди сначала да раскатить их надо и все он чё тут косарик убивают прикиньте кони убивают косарик ах ты смотри какой а ой бешенство подходите кони наверх 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 а будет мораль все равно пройдут как бы отходи не отходи экспыта сразу 15 к эксперт воды эксперт пути продвинутая земля продвинутая стрельба продвинутая экспертная стрельба воздух земля логист так мы пропустили чудиков нору чудиков а ты про утес про рухов рухов но учитывая что да мы типа должны захватывать и возможно руки кому-то нужны видимо дан перед вылетом сражаемся пробиваем брать на службу конечно же не будем ты рухов имел ввиду слон заходим садимся да рухи это почти что да почти что чудики хас поплыл в очередной раз уже третий раз он пытается поплыть мы запрыгиваем не вступаем общаемся подкатываем подкатили передаем меняемся меняемся улыбаемся не костанул к сожалению но зато лак лаке рок и бешенством главное чтоб не мораль заклинанием не совсем понятно что делать я подумал что может быть надо было грамотея сюда на левитации оставить чтобы обучить заклинаниям я думаю мы скоро встретимся когда когда пробьем перчатки всадника и мы тут пробиваемся кто будет с ну с этим должен сражаться все таки до первый день как раз первый день ман маловато к ангелам пройти пока не могу палатка странная конюшня проверяю темно-синий пограничные ворота стоит тут какой-то странный блок мой причем видимо что противники если сюда проходили не смогли не смогли палатку видимо взять проверяю клеточки артефакты не не про это самое ну басы глотков 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 тут я думаю может быть мне тогда успеть метнуться вниз взять наконец артефакт да давай сюда в начале следующего и тут следующий ход а грифонерсов возьму раз все равно бежать вниз поэтому беги собирая следующих грифонов дваз ну надежда есть что я смогу еще так и хас на баз водоворот впереди тупик здесь не дропнуться и он ураган проходит рядом с вашим кораблем воины падают за борт твою ж дивизию что блин так но он либо здесь застревает он здесь застревает белый страж границу вот он бы который мы заслужили вы издеваетесь а и чего а то есть там несколько водоворотер сов охренеть просто охренеть и куда чему нужно на север вроде как в болото сюда надо попасть да якобы ну а как якобы если тут красное ты не пройдешь ты пройдешь после того как убьешь то есть ха стартует по замыслу ринса можете тогда осмотрюсь покинутый корабль конечно осматриваемся кто там до нас осмотрелся проверяем слишком много вопросов я не понимаю просто ринса иногда я просто его иногда не понимаю понимаете а вон синий же чем да есть такая прав раз феникс два обратно потом сюда ты на конюшень берешь себе а грифонов берешь дальше грифонов идешь за подкреплением так 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 как быть но тут бой очевидно и с ним можно повременить я думаю но не повременить а повременить в рамках этого хода давайте 321 и смотреть может ли что-то что-то ха ха здесь сделать тьма ржавых драконов например крестоносцы с обелиском но тоже не высадится тетиву отдадут за этот если я взял хотя бы немножечко армия об тетиву сейчас тиснул взял бы каких-нибудь гарпии несчастных или еще кого-то вот почему бы сейчас не 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 это самое но мне написали что как бы ничего тебе не нужно все ты один идешь и убиваешь в смысле с топором с этим на разведку так маги размотает окнунет он такой маг сильный вообще apple армию потонула точно там же через водоворот она штрафуется то есть в теории я должен не ну один тостак я мог бы взять или он там минусуется или единички хотя бы взять или водоворот не убивает если у тебя один остается да ну такое впечатление что да получается я если с единичкой то должен там же писалось когда-то водород прыгнула армия утонула он там есть за какие-то как это закономерность что 321 ладно попробуем хасами стрельбы мать с тела не о чем дка не подействовать ни на кого иммунитет ко льду классно продумано стена огня урон 110 маневренность это уже сразу зажат сходу водовороте умирает половина самого слабого стека и денщика умирает столько это не последний юнит ага ну возможно ангела надо было реально брать с ангелом я бы тут развалил их но мне же ничего не сказали про ангела понимаете ничего не сказали про ангела и ты уповаешь просто на сейвы ангел там погоды не сделает вот перед вылетом мы передаем одного ангела оставляем ангела на первом ходе ходим следующий ход х соответственно берет ангела убирает это я бы ему даже и путешествие поэтому по по волнам бы дал невзирая на то что там ринс рассказывал скорость при движении по морю нет 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 но сэкономит он временно упрется он в конце концов сюда гональчик что еще выходы из водоворота там есть выходы из водоворота дам я думаю можно об все никто ничего не заметит садимся даем ему еще амулет на перемещение по и тобой бежим вниз а девочка навигатор за чем-то это правда но ей не туда ставлю левитацию а как там ставить вот так через shift идем идем подкатываем берем меняемся и атакуем приятная мораль куда сейчас садимся да сейчас садимся Какие у тебя заклинания, подруга? Медлительность. Понятно. Собрали. На первый день как раз кони мы и кони. Готовимся к сражению. Ты бежишь за конюшней? Может заранее открыть, а? А ты времени сэкономишь совсем. Поехали. Берем коней. Берем грифонов. Джинов, наверное, не стоит. Да слишком долго. Ману возьми. Грифонов возьми. Есть надежда, что успеет. Ты коней запрягаешь. Открываешь. Это задаток. Еще пять мешков получите, когда доставите эльфийку, услышал друг Магрейн. На пушке лес он увидел воина в шлеме с рогами. Тот говорил с гномом в мантии банка под горой. А можно три мешка? Я развлекусь с этой девчонкой. Вы доставите ее целой невредимой, твердо ответил гном. Надеюсь, вы стоите этих денег. Ладно, будет по-вашему. А во мне не сомневайтесь. У варваров из Алмазной долины нюх на эльфов. Следопыт из Алмазной долины, прошептала Элвин, схватив Магрейна за руку. Сколько моих родичей они продали в рабство. Я не дам вас в обиду, миледи. Но моих сил не хватит, чтобы его победить. Так что нужно спешить. Эльфийка посмотрела на рыцаря. Выступаем на рассвете. Нужно тщательно продумать дорогу, чтобы не попасться. А-а-а! Серьезно? То есть мы как-то должны мимо него проскочить, потому что его типа слишком много. И для этого у нас стоят гномы. То есть мы на них можем напасть. А, нет, нормально все, мы успеем. Так, у нее скорость хорошая. Мы наконюшились прям хорошо. И продумать дорогу тут, похоже, не проходим. Сейчас надо будет ресурсы там собирать, не собирать, непонятно. Усач наш хас идет на рыб. На рыб он идет 3-2-1, перезаписывает. Потому что... Пробуем взять рыб. Вот, все, изи. Тетива и 6 косарей. Это тупик, к сожалению. Но зато мы здесь уже... Да? Да. Можем сюда стелепортироваться, пособирать ресурсы, штурмануть кораблик, посмотреть, может, можно высадиться. Или сделать круг подсчет, убедиться. Ну, справа ты посмотрел, там ничего не сделать. Может, разведочникам время-то есть. Попутный ветер. Ржавые драконы. Ладно. Так, Магрин пошел. Вон она, крикнул гном. Варвар немедля вскочил в седло. Торольд выходит на охоту. Гномов мы взяли. И дальше поскакали, потому что, говорят, Торольда нам не выиграть. Да как не выиграть вообще? Изи. Магия огня экспертная. Что там у тебя? Рогиный шар, метеорка, блин. Вообще, мы как пусечки сейчас будем отступать. Хорошо, это экспертная логистика. И она конится просто специализация логистика. Эксперт пэтфайдинга. Пэтфайдинга. Эксперт логистики. Она сейчас так за это самое на пегасе зарядит. Не забудь про то, что тебе писали на корабле Хаса про верные войска. Скоп могут посречь тенизи. Забывчивости нет. Могут. Все может быть. Давайте смотрим, что валяется. Насколько крупные кучки золота? Некрупные совсем. Присоединится. 88 арбов. Но, возможно... Не, давай. Слава империи. Присоединяемся. Артефакты есть справа. И я, кстати, вот сюда могу забраться. Смотрите. Тут миллион чудиков, но они охраняют массу артефактов. Сапоги там туда-сюда. Вот это вот можно попробовать собрать. Тупичок, да? Такое впечатление, что Магрейн должен был добегать до Оазиса. А это подбирать арбов. А что у этого крик-хека по скиллам? Ксперт Песфайн. У него тоже специализация по логистике. Ё-моё. И тоже перчатки. Капец. Да он Магрейна просто разорвет на части по скорости. Да, Магрейн не должен был здесь собирать ресурсы. Понимаете? Насколько? 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 Опять? Три, два, один. Конюшню посетили. Побежали мимо просто. Наша задача добежать. Хрен тебе, не добежать. Ну, может, тогда ей войска передать, а Магрейна разогнать на том же самом Ангеле. Ну, если я добегу до Оазиса, у меня будет дополнительный ход. Такое впечатление, что я должен был в конце прошлого хода. Ну, Магрейн не такой расторопный, понимаете? У него другая специализация, и у него нет пассфайдинга. Поэтому именно Магрейн будет страдать максимально. Так, и перчатки надо ей тоже выдать. Совсем забыл. Гном, может, ей пробить? А какая разница? Типа одна единичка решает? И в конюшнон затем. Десять гномов взяли. Сколько там этих? А, видите, вот! Вот! Магрейн с единичкой Ангела под конюшней ход в ход добегает до Оазиса, где он сражается с гнолом и получает дополнительную скорость перемещения. Да что за дар, о котором вы говорили? Спросил Магрейн, когда Торольд остался позади. Элвин задумалась. Это трудно объяснить. Дар видения передавался в моем роду по женской линии с древних времен. Но мама научилась пользоваться им лучше, чем кто-либо другой. Она могла видеть будущее и прошлое, видеть вещи, происходящие на другом конце света. А еще она говорила, что может пройти через разлом между жизнью и смертью. Но делать это сущее безумие. Живым не место в садах Единого. Таков он это дар, дар и проклятие. То есть я и вы тоже этим им владеете? А Элвин покачала головой. Лишь едва. Я чувствую запах смерти в полях, где тысячу лет. Назад были сражения. Могу увидеть тьму в душе смертного. Наверное, это звучит глупо. Нисколько. И что же, много ли тьмы в моей душе? Эльфийка сняла перчатку, привела Магрейну по лбу. Тьма есть в каждом. С тех самых пор, как мир был искажен. Но вас... Я вижу доблесть, отвагу, решимость. Ой, у нас все получится. Девушка хотела убрать руку, но рыть ее остановил. Ох, сейчас под тенью звезд опять обниматься будем. Видите что-нибудь еще? Если я вижу, то предпочту не говорить. Но у вас красивые глаза. Блин, ринз. Ёпресс, это... Какая... Какая просто слащавая. Лах! Просто... Ай. Классно написано. Вот, и нам добавляется немножко сотня черных драконов. кресты, которые к нам присоединяются. Так, а Айловин добежит? Добежит, но ей бы лучников взять. Слишком много добегает. Оп. Да, оба добежали. Молодцы. Шахту, скорее всего, лесом. Тут, видимо, надо посражаться. Возможно, даже дважды. Для того, чтобы сбросить бонус от оазиса, снова вернуться и добраться до Лебединого озера. А как мы там на Лебедином озере-то вдвоем. Так, погоди. 3, 2, 1, 1. Ну, во-первых, здравствуйте. У меня нет... нет гарпии. А сейчас, возможно, опять вот это вот и увлекательная тема убить черных драконов ничем. Давайте посмотрим. Нет, эти изявы. Просто мы их убиваем-то для того, чтобы... Мы ввязываемся в бой для того, чтобы вернуться. Давай посмотрим на... Ладно, хорошо. Драконов как? Что там за... Не, драконов нам не убить. Драконов нам не убить, к сожалению. То есть нам нужны только огры. И, скорее всего, Магрейна разгонять на ограх, да? Ну, исходя из логики, что у Айловин все хорошо. Тогда... И надо успеть же... Блин. Надо успеть же еще вернуться. И передать... Передать народ. То есть Айловин собрать у него опять все, кроме ангела. Магрейн не успевает. А если он не успевает? Вы понимаете, мне потом надо озеро форсировать, а это минус ход. А здесь что? Выдаем. А, я тут могу пролететь, что ли? То есть я должен здесь одну пускать в лебединое озеро, чтобы она... Да, она должна успеть добежать. Что я не смогу, скорее всего... Давай проверим кое-что. Я же не смогу на ту сторону проплыть, учитывая... Ну, если там будет блок. Ё-моё. Сохранится. Согласен. Я хотел просто проверить. Да, видите, я не могу пройти дальше, хотя здесь... А, нет. Могу. 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 То есть мне её нужно доставить высшим. Мне нужно её доставить высшим. Ля, какой обр. Вот, она успевает зайти сюда и пройти... Вот, и проходит до конца до озера. Мама говорила, что когда-нибудь мне тоже придётся стать видящей, исполнить моё предназначение, а отец и дядя хотели, чтобы я поскорее вышла замуж. Но никто не спрашивал, чего хочу я. И чего же вы хотите, миледи? Что вы перестали называть меня миледи? Просто Айлвин. Я хочу приключений. Что ж, миледи и Айлвин, за нами гонятся следопытцы армии кровожадных зверей. Чем вам не приключения? Ой, короче, всё. Ай, крестов надо было передать. А-а-а! А как? Ну как, как? Ей левитацию передавать тогда. Почему? То есть ты должен героям, которые сражаются с ограми пройти дальше? А как? Понимаете, туда стоит два человека, да? Ты с ними сражаешься, это огры. Если ты ограб убиваешь, ты можешь вернуться в Адис и получить дополнительные мувы. И они тебе как бы нужны дополнительные мувы. И вроде как Айлвин нужны эти дополнительные мувы, но может быть я могу как... если готов пробить и пройти вперед за чудо? В смысле, а как мне черных драконов-то пробить? Не-не-не, я должен каким-то образом либо либо Магрин должен каким-то образом, либо Айлвин должна с левитацией сапогами казаться здесь. А ну-ка еще разок. Как там эти огры работают? То есть ты можешь только отсюда дальше двинуться. А, но здесь человек в безопасности будет, да? Да, здесь человек будет в безопасности. Главное до озера доскакать. То есть оазис не надо обузить, пытаться. Доходит. А так дойдет, не дойдет? Интересно. Так не дойдет. То есть паладина остаются. Ну как все равно надо кем-то пробивать этих ограб, правильно? То есть Айлвин пытается до озерка сюда. А Магрейн пытается сюда. Но желательно без потерь бы. Еще без потерь. У нас тут есть блэс, у нас есть слоу. Есть подозрение, что паладинерсы вообще будут шотать по полстэкам. Чуть-чуть надо еще хорошего чего-нибудь типа жажды крови бахнуть. Все, и понеслась. Раз. Два. у нас А что у нас еще есть? Ну, кроме ДПС на каких-то вещей. Ну, водный элементарь, но она. Может, без жести? Не, давай лучше водный элементарь. Бах. Бах. Все, мы как бы прошли за драконов. Этот не должен до нас достать. Достанет ли он до Айловин? Это мы сейчас узнаем. В это время усатый путешественник, путешествует. Пробивает на халяву на автобое, получает тетиву и оказывается еще в другом месте. Тут у нас кони, тут у нас грифоны, тут у нас мана, новые грифоны и закуп мифический. Сохраняю 3-2-1-2 перед тем, как на корабль обыскиваем обломки и там опять рыбы, три косаря. Потом прийти, собрать, посмотреть, темно-синий, через красный не пройти, внизу тупик. Погнали. И поскакал, поскакал, собирает, собирает резы, собирает и не доходит, одной клеточки не доходит. Блин, он такой, конечно, ринз, все рассчитал, все рассчитал. Просто подлец. Вы видите, как он рассчитал все. Я не понимаю, это настолько, это такой объем работ. Так, а теперь важный момент. Фанатики, скорее всего, к нам присоединяются, 18 человек. То есть, мне нужно... А, он здесь же подзастрянет на один ход, да? Это захватить не можем. Что там, кучки какие? Косарик, 800, 800, 900. Опять красненькое, через озеро надо будет, но времени вобрезь. Айловин идет, убивает. Макгрей, начал Айловин. Вы ведь были обручены? Рыцарь удивленный, посмотрел на свою спутницу. Давно отец хотел женить меня на Жозефине из Сильверлейка, да только погиб до того, как получил согласие. А девицу эту больше интересовала алхимия, так что оно и к лучшему. Потом я думал, что про драгон собирается выдать меня за свою воспитанницу Лореллиан, но он ни разу об этом не говорил. Наверное, он думал, что женщина будет отвлекать меня от службы империи. Стало быть, вы думаете иначе? Чувствую, у нас будут такие диалоги, прям, прям, ах, такие, прям, ах, диалоги. Так, деньги нам не нужны. Собрать ли руду? Руды, да хрена, но этот артефакт нам может пригодиться. А сколько дней осталось? Пять дней. А ты при всем желании не дотащишь. Почему не дотащишь? А как тут проходить? А, через низ, через грифонов, через чудиков, вот как проходить. Здесь я не могу уже пройти красная палатка, опять же. То есть, вот они, мои кони, белая палатка, тупик, это тупик. Пробиваем чудовищ, берем грифонов, садимся на лодочку, дропаемся, и мы у замка. И, возможно, возьмем еще... надо магов этих попытаться как-то убить, потому что присоединятся чемпионы. Эту палатку мы берем плюс мораль, чемпионы и хилка. Охренеть. Обыскиваем корабль. Привидение взяли. Сейчас русалочки подкатим. Застывший глаз дракону. Вообще. Ой, можно даже дропнуться сюда. А, ну Хас, видимо, так и должен был сделать. То есть, пока красная, он к Хашизану пошел. Там его ждет гнол, мародер, чтобы помогать перемещаться по болотам. Красиво дропнулись. Так, а как здесь? Как здесь? 3-2-2 у нас. 3-2-2-1. Пара гоблинов. Фанатиков-то, конечно, проще забирать Магрейнам. Надо было мораль убрать. Вообще, любая мораль и досвидос. 200 раз. Ушел. Ушел. О, это как-то подставился-то, дурачок. Быстрый гоблин, видимо, на своей земле, да? Поэтому шестерка у них скоростью. Опять, они еще не только красивые, но и умные. Прикрывают просто всех. Вы видите? Что творят? Хоть рыбу вызывай опять. Так, стопы, а мне там ману-то дадут восстановить или нет? Да, будет колодец хорошо. Тьма, хоп, гоблинов, тигры, жены, упыри. Давай-ка боевой дух снизим. Хоп, гоблины. А что ты не хочешь слову сделать? Хороший кастерчин. Прям вообще отличный. Хосту. Пью. 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 Обижали, родные. Гоблины, говорите, да? Берем 18 фанатиков и вопрос, кто у нас первый... Ну, этот же здесь ход потеряет. Соответственно, надо понять, мы дам вперед пропускаем или сами лезем вперед. Нам бы, наверное, самим вперед полезть. Возможно, даме оставить армию перед тем, как мы, и вот здесь в последний раз поменяться, потому что у нее будет отставание на целый ход от меня. И мне нужна будет скорость. То есть, убиваем пару гоблинов, прыгаем сюда, теряем ход. Эта подруга подходит к нам сзади. Нежно. Мы черта, как она спасется от того догоняющего. Он же ее здесь настигнет. А как насчет левитации и уйти вот сюда, пропустить? Не, он ее в любом случае настигнет на следующий ход, понимаете? Мне скорее надо было возвращаться ею, брать ей левитацию и бежать сюда. А я уже не успею. там такое количество еще боев. Я точно не это самое. Подожди. Можно какой-нибудь батл загрузить? ну он же бы терял ход на пруду. А, да, но он же терял бы ход на пруду. 3 2 3 2 2 1 вот так вот да? Это уже поближе немножко то есть мне хватает на все блин не хватает похоже на все нам не хватает идем идем раз идем два можно было ход пропускать там оставь упаков down как кровь ري в curious и все это fest во 3222 гоблины да нет я не успеваю же я я расход трачу и на 2 и убивают ей надо реально ныкаться счетом эти эксперты и пресса т тогда армию отдаем уже тебе джинов наверное тоже ты идешь вот сюда прятаться а ты проходишь на пруд все тут блок тут я не могу пройти ас на следующий ход она типа должна на эту точку а этот уже бежит по пруду то есть этой надо прятаться в прятаться надо они на следующий ход оба возраста но только в разные да ладно и он не протокуете по меня он давай проверим проверим сейчас не краяльф проверим смотри у меня на на он добегая даже на этот ход а зачем я сюда на озеро вставал а я нет я не мог вроде не терять ход давай посмотрим на бывает грит первых его будет такой-то уверенный капец конечно веселенький прям пробуем спасти айловин через через воду мне кажется имели здесь да ну ему хватит ходу я тут я тут не прав я тут на ход до этого не прав похоже а а как-то через воду сделал это так стоп ну допустим ты глубже можно нырнуть но ты же вообще никуда глубже не нырнешь такое впечатление что я зря вообще наступил на на 321 вот сюда зря наступил потому что я не мог по-другому это кажется был последний ход так погоди решение скорее всего все я думаю может быть эти ботинки передавать идти по единичке идти 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 и она там застрянет он успевает просто ее мочкануть но она дальше ладно уйдет может быть мне ее как-то сюда нет он не пойдет тогда в принципе туда тут блок возможно магрей нам я должен был а как блин а как ладно давай чуть 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 раньше чуть чуть чуть-чуть допустим не может ли магрейн наверх скорее всего не а он не может почему потому что у него под файдинга нет она наверх добегает а он наверх не добегает давить похоже что так даже с учетом возврата на озеро но если он вернется на озеро с огров то никто не окажется справа мы это проходили уже то есть если а когда то какие тогда варианты то она так и должна была добегать наверх еле-еле тут неважно соберу я не соберу все равно меня отнимают ходы такое впечатление что здесь есть какой-то может быть он в какой-то ситуации встает на эту клетку может быть он не может это я не мог видимо плюс у меня был последний ход сюда я не особо что терял как мне его заставить сходить на эту клетку могу ли я пролететь вряд ли он будет пап сюда ломиться погоди как как надо заставить его встать либо сюда либо сюда точнее сюда встать к замку мы через озеро не пройдем ну к замку мы проходим вот отсюда вот сюда вот вот сюда вот через конюшню и вот туда вот через воду не видно подсветить нельзя я понял это дичь говорит ага погодите уходите здесь здесь да здесь здесь решение есть какое-то то есть одного героя мысль левитации можем оставить в водоеме с берега у наверх да там вроде обломки я не смогу перелететь по воде ты даже не пробовал но там нет проходом нужно попробовать надо нас заставить на черных драконов ты как где мне вторым героем прятаться водоем это посещаемые объекта не вода с по гелевитации причем а то есть мы там не спрячемся поэтому у нас там и достал все наглухо вроде бы ты за гвд им отвечаешь ахада но в идеале мне нужно чтобы он встал на лебединое блин озеро может героя сдать реально ну и убежать ей но мне кажется что так вот девушку сдавать сейчас это вообще не по сюжету не по сценарию лебединым и перелететь не можем естественно никак погоди еще разок что же объект не можем даже если пройду по низу все равно окажусь в тупике до запись трансляции будет того что не ну учитывая то как четенько было в на прошлых ходах вот через через прыжок через последнюю клетку на под файндинге я думаю что вот в этом в рамках этого хода вот здесь есть какое-то решение можно лебединое озеро сейчас упадет давайте проверим что он будет он просто атакует и все и проходит дальше и успевает и к макрейна тоже решение дать лилии варвара это кстати неплохой вариант потому что здесь могут быть какие-то особые хотя мне маны нет мне может на этот момент не быть маны а у меня финалка впереди лебединое озеро не тормозит раз если не было боев между посещениями а 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 то есть мы а ловин посетили озеро если она дойдет до если магрин соберет короче вот этих вот товарищей то как минимум она сможет запрыгнуть дальше пройти дальше хочу смогли нам делать он же не мог посетить нет не менее нет 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 ты же сбрасываешь сбрасываешь на бою с этими ой то есть если айлвин не сражается с этими гоблинами она проскакивает мне перед подожди у нее да не посещено почему не посещено потому что здесь был гоблин она не должна была его пробивать а ну-ка раньше 3212 то есть магрейн должен заходить пробивать вот этого товарища подожди а чё с магрейном то делать результате все равно он-то не был на лебединым озере и не может быть мне кажется на конечно не посещен да ладно это все объясняет это все объясняет она конюшню не посетила со вначале пробел не нажал в начале этого погнали а там первый день неделя прошла не могла успеть пройти неделя не могла пройти неделя она не посещала конюшню а это трындец а ну сейф то три три два один один первый день и чего все берем коней раз а у нее были перчатки кстати до 2 магрейн идет берет собирает не не собирает лучников он бежит до оазиса четко получает бонусное перемещение подруга берет конюшню бежит за арбами бежит за магрейном и вот уже здесь могут быть может быть разница понимаете такая грязь то есть в теории в теории может быть даже магрейн должен бежать на лебединое озеро чтобы проскочить потом дальше ну и можно нужно замок замок брать а это как-то может сохраниться где-то здесь не знаю хрен его знает либо оба должны успеть взять озеро как вариант крестоносцы мы посетили да так давай у нас 3 2 1 n1 а крестоносцы типа нам нужны для того чтобы огров убить да куда идет магрейн магрейн идет либо направо либо наверх но скорее всего наверх то есть кто-то кто идет наверх он почти гарантированно проскакивает через лебединое озеро понимаете то есть он заходит сюда его тиммейт проходит через огров по низу помогает ему убить гоблинов чтобы не было сражение после озера лебединого и тогда магрейн не застрянет здесь ну а как спасать второго героя может дальше станет понятнее не магрейн не успевает наверх а это подруга успевает если ничего не поменялось вообще бои же скинут озеро но у человека который до верхнего озера добежит второй прочистит вот этого гоблина убьет и не будет никакого боя и дальше он тоже убивает ему гоблинов по дороге или ей и этот второй пробегая через второе озеро где застревает может не застревает враг ну ладно допустим магрейн проходит направо она идет наверх берет озеро магрейн собирает гоблинов а погоди а я может быть могу оставить хоп гоблинов одного хоп гоблина тому чуваку чтобы он застрял на следующем озере уазиса две точки входа да я в курсе но магрейн не доходит ни до одной ни до второй так хорошо не добегаешь же правильно не добегаешь а может ты можешь нет ты пройдешь тогда направо проходили это а если я крестоносцев с ними сражусь тогда мне скинет но я лишусь тогда крестоносцев 80 человек может в этом смысл может что я должен с крестоносцев не брать а сразиться с ними тогда пройдет сражение я добегу ё-моё да нет не может такого быть нет нет не-не-не-не не может такого быть а может то же самое с арбами зале тогда у тебя бонусное движение будет это просто жесть у меня мозги кипят уже то есть мне дают мне дают арбалетчиков мне дают паладинов но возможно я даже не должен их брать возможно я должен с ними сражаться для того чтобы успеть убежать сомнительно не вяжется сюжетом своих бить так то да ладно давай принимаем берем так да пофиг давай все допустим ты прошел ты спасся ты у нас идешь так и успеваешь успеваешь на озеро все дальше стоишь он не добегает единичка скорости ма грейн идет убивает гоблинов раз а а он не может да по-другому убивает кое-как 2 убиваете по так 3 ну а толку блин но она то пройдет а ты то не пройдешь ты же не посещал она то пройдет а фанатик да причем здесь фанатики мы пока еще пока еще пытаюсь понять как второго героя протащить сюда это палатки мы естественно никаким макаром не успеем все как бы может маскировка может он не нападет из-за маскировки вертел он мою маскировку так я уже думал может быть хасус успевал там дойти снять обломки чтобы собрать вот эти обломки чтобы эти обломки собрать чтобы магрейн успел пролететь за через левитацию но здесь по грань по гранци темно-синее красный тут не пройти надо дропаться направо то есть хасну бас не успевает туда хотя это было бы красиво конечно прикиньте один проходит ну да один проходит другой обломки берет 2 3 туда-сюда маскировка дает ложную информацию но тут там разные уровни я не знаю как она работает в общем она типа дезинформирует врага он может не напасть думаю что тебя больше чем обычным драконы здесь явно просто чтобы прошел второй герой это это понятно давайте на ход чуть вперед 3 2 1 2 вот таким вот образом ну не особо что поменялось просто просто вот вот он бежит не догоняет как будто вот это вот прям рассчитано то есть а ты не ты не на конюшена на этом сейве правильно ведь да ты не на конюшен на этом сейве то есть в любом случае придется переиграть если не брать крестов враг с ними подерется кресты могут быть блоком но я сам не прохожу вроде как хотя прохожу если он подерется он значит не сможет пройти да возможно крестов нельзя брать да похоже это правда сейчас через рыб без крестов попробуем вот это это может быть правильная идея и мая 0 арбов тут выбор да похоже я должен типа выбирать да тогда он просто не проходит через через озеро вот в чем дело ой да ладно ангел это за что да давайте так это похоже на правду и тогда мне не обязательно там что-то выбирать или обязательно или кем-то не сражаться да я там застряну на два хода так так у меня ход один есть как раз он здесь останется на один ход да все понятно хорошая идея то есть мы выбираем кого не брать вот он бежит крестоносцев сражается да и через озеро он уже не проходит кажется кажется вопрос только кем первым проходить вроде бы у магрейна гораздо так он и не был на этом озере магрейну нужно вычищать магрейн должен вычищать все одним ангелом с ума сошел на 90 маны может и справишься плюс фанатики там потом да должны справиться типа на этих на самом нах ману потом все равно восстановим ангел это жалко следующих ману 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 иначе ангел тут страдает как не знаю кто а рыбами все равно можно убить одним стаком все тут ну и прошлых тоже можно было убивать сначала открыть а потом а разницы нет берем фанатиков помогаем этой подруге помогаем ей здесь она соответственно пролетает без штрафа и сразу сюда и магрейн успевает зайти сюда а тот останавливается потому что он ну вроде как останавливается ешки матрешки вот это конечно он опять принц удивляет х собирает собирает глаз берем и дропаемся как раз имеет ли смысл пройти ей вперед там есть чем позаниматься вообще не особо золото мелочевка но перспективе может пригодиться пара косарей но я сомневаюсь что пригодится косарик маяк может пригодится на самом деле и смотрим он идет да ладно нет он все равно доходит да пруд можно обойти и он не пошел в пруд то есть ее я спасаю а его непонятно вообще что делать с ним то есть он у меня вот здесь ловит и кресты ни при чем абсолютно крестоносцев можно брать может мне на обратном да как это как ты чего черных то убьешь а кресты присоединились к нему а он не сожжался с крестами он не сожжался с крестами и 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 ну и денечку оставить шахте чтобы у него было зафиксировано сражение или успеем а если через а грамм из игры сразу запрыгну айлвин не успеет кристоф оставить да это очень хорошая идея шахте золотой оставить гарнизон чтобы он зашел и посражался и тогда не прошел бы через озеро но как это сделать если если айлвин не успевает точно не успевает так ладно здесь проходим типа спасем успевает какой-то псих просто ненормальный ринс просто ненормальный псих да так и есть так надо берем крестов сражаемся и Продолжение следует... Продолжение следует... Все, он бежит, смотрим, шахту будет брать, берет шахту. И вот это считается как битва. Плюс он еще немножко назад отступил по каким-то причинам. Ну все. Стиха привет. Да я не грущу, тут такое уважение. Тут такие механики третьих героев, что... Моё уважение. Че-то делаю непонятно только. Очень-очень классно. Ну пробиваемся, берем всех кого, периодически сохраняемся. Давай сразу маслом. Можно было не делать, наверное. Астам. Чисто для комфорта. Бам. Правда все равно... Хоп-гоблины такие шустрые, что... Ай. Давай рыбу, может. Сохраняемся. Сохраняемся. 3-2-1-1-2. Берем сначала гоблинов, чтобы не было сражения. Берем фанатиков, успеем, принимаем. Выбиваем гоблинов, чтобы не было сражения у Айлвин. Айлвин проходит сюда. Через пруд. Берет еще какие-то там ресы. И все. И он не должен типа успеть до нас дойти. Хаснубас собирает ресурсы. И высаживается в хашизане. Где-то наверху. Шахту забыл. Да мне эти два... Он ее все равно захватит скоро. Погнали. Смотрим, как он. Да как? Да как? Он мимо пруда все равно проходит. Да у него не закол. Там на самом деле мимо пруда проходится. Как бы этот пруд был не... Не моей проблемой, а его. То есть здесь можно пройти. Может я вообще зря заходил ею. Нет, ты заходишь для того, чтобы пройти следующий. Ты заходишь в конце своего прошлого хода для того, чтобы пройти следующий. На первом пруде надо зачекаться только что в начале. Может быть. Ну у тебя аж после этого еще сражение раз. И сюда. Здесь тебя не выпускают без сражений. Аааааа. Да. да 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 если я зачекаю с магрейном на первом пруде пруду то айловин соберет у нее запас по ходам которые мы здесь используем они на кто гоблин очистить будет кто гоблинов то все равно очистить будет но этот пруд блин неспроста а может мне не нужно огров убивать 137 погнали 3 1 7 точнее лошадь 1 открываем 2 эти 3 не не могу первый пруд взять он заблокирован тогда ой тогда ой что тогда типа один герой проходит на один герой до этого проходил причем проходил только айловин может айловин что-то сделать чтобы но тут неважно я беру фанатиков не беру фанатики к нему скорее всего присоединяться шахту закинуть еще кого-нибудь да он до пруда ну как бы он не будет проходить и он как мне блин сделать так чтобы он на эту клетку зашел и нужно ли мне этого делать вообще так вообще не что-то клеточка прям четенько для айловин делается подожди если у нас ход до айловин если не будет на эту клетку идти то какой у нее вариант то есть мы собираем окей мы магрей не успевает дойти по любасу он идет на правом кое-как пробивает все он в блоке она берет посещено она может мимо пруда пройти вот нахрена нахрена здесь пруд я ж могу просто пройти ну пруд здесь для того чтобы ты на него встал и через следующий прошел не сражаясь при этом все же логично окей ну как второго героя спасать как спасать второго героя может я где-то здесь не вижу еще один пруд нет это оазис может по дороге реально был пруд не в самом начале где-то по дороге может здесь где-то пруд я хз спицами рук маргарин может добежать до второго пруда удачи за один день а птицы рук они же медленней чем ангел они типа убирают 25 процентный штраф из-за отсутствия под файндинга да твою ж ты серьезно похоже что это правда птицы рук не зря смотрите перед перед вылетом мы должны взять птицы рук потому что добавление одного родного юнита уменьшает штраф на местности или ты с кочевник добавляется если один уменьшается ему только рук до нужен ему только руки нужны а то пойдет с файндингом соответственно нормально я мою да вы издеваетесь то есть мне нужно сейчас просто убирать джиннов нафиг видимо но что этих присоединяются присоединяются и присоединяются присоединяются ангелы первая скорость ангела передавать наверное джиннов увольнять типа брать рухов но это вообще это конечно это вообще новые вы понимаете что происходит вообще тогда и единичку ангелом не забудь пожалуйста передаем соответственно тебе ангела потому что помним и передаем тебе еще амулетик сейчас мы снова ну снова как бы хас отправляем снаряжаем хас ангелом сюда а с ангелом сюда ма грейн пока со всей армии на потом он поменяется он нет зачем валюта давай же у нас остается болеет подожди тогда так и так 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 стражи берем птиц берем следующий ход валь передает так передает так перчатки туда-сюда мхас бежит наверх садится в лодку ма грейн ждут подсветки ты бежишь в конюшню хас подсвечивает идет с ангелом собирать собрал ма грейн соответственно ставит сапоги левитации перелетает собирает знакомиться с дамой с дамой меняется берется сразу не не сразу ему нужно ангел для разгона а руки когда он непосредственно пойдет дама пошла гоблинов убивать ма грейн это ма грейн ма в ма а ма 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 и логистику это самое главное по сути дальше встает берет перчатки всадника нет магрейн должен взять а кто первый пойдет магрейн или она хороший вопрос ей мы передаем перчатки всадника и передаем все все передаем кроме скажем быстрых ангелов вот и хитвы спасибо за переподписку состоим в конюшню готовимся расконюшиваться валь бежит бежит тоже в конюшню первый день ты ждешь нам а сколько урок скорость девятка семерка у все поехали соответственно мы берем конюшню мы меняемся с вайль нам нужно взять птицу чтобы она снижала штраф по перемещению открываем еще как птицами убивать ладно бежим дальше при этом я не должен брать арбов я должен им прям бежать потому что каждый добавленный юне добавляет мне штраф пару гнолов берем повышаем и мы добегаем а ей собираем все и проходим папа а левитация нужно и не не нужна левитация у нее так все хорошо то есть она собирает стрелков что я не понимаю все равно какие это спасать буду а конечно не за нее не зашел молодец какой сейчас погодите но это это прям это прям хорошо это прямо вот вот прям такое это конюшня 1 обмен 2 открываешь трим пробиваешь раз никого не берешь из-за штрафа твоя задача просто бежать с рухами пробил получил еще перемещение ты на конюшню берешь арбов сейчас есть возможность еще какую-то ротацию настроить как мы будем проходить ну магрин доберет добегая до этого до пруда она не добегая до пруда и она добегая до пруда те добегая до пруда и чего все равно что не проскочишь на следующий вторым героем так сейв значит 321 н н н 3 войне у 1 вот так вот то есть магрин допустим магрин проходит допустим до проход допустим заходить в пруд не заходить вопрос один может заходить а другое может не заходить блин может мы реально успеем а может магрин успеет вообще до конца добежать не не успеет естественно никак пробил вернулся назад толку элвин опять же либо проходит так либо по правой стороне бежит а толку я все равно не успеваю зачем тогда эти зачем помню забежать зачем вообще заставлять противника не берут вот драконы они как бы блоком выступают здесь он через них не бежит потому что мы проходим через этих через огров мы можем пройти а он не может типа прошли им прошли 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 слушать а мы что получаем дополнительные ходы просто продвигаясь по этим штукам подожди еще разок а да магрин может успеть по водоемам он может успеть наверх уйти твой уж налево вы вы я я я но нельзя брать никого кроме рухов еще с амонами сейчас выиграем шахте единичка не оставил а зачем мне оставлять шахте единичку мы же разобрались что ему пофиг на бой ой плохо что он не прошел по озеру промо озеро замка там другое озеро блин бедная рыба вот и мы смотрим сколько здесь ходов магрейна добавляется за каждый дам а нет за каждый только если без боя то есть он тут два раза берет два раза бонусом берет проверим короче вот и сейчас и шапнул да не успеет он наверх добежать до озера а хотя если он вправо потом вернется погоди он же сейчас еще один бонус получится он же сейчас еще немножко ходов получится вот сейчас и может добраться капец он добирается один ход так как но это типа подруга идет сюда и а ну возвращается и спокойно уходит все то есть один уходит на один ход второй ходит на другой только надо понять откуда взять еще немножко скорость перемещения нашему другу и 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 килл получил до верхних вроде я не успею heals как одна креточка реальный если я вот еще этих успей убить то может быть iOS может быть действительно вот эти гоблины не просто так стоят наверху есть такое подозрение раз-два-с тут трис мне сразу дают бонус за за эти гоблинов вот прям сейчас следующим и возврат но есть есть вероятность что действительно они у этого к не мораль пожалуйста не надо спасибо что мне выгоднее добежать до гоблов которые слева потом вернуться вот в этом тут возвращаемся получается не едва убиваем то есть вот этих вот товарищей дамы я не успею вернуться нет возможно я по клеточкам что-то неправильно сделал с верхними гоблинами то есть возможно мне подходить нужно как-то типа вот так вот надо подходить они так потому что я так по диагонали а тут одна наверх сколько потрачу ходов до 200 230 923 964 вот так мы можем попробовать успеть хрен тебе или наоборот что-то два хода будет они три то есть вот так да твою ж так я где-то потерял от я где-то мог пройти возможно вертикально короче надо выверять кем переодевался у конюшни ну вроде магрейн с ангелом стоял сейчас можем посмотреть конечно ай так я не пойму на скорее сама грейн с ангелом разгонялся на ангеле а потом переодевал ему этого ангел у нас самый быстрый ну да что пегас что ангел быстрее у меня людей нет и быть не может мы где-то ходик потеряли либо я зашел к этим к мне казалось что как когда-то я там магрейном подходил на две клетки вправо то есть есть вероятность что я просто к огром зашел не так вот здесь я зашел не так сколько тут 380 340 да возможно нет подожди а как а можете вот так должен 340 380 это дракона будет это будет огры так замерь пожалуйста сколько у тебя ходов какая разница ты просто по клетке если на клетку одну удастся пройти дальше то это победа да он мне кажется вот она вот она так надо проходить реально и может хватить до сих пор поверить не могу давай щас будут птицу хотел убить видео а таки не пройду ваще о боже ты мой нет разницы какой герой нажимал торговать для передачи ангелов есть есть и я не помню кем я нажимал поэтому это еще одна правда погнали возможно магрейн тыкал и тратил ходы а тыкать должна она айловин может быть она должна и этот гарнизон брать так я взял конечно не посещено молодец ход они уж не посетили айловин меняется берем рухов айловин открывает ему хотя нет она тогда может не успеть а как посмотреть сколько у нас очков перемещение просто столбик у нас открывается как справа на портрет возле героя полоска а в 3 300 2 988 мы потратили 150 на перемещение на открытие только этого вопрос только хватит ли айловин ходов или не хватит потому что магрейна запас колоссальный получается женой возьми коней да понятно просто она так 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 убежит ли жена вроде он там успевала с небольшим запасом я посмотрим можно сразу посмотреть рад вас до успевает все вот это победа то есть ты сюда проводишь типовые бои то есть важно кто столбик открыл самом начале какой интересный был период наверное в жизни ринса когда он все это при придумал повторюсь он у него была голова забита этим он механики знал он креативил масса типа времени и при этом он не щадил ни себя ни будущих игроков и и и а и а а и и и и Еще Удар Назад Блин, серьезно Ладно, ману, потом восстановишь Сейчас назад Фанатик файловин соберет Да как? Да нет, у меня же ход еще в запасе Сохранить 3, 2, 1, U, 3 И я должен сейчас добегать уже Все, добегаю С небольшим даже запасом Ну, это Забейте просто Просто забейте, ребят Просто забейте Да, Айловин пройдет А, нет Как фанатиков А гоблин А что гоблин А, типа Она посражается И не пройдет через гоблина, да? А я успею гоблина снять И назад вернуться Но я должен По-другому никаких Нет вариантов Ни хрена Ты никому не должен После первых Гоблинов озера Если бы взял женой Конюшни Можно было бы Видимо сначала Бить гоблина Потом наступить на озеро А я взял Конюшни Женелой в лап Не получил Может, я тоже понизу Да не может она Короче, мне сейчас Эксперты начинают Выбешивать Погодите Она точно не успевает За два хода пройти Зачем ей останавливать Мне же Мне же главное Одного успеть было провести Все же пока нормально Какая разница Он же не успевает К нам подойти На этот ход Не успевает На следующий Вроде успевает И только хастом плавает Дропаемся Вот он побежал 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 Не дошел Ну да Если Если я сейчас Не убиваю Гоблина Я не прохожу То есть этот Проходит А это не проходит То есть мне нужно было Каким-то образом Успеть Ею Видимо Убить гоблина И встать На озеро А у Магрейна Был запас По ходам Такой вопрос Вот когда он шел Наверх У него был запас По ходам Нет да Как там Был Ну у меня только один вопрос В последовательности Взятие Столбика Когда Я Я уже У меня Уже Так давай Айловин Ты с ним Меняешься Не он с тобой Рухов Отдаешь Погнали Но ты открываешь Столбик Берешь Лошадь Побежал Дальше Сюда Сюда Еще Столбик Может не Подиагонали Брать Тогда Мув Входит Ну а в Конюшне Ты как Собираешься Заходить При этом При этом При всем Зачистили Идем 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 Я что не пользуюсь Тем что Сможно Пустите За два раза Изогнули Может Этого Не хватает Может быть Блин Дев Прожал Дурачок А Какая Разница Взяли Взяли После этого Файта Озеро Собрать Ну прямо По центру Экрана Написано Что мы Собрали Озеро Блин Можно было За Здесь возвращаемся Магрейн Доходит И у него Мувов 157 Да как Так То А сколько Ему Нужно 50 Мув Лишнее Не хватит Опять С высокой Вероятностью Тут До хрена Не хватает Не Яхазе Яхазе Как собрать Стих Гномов И На Лебединое Озеро Встать Она Должна Успевать Мечников Мечников Бить Зять Озеро Я Специально Перепроверил Сейчас Это Оно Не Работает Мечников Ты Не Бьешь А В смысле Атакуешь И Птичку Нельзя Выдать Чтобы Штраф Убрать Или Как Это Работает Да У нее Вроде Как Не Должно Быть Штраф Из-за Экспертной Логистики В смысле Pathfinder Как Он Работает Нет Не У нее Должно Быть Типа Больше Ну Все Вот Такие Насколько Я понимаю Да Из Pathfinder Нет Штраф Если Арбов Не Собирать И Мечей Сэкономить Не Получится Ну Мы Можем Мечников Действительно Не Брать Попытаться А Это У Нас В рамках Одного Хода Все Разогнать Ее Да Ты Еле Успеваешь Не Ей Нужно Где-то Еще Место Давайте Попробуем Мечников А там До Батла Можно Как-то Сохранить Загрузиться Уже Нельзя Очень Жаль Ладно Последний Трай Это Уже Поздно Я Не Успеваю Совет Кто-то Кто-то Должен Столбик Кто-то Должен Тут Я не знаю Какая Последовательность Оазис Одним Гнул Можно Два Запустить Нет С чего Это Вдруг Можно Как 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 У Алиса Две Клетки Серьезно Да Можно Два Запустить Тогда Магрейну Хватает А Ей Не Хватает То есть Магрейн Все Все Тычки Делает Да Я Успеваю Оазис Два Раза Посетить Магрейн Берет У нее Птиц Магрейн Собирает Этот Магрейн Открывает Эту Штуку Магрейн Бежит На Гномов Потом Идет Оазис Посещает Раз Посещает Два Проходит Потом Давай ее Сначала Проверим Конюшнем Орбы Оазис Один раз Крестов Твою Как Ну значит Надо ее Проводить Первый Через Оазис Возможно А может быть Ее разгонять Да У меня Магрейн И так Успевал Давайте уже перемещение нельзя на 2 903 не хватит уже следующий ход так ладно ею на грин открывает собирает бежит а как нам тут бежать чтобы не не оббегать друг дружку на местами меняться возможно на 1 должна бежать вообще сейчас начнешь убегать друг друга это плохо закончится а так ничего не меняется по сути да и давай попробуем все последняя попытка всем вот прям последняя попытка я попробую ее разогнать магрейна мгнула взять ну хрен его знает так 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 не магрейн не успевает то есть надо рассчитать таким образом чтобы магрейн успевал добежать до досюда не беря гнола то есть поменять их местами серьезно поменять местами поменять местами того разгонять никого просто пропускаем армии там не птицы были там а хрен с тобой все равно тебе 1 надо идти хотя судя по по гномам я не должен был первым идти ну ладно хрен с тобой золотая рыбка присоединяем раз тут берем раз тут сражаемся 2 берем 2 берем 3 и ты типа сюда и назад капец у меня запасом конечно не она явно сейчас магрейн не успеет скринть никак не успеет успевает ребят но это победное а может не успевает мнение скорее всего не успевает короче надо рассчитать но уже не сегодня спасибо что смотрели спасибо что болели сейчас поставлю заливаться 9 часов отлично посидели увидимся с вами завтра но самый главный вывод конечно которую сегодня стоит сделать это то что ринс псих потому что ну это ну это просто ну это